добрый вечер четверга дорогие друзья рад вас всех приветствовать на канале обл подкаст правом не попова меня зовут кривич и вец и мы сегодня поговорим про предстоящие матчи которые пройдут у нас первого будет очень насыщенная программа главные анонсы вы уже могли увидеть сюда в посте посвященная анонсу тура на обложке у нас разумеется главные инфоповоды это старты плей-офф кубка у нас кубок будет проходить в трех наших санных залах также у нас начинается плей-офф дополнительного дивизиона плюс и конечно мы поговорим также про шестой тур регулярного сезона дополнительного дивизиона ново все это мы успеем сегодня обсудить к сожалению выходим с задержкой сегодня в эфир была задержка в предыдущем подкасте вот поэтому немножко наложилось по времени но я надеюсь что все подписаны на канал у вас стоит оповещение поэтому эфира не пропустили надеюсь что будет интересно на часть подкаста посвященному играм плюса у нас есть гость так что мы вместе с гостем обсудим плей-офф плюса а вообще какой порядок будет обсуждение сегодня игр мы начнем с дивизиона ново да вновь и пока еще полов не начался поэтому мы начнем снова обсудим 6 тур дивизионного потом начнем обсуждать матчи кубка и потом к нам присоединиться для обсуждения игр плюса наш гость так что надеюсь что будет интересно конечно хочется обратной связи от вас увидеть потому что действительно в кубке сейчас начинается самая интригующая интересная часть если все-таки групповом этапе было много игр где команды разного уровня играют то сейчас плей-офф кубка уже пар подобрана так что скорее всего большинстве игр будет равная борьба но до плей-офф кубка мы еще дойдем начнем обсуждать матчи с дивизиона ново поэтому именно снова мы начнем поехали давайте начнем обсуждение игр начнем мы с дивизиона ново и вновь и первыми у нас играют команды rdi групп и брейншторм это будет первая пара команд открывающая 6 тур в дивизионе ново будем обсуждать мы не получается по дивизионам начнем снова потом плюс потом точнее ново потом кубок потом плюс и так что хочется сказать по поводу предстоящей игры команд rdi групп и не брейншторм ну вообще брейншторм на прошлой неделе честно говоря расчаровали меня своими результатами команда интересная и у них интересное сочетание опыта и молодости у них знакомые нам есть игроки в составе есть новые звездочки которые уже успели себе громко заявить с первых турах этого сезона да я конечно говорю про братья филипповых и команд достаточно перспективная и честно говоря плохой их доест и плохая игра в нападении против команды north star team на прошлой неделе немножко меня расстроили конечно в паре против rdi групп они однозначно будут андердогами но что хочет отметить брейншторм умеет неплохо смотреться сильными соперниками насчет их игры динамо там конечно сложно судить насколько динамовцы выкладывались на максимум потому что есть ощущение что самые такие свои интенсивные и хорошие плане самоотдачи игр в защите как будто динамовцы сыграли в начале сезона первые два три тура и есть ощущение что последние игры четвертый пятый тур были у них не самые ударные поэтому удачная игра брейдшторм хотя не проиграли против динамо это заслуга брейдшторм или это динамовцы все-таки сильно подпустили непонятная ситуация но например у них была плотная первая половина игры с олимпом им не по много не повезло в клаче со сперус они там могли выиграть они обыграли достаточно сильных циклонов пускай там у циклонов не самый сильный состав был но просто есть как будто бы такая тенденция говорящий о том что брейдшторм могут неплохо цепляться с фаворитами и как будто бы они и rdi групп могут навязать конкурентную борьбу но конечно нужно довозить более-менее свою основу потому что на прошлой игре против north star team мало того что их мало было да почти не было скамейки запасных так еще и больших вообще не было кроме александра мухтарова просто полное отсутствие игроков передней линии и конечно north star team их за это очень сильно наказали а надо отметить что у rdi групп передняя линия посильнее будет чем у north star team до михаил цветков в первую очередь опытный сильный большой при этом добавим сюда тоже очень опытного александра клеменкова не забываем также еще и про молодого но габаритного перспективного александра аксенова это вот как минимум три больших первые которые мне пришли на ум возможно я кого-то еще забыл но в любом случае у rdi групп очень хорошая передняя линия поэтому если брейн шторм и на эту игру больших не привезут у них конечно будут большие проблемы вообще из позитива хочется отметить то что радует что кажется все таки радует что все-таки команды играющие в нове как будто бы все-таки уже уже нашли свой дом да и играют в первого получается третий тур подряд команды будут проводить в одном зале это приятно то это конечно не совсем хорошая картина не совсем нормально когда команды за четыре туры играют четырех разных залах вот и здорово что все-таки третью неделю подряд на ней будут играть в одном и том же зале это хорошие новости надеюсь что все команды уже успели привыкнуть к залу перова там достаточно комфортно и по расположению мне кажется достаточно адекватно и по по залу мне кажется там в целом плюс-минус адекватно не очень скользко бывает иногда конечно да и более-менее мне кажется окей вот в этой паре rd групп фавориты понятно что rd групп очевидно более опытная команда чем бренд шторм как мы еще поняли из разговора с филиппа томасом как раз вчера на эфире поперова то что rd групп не просто команды организованная опытная но еще и как мы поняли медийно раскрученная то есть как я понимаю команды rd групп ну мало того что не спонсор имеет что исходит из названия так они еще и имеют какую-то материальную базу да и команда развивается и за пределами баскетбольной площадки и непосредственно до в зале да то есть понятно что rd групп в этом плане более такая серьезная организация чем бренд шторм очевидно что команда более сыгранная и конечно с точки зрения ресурс состава у них конечно больше ресурсов любом случае чем убрать шторм убрать шторм заявка скромная на их фоне хотя мы понимаем что и убрать шторм есть скрытые ресурсы скрытый потенциал который они пока еще не задействовали например у них заявки есть такой игрок как дениси мирошниченко и если бы он хотя бы один раз приехал на игру брэд шторм это могло бы очень сильно им помочь потому что диониси это игрок очень высокого уровня я бы сказал что с точки зрения самодачи и умение играть с мячом в руках в плане скорости игры в плане умение бежать в отрывы он чем-то похож на павла филиппова павел филиппов все-таки мне кажется потехничнее будет чем мирошниченко но в любом случае две такие электрички которые могли бы весь матч на высоких скоростях играть есть помирошниченко приехал но мы пока ни разу дионисия не видели и честно говоря пока нет по нему информации может уже и не увидим в этой паре я конечно поставлены радио групп на прошлой неделе немножко удивил перформанс смирнова почему удивил потому что не потому что мы смирнова такого не ожидали мы знаем что влад может выдавать стоп перформансы а потому что как мне казалось первого тура все-таки у rdi группа главе угла стоит именно командная работа и редко у них бывают такие индивидуальные перформансы но мы понимаем что есть игроки там тот же смирнов или цветков которые при большом желании могут взять на себя игру и затащить соло как это было на прошлой неделе когда смирнов практически в одиночку обыграл олимп в этой паре конечно я поставлю на rdi групп просто как более опытную сыгранную и ресурсно емкую команду но надеюсь что брать шторм все-таки подтвердят свой статус команды которая умеет играть с фаворитами и борется с ними более-менее равных надеюсь что игра будет интересный ну а там посмотрим будет много конечно зависит от доезда куда без этого игра воскресенье в 10 утра здесь конечно надо посмотреть по занятости смирнова потому что он тренирует женскую команду он тренирует детскую команду у него есть еще игра за джорджу бульдогс короче говоря команду очень много у влада поэтому надо будет смотреть по его занятости но пока вроде бы он не пропускает матча rdi групп вроде бы он пока ни одну игру не пропустил если ничего не путаю так что более-менее стабильно приезжает короче говоря будет интересно но понятно что rdi групп в этой паре будут фаворитами давайте перейдем к следующей паре у нас следующими играют команды олимп и циклоны и по поводу циклонов конечно обидно выходит что команда идет пока без побед но я думаю что то какие ожидания были у команды и то что эти ожидания пока не оправдываются проекта ладислав сантимиров говорил да в одном из интервью после игры то что наверное были ожидания того что команды будут немножко послабее менее опытными менее опытные менее сильные по составу будут команды а так получилось что вновь и практически нету новичков из новичков по сути в нове только north star team это да опять же там много игроков которые раньше играли вместе в одной команде арка плюс как я понимаю какая-то у них уже была база может быть не в официально в играх да там то что ребята все тусуются вместе играют на одной площадке такая же ситуация у команды брэдшторм там тоже игроки кто раньше играли вместе но все-таки и брэдшторм и и брэдшторм и north star team это новые команды но их всего две все остальные команды это команды уже сыгранные опытные либо там как случае сайова или сперус может не очень опытные но там такие хорошие сборные солянки есть сильные игроки в составе да у той другой команды и получается что дивизион то совсем не слабый совсем не слабый дивизион сильная нова в этом году я думаю что посильнее прошлогодний прошлый нове тоже были сильные команды но при этом и много было команд новичков в этом сезоне почти нету новичков сложный уровень соперников поэтому конечно для циклонов пока непростой сезон получается вновь что хотел я отметить мы не сказали про это вчера на подкасте я хотел это озвучить но кажется забыл это сказать хотел отметить что вернулся за циклонов яков бичаснов неожиданное возвращение мы его не видели ну получается него последняя игра была сыграна 13 января до этого он играл 4 ноября до этого он играл 14 октября но то есть он получается после октября месяца всего два раза сыграл даты по сути бесчастного практически не видели в этом году это было еще осенью и не как-то как раз осенью общался с бесчастным на тему того будет ли он играть не то чтобы общался там просто были были вопросы как раз там по поводу его может быть доезды не доезды вот и я говорил что он вроде как там не приезжает не планирует приезжать но вот вернулся он состав циклонов не знаю что это была разовая акция или яков будет еще приезжать любом случае это хорошее подписание и это добавление в актив до немножко такого до элемента старой школы составе циклонов оу джи циклоны которые еще играли у нас там позапрошу летней лиги когда только заходили в обл это прикольно прикольно это видеть да такой классический состав не было мусатова на прошлой игре но в принципе да бесчастнов мусатов рябчиков холготян добавить сюда еще какого-нибудь ноздрюхина и это прям будет такие классические циклоны которые очень здорово играли у нас на прошлом сезоне в летней лиге и так далее это прикольно это прикольно вот ну понятно что циклоны пока привозят сборную солянку из составов которые выступают у них в изи и в рофл и пока получается 50 на 50 чуть больше игроков рофла хотя приезжают игроки из изи и конечно олимп в этом плане команда более наверное такая целостная у них понятно что они какая то есть возможно заняты за пределами обл новый был у большей части игроков здесь только одна команда да понятно что есть бибанин большаков которые также играют за моим beach kings но практически весь состав команды играет только в этом коллективе у них приоритете именно матчи за олимп да пока что олимп за весь сезон наверное только в матч с асперус привозил весь свой состав но тем не менее команда достаточно стабильно собирается привозит хорошую основу на игру и конечно у них с точки зрения наверное именно ядра коллектива команда более сыгранная и более такая структурированная организованная чем циклоны у которых все таки как я уже сказал это такая солянка из двух составов да поэтому олимп как будто бы выглядит здесь предпочтительней у них в целом очень заряженная команда из того что я видел они хорошо играют защите они бегущие они играют вариативно достаточно в нападении единственное что когда первые два тура я видел точнее я получилась только одну игру видео олимп потому что тура не пропускали ну получается из того что я помню по первому туру да эта команда не так активно задействовала своих больших игроков но с другой стороны никита корнянка у них имеется в наличии плюс доезжал на предыдущие матчи станислав добрышев есть андрей карпов есть еще наверное парочку игроков передней линии но вообще наверное объективно если так вот анализировать игру этой команды все-таки сильная сторона олимпа это именно их защита и задняя линия задняя линия у них очень заряженная да в первую очередь конечно речь про бибанина идет у него лучшая статистика в команде он набирает по 20 очков в среднем за игру цифры конечно у бибанина очень доминирующие не такие какие он показывает за моим beach kings там несколько цифры поскромнее на задняя линия конечно у олимпа сильная безусловно и в этом плане противостояние там условного рябчикова и например бибанина или может быть там кого-нибудь еще было бы интересно за этим посмотреть именно за игрой задней линии их за игрой задней линии обеих этих команд потому что это другой команды задняя линия хороша если мы говорим про фронткорд то у циклонов теоретически наверно может быть преимущество но опять же я не видел как играет станислав добрышев мне тяжело судить до плане потенциала этого игрока я видел как играет как играет никита кореньенко он принимал участие в первом туре но никита не совсем классически большой такой да не очень тяжелый очень такой легковесный игрок много времени проводящий наверху бросающий растягивающий не играющий через краску то есть есть ощущение что циклоны могут иметь какое-то преимущество плане именно габаритов под кольцом но смогут ли они этим воспользоваться потому что пока что циклоны действительно не одержали ни одной победы и их игра была не очень убедительные то есть как будто бы не хватает циклоном задействования своих больших больше они все-таки играют через периметр и где-то и возможно не хватает им защиты да то есть если посмотреть циклоны пропускали много очков конечно где-то им не повезло с расписанием на старте да по сути они еще не играли ни с одной командой которая бы только там набирала обороты кроме брейштор в первом туре в первом туре у циклонов прям был соперник которого реально можно было обыгрывать и там циклоны наверное свой потенциал не реализовали но и к тому же них там не самый сильный был состав но дальше были команды mpu в своем родном зале дальше были с перус вместе с харламовым и христиенко которые пока не приезжают стабильно но на циклонов приехали дальше была йова и была очень близкая заряженная игра и дальше были динамо а сейчас олимп то есть по сути есть не считать первый тур самый то у циклонов очень сложное расписание действительно непростое поэтому не было даже возможности как-то раскачаться циклоном и показать свой потенциал ну и не кажется что с точки зрения именно уровня заряженности команды учитывая что все-таки циклоны рассматривают дивизионного как я понимаю больше для фана но то же самое как и айова да то есть айова когда заходила в новую в прошлом году и в этом году там у них очень большой список игроков самых разных составов потому что у айова больше составов чем у циклонов и вадим порошин что прошлом году что в этом году заявлял да то что по сути это возможность просто поиграть игрокам самых разных составов айова вместе поскольку нет такой возможности в основных дивизионах из-за правил легионеров но в дополнительном дивизионе это возможно да и могут играть самые разные баскетболисты да можно собрать такую различную сборную солянку да и наверное нечто подобное у циклонов тоже олимп же на их фоне выглядит такой команды прям знаете такой квази профессиональной которая прям заряжена заряжена действительно как мне показалось поэтому я бы все-таки поставил тут на олимп но потенциал у циклонов очень хороший не забываем что у них здесь нету правил легионеров и они могут привести много игроков из изи да то есть при большом желании они могли бы стабильно на матче привозить нас дрюхина карабенникова кстати которые есть заявки но пока не доезжает как будто бы за циклонов усика который кажется был на последней игре кузьмина льющенкова пронина кравцова рябчикова да то есть но там наберется стабильно на минимум пятерку а то и даже больше игроков которые выступают за циклонов в изи так что такая возможность имеется но пока мы этого стабильно не видим. Но в любом случае, эта игра должна получиться интересной. У циклонов только одна получилась по-настоящему провальная игра против Сперлус. Против Олимпа вряд ли они так сильно провалятся. Все-таки у Сперлус была супер доминирующая передняя линия. У Олимпа нет таких доминирующих больших, поэтому такого провала у циклонов не будет. Более того, как я и сказал, возможно, что именно у циклонов будет преимущество по габаритам, но не факт, что они смогут этим воспользоваться. Но я думаю, что достаточно динамичная будет игра, потому что обе команды в высоком темпе играющие, особенно Олимп. И есть ощущение, что циклоны, если не привезут много игроков из Изи, могут просесть в плане темпа игры, как будто бы такое возможно. Но это не точно. Двигаем дальше. К следующему матчу Динамо играет с Айовой. Это, безусловно, центральная игра тура. Это две команды, которые сейчас находятся на хорошей победной серии. То есть Айова после поражения в первом туре набрала ход. Четыре победы подряд. Динамовцы ни разу не потерпели поражение. Но в случае с динамовцами, конечно, есть вопросики. Есть вопросики в случае с динамовцами. Первые два тура я у них комментировал. И обе эти игры, они играли, как, знаете, такие, ну, как команды споршкольники, которые, наверное, оправдывают ожидания. То есть команды споршкольники, которые делают то, чего от них ждет общественность. То есть они играют рационально, они играют с самодачей в защите, они душат прессингом, да, накрывают прессингом по всей площадке, делают огромное количество перехватов, соответственно, генерируют огромное количество быстрых прорывов, причем делают это красиво, да, эффектные моменты. При этом сочетание эффективности и эффектности, а не просто попытки делать хайлайты в каждом моменте. И самое главное — это самодача в защите. Эти первые два тура, первые два тура — это было у «Динамо», но потом, как я понимаю, с третьего тура «Динамовцы», знаете, как будто бы, как в том знаменитом меме, ну, там есть разные мемы, и да, я, кстати, не сильно силен в мемах, да, не мемолог, как у нас есть, там, тот же Гоша Кошкин и другие, кто шарит за мемы, я не так много мемов знаю, но вот есть мем, когда, например, там, знаете, клоун, да, там наводит на себя красоту, наводит на себя, да, получается, грим, макияж, да, и вот тут, а тут обратная ситуация, как будто, знаете, «Динамовцы» с каждым туром снимали с себя маску, да, и получилось, что это не «Динамо», а «Майами-Палмс», потому что с каждым туром «Динамовцы», кажется, все больше и больше походили на «Палмс», потому что эта команда перестала выкладываться в защите и больше уже играла, наверное, все-таки, ну, так, по фану на своей половине и играли просто от своих сильных сторон в нападении. В общем, это не те «Динамовцы», которые были первые два туры, которые просто своих соперников деморализовали на старте матча, играя в прессинг по всей площадке и уничтожали. Такого мы не наблюдаем в последние игры, поэтому я вот не знаю, какие ожидания от предстоящей игры. Если «Динамовцы» доедут без Зюськова, а Денис все-таки капитан команды, я думаю, что если бы в матче с Айовой была какая-то такая напряженная борьба и дело дошло до какого-то прямо вот какого-то клача, я думаю, что Зюськова как-то мог команду мотивировать как капитан команды. На последней игре его не было. Вот если, например, у «Динамовцев» не будет Зюськова и если «Динамовцы» не настроятся с первых секунд играть так, как они играли первые два тура, вы знаете, Айова может нанести им первое поражение спокойно, очень спокойно, потому что потенциал у Айовы для этого имеется. По составу очень-очень хорошая заявка у Айовы. Да, то есть если посмотреть, там не зря у Айовы команда в Новин носит название «Элита». Не знаю, намекает ли это на то, что опять-таки Айова играет где-то таким составом где-то за пределами АБЛ, сами додумывайте, где. Вот, но там действительно есть игроки уровня хай-дивизиона в немалом количестве, да, Денис Полихраниди, Элизбар Алиев, Даниил Ириков появился в команде, который раньше выступал в хай, у нас за Тим-Тим. То есть как минимум есть три игрока уровня хай-дивизиона и есть еще несколько игроков уровня лав-дивизиона там или хард, да. То есть по сути команда реально может выставить состав, который по индивидуальному уровню практически не будет уступать динамовцам и, возможно, будет уступать где-то по сыгранности, да, возможно, да, потому что не все эти игроки играют вместе в одних составах, в одном составе. Но с точки зрения именно индивидуального мастерства они динамовцам не будут уступать, да. То есть, например, на Богинова есть ответ в лице Полихраниде. Своего Данковцева, конечно, у Айовы нет. У них нет такого данщищего через всех игрока, который еще и обладает фантастическим дальним броском. Своего Данковцева у них нет, но у них есть Камелев, Дулаев, тоже игрок с невероятной антропометрией, невероятным талантом. Есть Илья Зайцев, который там готов кого угодно кошмарить под кольцом. Есть Паева Ипполитов, который в плане дальнего броска абсолютно никому не уступает. Это из Динамо, и он там не слабее ни Лукьянова, ни Баранова. Ну, с Зюськовым было бы интересно посмотреть его противостояние. То есть, действительно, Айова может провести очень сильный состав. И если динамовцы будут не мотивированы выкладываться в защите, они могут на этом погореть и потерпеть первое поражение. Но Зюськов давал очень такое громкое, бравадное интервью после первого тура. То есть, что динамовцы не собираются вообще никому проигрывать в этом сезоне. Ну и первые два тура не доказывали. Начиная с третьего тура уже появились вопросы, потому что динамовцы уже, как я понимаю, играли не с такой самоотдачей в защите. В матче с Айовы это может им стоить, да, действительно первое поражение, если они будут играть не на максимум в защите. Поэтому посмотрим за этой игрой. Я надеюсь, что Динамо довезут хороший состав. Их будет желательно больше шести человек. И будет Зюськов, будет Данковцев, там будут все остальные лидеры команды. И я надеюсь, что и Вадим Порошин сможет привести на эту игру все-таки много игроков, которые выступают там в лав или в хай-дивизионе. Ну или там чуть пониже, но те игроки, которые прям заряжены. Я надеюсь, что Вадим сможет привести именно такой состав на динамовцев, чтобы не ударить игре с лицом. Потому что если это получится сделать, нас ждет игра топ-уровня. То есть то, возможно, чего вы от Новой не ждете. Все-таки Нова, дополнительный дивизион, еще самый последний, после Нового года. Кто бы мог подумать, что здесь будут играть команды уровня лав-дивизиона, например. А по сути, если мы берем в расчет полный состав Динамо и там близкий тоже к оптимальному состав Айовы, это команды уровня лав-дивизиона Абэл, наверное. И, понятное дело, что стоит ожидать очень высокое качество игры, особенно в атаке. В защите это уже, знаете, по желанию. Какое будет желание у обеих команд, у Айова она точно будет. Потому что это не та команда, которая позволяет себе сочковать в защите. Тем более против сильного соперника. Наверное, если бы Айова собралась составом уровня лав-дивизиона против менее опытной, организованной и сильной по составу команды, они могли бы себе позволить тоже где-то играть спустя рукава в защите. Но против Динамоцев они точно это не будут делать. Вот поэтому защита по пожеланию. Тут какое будет желание у команд. Но уж в плане уровня игры в нападении, это будет матч очень высокого уровня. Поэтому, если будет игра в высоком темпе и не будет какой-то суперплотной защиты, Total в этой игре будет большой. Потому что талант у этих команд, наверное, больше всего в лиге, в этом дивизионе Nova. Надеюсь, что игра стоит свеч. Наши ожидания оправдаются касательно этой игры. Ну и если динамовцы не довезут состав, и у них где-то будет недостаточно желания и самоотдачи играть в защите, очень может быть, что Айова заберет. Тем более, что Айова — это команда, которая умеет на характере поддавить, на морали затащить. Они уже ни одну концовку в этом сезоне затащили, конкретно даже в нове. Я помню матч-4 Диагруп, где команда на характере затащила далеко не самым сильным составом. Так что динамовцам быть на чеку — это, может быть, их первое поражение в сезоне. Давайте двигаться дальше к заключительному матчу шестого тура в Нове. С Перус сыграет с команды Нордстартим. Ну, слушайте, если с Нордстартим все более-менее понятно, за что можно Нордстартим выразить респект, это за то, что команда собирается всегда, наверное. Я не знаю, может, у них то ли в третьем, то ли в четвертом туре как будто бы у них был не прям идеальный доезд. Я просто боюсь ошибиться, в каком-то туре было. Возможно, в третьем. Но преимущественно на протяжении всего сезона команда «Северной звезды» привозит состав всегда. То есть стабильно 10-12, на прошлой игре было 13 человек, у них стабильно приезжают на игры. Лидеры на месте, они почти не пропускают игры. Это приятно видеть. Это приятно видеть. И видно, что команда настроена по-серьезному. То есть они собираются на все матчи. Они заказали себе форму. Да, у них сейчас появилась полноценная форма. На матчи они приезжают вместе с Вячеславом Сульдякиным, выступающим в роли тренера. То есть видно, что команда готовится к своим играм. Они неплохо организованы для любительской команды, которая там не претендует на что-то такое суперсерьезное. Это приятно видеть на самом деле. И как раз в отличие от «Сперус», мы более-менее уверены в том, что «Нордстарт Тим» соберется с оптимальным составом. Как обычно, у них там две пятерки, наверное, минимум будут. И мы точно ждем сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну вот восемь человек, которые почти игры не пропускают, мы точно ждем. У них есть восемь человек, которые либо вообще ни на игру не пропустили, либо только одну игру. Кирилл Павлов и Никита Кукушкин пропустили по одному матчу. Данил Лихоманов, Кирилл Егоров, Андрей Новоселов, Павел Коротков, Никита Качанов и Илья Купалцев не пропустили ни одной игры. То есть прям такой стабильный косяк игроков. Мы точно их ждем. Наверное, мы ждем еще Александра Горяева, который тоже старается почаще приезжать. И он тоже все-таки является игроком основной ротации команды. Плюс последний тур они потянули Дэнни Цакаева, которого они знают по выступлениям в Плюсе. Короче говоря, очень стабильная заявка у Нордстартим. Если же мы говорим про команду Спэрус, то вот тут как раз вообще ничего не понятно. Вот я такие команды не очень люблю. И именно с точки зрения непредсказуемости доезда. Вот есть такие команды, у которых огромная заявка. Там заявки числятся 20 плюс человек. Приехать может кто угодно, когда угодно, поди угадай. Вот как угадать состав Спэрус, кто у них приедет. У них может приехать команда уровня, там даже ниже рофл, да, не знаю, уровня бейт или рофл. Не очень сыгранная между собой. И понятно, что потенциал этой команды будет не такой высокий. А у них может приехать команда, где в составе есть, например, Григорий Брундасов, Валерий Карцев, Кирилл Харламов, Алексей Косаткин, Тимофей Христенко. Ну, как минимум, да. Плюс Максим Панкращенко окей. Просто это уже перебор, наверное, больших будет, да. Это почти все игроки передней линии. Ну, в общем, у них может приехать состав, где стартовая пятерка будет уровня ближе к хард или лав. У них может приехать такой состав, да. Возможно, глубина состава будет уже не такая большая, потому что все-таки уровень игроков в скамейке будет ниже игроков стартового состава. Но они могут привести стартовую пятерку практически полностью стоящую игроков уровня там изи-лав. Они могут спокойно такой состав привести. Поэтому со Спэрус тут не угадаешь. Вот мы уже несколько раз делали прогноз на Спэрус, как раз делая, да, ставив условия то, приедет ли Христенко или Харламов. Они не приезжали, да. Поэтому в случае с их предстоящей игрой с Нордстартим, здесь тоже приходится делать оговорку, приедут ли Христенко и Харламов и будет ли полноценная скамейка запасных. Понятно, что если Спэрус привозит свой сильнейший состав, ну, те, кого я озвучил, они фавориты. Без вопросов. Да, возможно, где-то как команде во целом им пока не хватает сыгранности, потому что тут игроки из рака состава Спэрус представлены. Плюс есть игроки, которые только вообще дебютировали в нове, да, до этого за Спэрус не играли в АБЛ. Есть такое, но уровень исполнителей индивидуально очень высокий, да. И Купавцев и Егоров показали отличную игру на прошлой неделе против Брэдшторм, у которых не было вообще больших, да, и это было несложно. Посмотрим, как они сыграют против Христенко и Харламова. Dynamic Duo, два игрока, которые играют вместе в разных командах, очень хорошо сыграны между собой и при этом классно друга дополняют. Но это очень сильный дуэт. Это, возможно, сильнейший дуэт больших этого дивизиона. Если бы они чаще вместе собирались, они пока только два раза с другом играли вместе. Вот, поэтому, если Спэрус привозит в свою основу, да, свой сильнейший состав, без вопросов вообще, тут можно делать ставку на Спэрус, даже не задумываясь. Но, если у них будет какой-то разбалансированный состав, например, не приедет их связка лучших-больших, или, скажем, у них может не доехать задняя линия, хотя, конечно, у них тут много игроков на позиции разыграющего атакующего защитника, тяжело себе представить, чтобы у них вообще никто не приехал. Все-таки потому, что тут есть и Лукьянов, и Карцев, и Касаткин, ну, Головкин 2-3, наверное, да, но тоже его можно отнести к игрокам задней линии. Есть Роман Ананев, есть Евгений Апальков, есть Максим Елизаров. Это огромная заявка, да, то есть в любом случае, хочешь не хочешь, они, скорее всего, смогут тут довести игроков задней линии при большом желании. Но, тем не менее, все-таки надо учитывать тот момент, что Спэрус могут привезти где-то несбалансированный состав, и Нордстартим попробуют их на этом подловить. То есть Нордстартим точно доедут, в этом можно не сомневаться, у них точно будет стабильный доезд на эту игру. И если у Спэрус будет несбалансированная заявка, ну, например, какая у них была в матче с Айовой, где у них, ну, у них там по большим было все достаточно грустно, да, то есть только Панкращенко и Савич, там еще Савич удалился за 5 фолов, то есть им объективно где-то не хватало передней линии, плюс не самая сильная была задняя, плюс их было не очень много. Вот если у Спэрус приедет на Нордстартим состав как на последнюю игру с Айовой, это будет достаточно равный баскетбол, это будет достаточно равный баскетбол. Да, за Спэрус говорит то, что у них опытные тренеры в лице Влада Николаева, за то, что у них есть более-менее опытные игроки в составе, которые давно играют в ВБЛ по типу того же Карцева. Но за Нордстартим говорит то, что это очень заряженная команда, то, что их много игроков приезжает, то есть у них неплохая командная химия и то, что у них достаточно неплохая передняя линия. Опять же таки, конечно, они проигрывают связки Христенко и Харламов, но на прошлой игре их не было. Так что посмотрим. Здесь все напрямую зависит именно от доезда Спэрус. Привозят Спэрус основу, но они должны закрывать именно уровни своих исполнителей. Спэрус не довозят основу, это будет более-менее равный матч и там может решать фактор того, что у Спэрус все-таки чуть более опытная как организация, команда и более опытные индивидуальные игроки. Но может сказаться фактор того, что и Нордстартим просто имеет больше ресурсов и они лучше доедут на эту игру, поэтому будем посмотреть, не будем загадывать. Так, ну что, друзья, мы закончили с новой и пока что у нас как-то все скромно по комментариям. Ну, я понимаю, опять-таки, то, что это при-гейм, то, что пока еще, может быть, не все освободились после работы, но тем не менее, друзья, кто смотрит трансляцию, пожалуйста, не забывайте, что мы ждем всегда от вас активности, обратной связи, ждем от вас комментарии и ждем от вас лайки. Потому что если вы ставите лайк, вы помогаете нам продвигать нашу трансляцию, чтобы больше людей увидело в рекомендации наше видео. Ну и комментарии нужны, чтобы все-таки наш эфир был интереснее. Я всегда готов ответить на все ваши вопросы или подискутировать в комментариях. Так, давайте перейдем теперь к обсуждению матчей Кубка. Снова мы закончили. По поводу Кубка. Гоша сегодня уже проводил подкаст по кампусу. Там у нас получается четыре верхних, если я правильно понимаю, да, там то ли четыре, то ли пять верхних, даже, наверное, пять, не четыре. Там получается пять верхних групп. У нас будут играть первый матч 1-4 финала плой-офф Кубка. У нас в Кубке, как и было анонсировано перед началом сезона, получилось 13 сеток плой-офф, да, то есть даже на два, это получается на два дивизиона больше. Учитывая, что все-таки не стали пронумеровывать плой-офф Кубка, да, решили просто назвать так же, как у нас все дивизионы называются. Это получается даже на два больше, на два больше дивизиона, потому что у нас один из самых дивизионов получилось 13, да, 13 групп Кубка. И к последнему ласту добавляется теперь еще и хоуп, и бейс. Вот. И у нас, получается, в Перово в эти выходные будут проходить игры трех нижних групп. Да, это Play of Last, Play of Hope, Play of Base. И плюс еще будет одна игра из Play of Light. Я так понимаю, просто не поместилась она на авиамоторной. Матч с Peros, Roffle, Team Team Soft также будет проходить в Перово. Вот. Ну, все остальные игры, они относятся к трем нижним группам кубка. Play of кубка, если быть точнее. Дмитрий Соколов на трансляции. Привет, Кирилл, Дим, приветствую. Как всегда, рад видеть в комментариях. Ну что, давайте начнем обсуждение. Давайте начнем обсуждение. Я думаю, мы начнем с нижней сетки. По поводу формата. По поводу формата. Я думаю, наверное, что все более-менее с форматом знакомы. Но на всякий случай напомню, что у нас четвертфиналы и полуфиналы будут проходить в формате двухматчевого противостояния. Где все решается по разнице забитых и пропущенных очков. Конечно, финалы матча третье место. Это будет формат одной игры. И, как я понимаю, пока календарь остается без изменений. То есть получается сейчас две недели подряд. Вот в эти выходные на следующие как раз будет одна четвертая финала кубка. Потом у нас команды успеют сыграть полуфиналы основных дивизионов. Да, если я правильно понимаю по расписанию. Да, 21-го числа и 28-го, 29-го будут сыграны матчи одной-второй финала чемпионата. Потом у нас будут майские праздники. 5-го и 12-го мая мы отдыхаем. И уже 18-го, 19-го мая у нас уже будут сыграны полуфиналы кубка. Но там, по идее, во все капитанские чаты разослали расписание. Поэтому, я думаю, расписание все прекрасно знают. Вот. Ну, давайте перейдем к обсуждению игр. Я думаю, что мы традиционно сделаем, я постараюсь сделать прогноз на долгосрочный плей-офф всех групп, которые играют у нас, играются в Перова. Я не буду делать долгосрочный прогноз группы плей-офф Lite, потому что там все-таки все игры будут на мимоторную проходить, кроме матча с Перус и Тим-Тим. Но давайте мы начнем именно с этой игры. То есть мы начнем обсуждение матчей кубка именно с матча с Перус и Тим-Тим. Итак, это четвертый финал. Относящийся к сетке плей-офф Lite. То есть именно так называется. Ну, или номер 10. Как хотите, называйте. Назвали, опять же таки, их название этих сеток плей-офф просто для удобства сделали. Понятно, что они не имеют никакого отношения к дивизионам. Хотя пересечения там имеются. Забавно, когда команда из одного дивизиона встречается вместе. Хотя, по идее, как раз в кубковый формат предполагает того, что такое должно редко происходить. Итак, матч с Перус-Рофл и Тим-Тим-Софт. Давайте посмотрим на заявки команд. Не так удобно. Все-таки в основных дивизионах, дивизионе плюс, у нас есть заявочные листы, которые организаторы рассылают в капитанские чаты. И можно посмотреть, кто заявился в плей-офф. Ну, здесь достаточно просто. Можно посмотреть на профиль команды, зайти на профиль команды на сайте boil4people.com и посмотреть, сколько игр у игроков команды. Если у игрока есть хотя бы две игры, он в плей-офф заявился. Этого достаточно. Мы понимаем, что все, он может в плей-офф сыграть. В плюсе снова шокер ZTB. Так сказать, второй раунд. Да-да-да, мы про это вчера говорили. Мы про это вчера говорили. Как раз удивлялся, где же Дмитрий Соколов у нас на эфире. Мы про это говорили вчера. Предлагаю обсуждать сетки сверху вниз. Да, я как раз так и планировал. Тут тоже были такие листы. А где они были представлены? По крайней мере, я в капитанском чате их не видел. Не знаю, может там какая-то была рассылка уже лично капитанам. Так, давайте перейдем к обсуждению игры Team Team Soft и Sparrow's Roffle. Ну, сразу можно анонсировать это противостояние как Valera vs Valera. Да, как мне подсказал Миша Капелов, здесь действительно получается у каждой из команд есть яркий разыгрывающий, которого зовут Valera. Valera Karcev у Sparrow's, который, кстати, не просто является разыгрывающим Sparrow's. Он также является игроком частью системы Team Team, но за пределами АБЛ. Хотя и даже в пределах АБЛ он успел поиграть за Team Team. Поэтому это такой небольшой friendly fire будет. Ну и, соответственно, Валерий Снатинков играет за Team Team Soft. Так, что здесь хочется отметить? Двухматчевое противостояние по поводу того, кто успел заявиться у команды Team Team Soft Playoff. Ну, первым делом, что нас интересует, это наличие легионера. Точнее, не легионера, а усиления. И оно есть в лице Сергея Макнайта. У них есть Сергей Макнайт как усиление. И мы, конечно, понимаем, что если Макнайт примет участие хотя бы в одной из двух игр в серии, это может напрямую повлиять на эту серию. И, в принципе, если Макнайт имеет планы играть большую часть игр в плей-офф, я думаю, что это может сделать Sparrow's Team Team, может сделать чуть ли не фаворитом этой сетки. Но, опять-таки, мы сейчас не будем обсуждать с вами долгосрочную перспективу. Да, спасибо за уточнение. Сейчас, конечно, будет немножко запарно переключать плашки, но я думаю, сейчас мы это сделаем. Поменяем плашку. Так. Находим Abail Cup. Находим Abail Cup. Угу. Так. Play-off Lite. Одна четвертая финала. И Sparrow's Team Team. Да. Итак, по поводу этой… Да, как я уже сказал, мы не будем сейчас делать долгосрочный прогноз именно в этой сетке, потому что мы это будем обсуждать завтра на подкасте по Авиамоторной. Состав Team Team… Давайте я вам сейчас покажу захват экрана, чтобы было видно. Кто успел заявиться у команд. Так, захват экрана мы сделали. Сейчас мы смотрим состав Sparrow's Roffle в кубке. Главное, не перепутать их с заявку с чемпионатом. Она может отличаться. Смотрим их состав в кубке. Там в любом случае достаточно большая заявка. Есть игроки, которые, конечно, могли бы усилить команду, но они не успеют завицы плей-офф по типу того же Юрасова. Но в любом случае не успели заявить и Карцевым, и Герамовым. В последний момент, да, по две игры они успели сыграть. Ну, состав похожий на тот, который у них есть в чемпионате. По сути, классическая заявка. И разница у Sparrow's Team Team в том, что у них нет усиления. У них все игроки представлены в составе Sparrow's. Это все игроки, которые играют за Sparrow's и в чемпионате. Да, у них нет усиления. Они играют классическим составом. Ну, вот, и разница с Team Team включается в том, что у Team Team есть Сергей Макнайт. И понятно, что Сергей в любой момент может зайти, сам сыграть. И это может, конечно, кардинально повлиять на результат этой серии. Вне всяких сомнений это может очень сильно сказаться. Ну, опять-таки, формат двух матчей. Понятно, что это предполагает то, что у изначального, наверное, команды-фаворита чуть больше шансов на победу. Потому что в одной игре, как вы понимаете, все что угодно может случиться. Но формат двух матчей. Честно говоря, обе команды приятно порадовали в первом раунде. И обе эти команды, у них где-то во многом похожая судьба, почему они не прошли первый раунд. Там, конечно, были немножко разные условия. Сперус в паре с Юнион были однозначно андердогами. Тем не менее, они по ходу этого двухматчевого противостояния и в первой игре много в счете вели, и во второй игре немного в счете вели. И, в общем-то, мы сошлись во мнении с главным тренером команды Владом Николаевым, что Сперус не хватило где-то банально опыта. Где-то им банально не хватило опыта. К тому же, все-таки костяк команды сыгрался уже ближе после Нового года. И, играя против суперопытного коллектива как Юнион, им где-то просто не хватило банально опыта. В первой игре еще и тренера не было основного. Поэтому, ну, Сперус просто не повезло. Так-то они вообще очень неплохо играли в первом раунде против Юнион. У Тим Тим другая ситуация. Они выиграли первую игру. И, в общем-то, после первой половины они... По сути, они после первой половины второй игры как будто бы уже в одном шаге были от того, чтобы выйти в полуфинал. Но команда очень сильно проиграла. Очень сильно проиграла, наверное, по морали. Да, не смогла в итоге вторую плену закрыть. Проиграла, хотя уже там... Ну, они были близки к тому, чтобы выйти в полуфинал. И подобная реплика была сказана также и Максимом Соколовым, да, в перерыве как раз после второй игры, в большом перерыве. Он тоже говорил, что как будто бы Сперус подумали, что может быть, хорошая первая четверть даст команде... Ну, хорошая первая четверть дала команде уверенность в том, что Сперус уже выиграют. То есть, получается, и Тим Тим, и Сперус были в похожей ситуации во второй игре, потому что думали, что уже команда выигрывает, а они в итоге пролетели. Но это о чем говорит? О том, что обе команды находятся в хорошей форме прямо сейчас. И Тим Тим Софт, и Сперус находятся в отличной форме. Обе эти команды набрали хороший победный ход в преддверии плей-офф чемпионата и кубка. Но обе эти команды не смогли закрыть свои серии, и поэтому они сейчас будут играть только плей-офф кубка и матч за 5-8 места чемпионата. Понятно, что то, что мы говорим в контексте чемпионата, может быть неприменимо к играм кубка, потому что есть команды, которые все-таки на игры кубка делают меньше акцента и делают больше ставку на игры чемпионата. Если вот мы говорим про Тим Тим и про Сперус, то мне кажется не сказать, что у этих двух команд прямо прослеживалось то, что они немножко подзабили на игры кубка. Все-таки у Тим Тим тот же Макнайт играл, и у Тим Тим и у Сперус были неплохие яркие победы в кубке, поэтому я думаю, что они должны быть заряжены. Ну и к тому же плей-офф уже идет, и матчи против сильных соперников, тем более есть возможность у всех команд, кто вышел в плей-офф, а это все команды, кроме Виланс, получается, есть возможность у всех команд выиграть что-то. То есть получается те команды, которые выигрывают плей-офф кубка, пускай даже, допустим, это будет, не знаю, там 12-я или 13-я группа, они в любом случае получат кубок. Не знаю, будут ли перстни для всех, нам будут спросить у организаторов, но на любом случае получат кубок, получат медали, это действительно так. Вот поэтому мотивация должна быть хорошей у обеих команд. Ну, если говорить про эту серию, то, блин, даже не знаю, даже не знаю, кого фавориты у нас будут в этой серии, честно говоря, проблематично. Ну, конечно, если у Тим Тим будет Макнайт играть, это будет жестко, и тут с Перус нечем крыть, если ему будет Макнайт играть у Тим Тим. Насколько будет Сергея самому интересно играть, и хочет ли он ценой собственной игры, чтобы команда все-таки прошла дальше, учитывая, что он все-таки позиционирует себя больше как тренер, а не как игрок, это, конечно, вопрос. Поэтому, если Макнайт не будет играть, то серия должна получиться более-менее равной. С одной стороны, с Перус играли на более конкурентном уровне, чем Тим Тим, весь сезон. Понятно, что Роффа по уровню выше, чем Софт, но, с другой стороны, Тим Тим удивляли и в кубке, удивляли и в чемпионате. Это единственная команда, которая Яконца обыгрывала. Так что я бы не сказал, что Тим Тим, как команда, в плане организации, в плане индивидуальной уровня игры, с Перус где-то значительно уступает. Я бы так не сказал. Мне кажется, в плане персоналей, в принципе, команды у меня на одного уровня. Не знаю, где с Перус объективно сильнее. И почему не сказать, что с Перус имеет какое-то преимущество в плане скорости игры или антропометрии. В матче с Юнион, в серии с Юнион, мы говорили, что у Сперус было преимущество по габаритам. У них достаточно габаритная команда. Но, как будто бы с Тим Тим это не будет работать. Как будто бы с Тим Тим это не будет работать, потому что у Тим Тим, у самих команды габаритная. Может, у Тим Тим не такая габаритная задняя линия. То есть, может быть, с Перус могут немного поддавить на периметре за счет габаритов того же Цветкова, условно говоря. Но, в целом, Тим Тим очень габаритная команда. И под кольцом они точно с Перус не будут проигрывать. И мы знаем, что сильная сторона с Перус это то, что они умеют играть в высоком темпе. Мне кажется, что Тим Тим этим особо не испугаешь. Ну и, кстати, будет преимущество у Тим Тим по крайней мере в первой игре. Я не знаю, где будет проходить ответ на игра, но поскольку первый матч будет первого проходить, это небольшое преимущество в пользу Тим Тим. Все-таки с Перус в Роффе выиграли весь сезон авиамоторный. Так что это однозначно может быть небольшое преимущество для Тим Тим в этой серии. В первом матче, по крайней мере. И они могут попробовать этим воспользоваться, этим заделом в первой игре. Ну, опять же, обе команды могут быть немножко на дизморале. Да, из-за очень обидного поражения в четвертьфинале чемпионата. Но если команды не будут в тильте, обе команды будут заряжены, я, честно говоря, затрудняюсь ответить на кого-то ставить. Вот здорово, что у нас, конечно, плей-ф кубка стартовал. И теперь у нас нет простых ответов на вопрос, кто же фаворит. Потому что, действительно, почти в каждой паре у нас будет такое прям близкое противостояние на бумаге. Но, понятно, что многое будет зависеть от доезда. Куда без этого в любительском баскетболе, без этого никуда. Даже не знаю, на кого тут поставить в этой серии. Но если хотя бы в одном из двух матчей будет принимать участие Сергей Макнайт, я бы поставил на Тим Тим. Но если Макнайт не будет играть, то надо, конечно, по факту смотреть. Уровень, да, Сперус, их форма, которую они набрали уже после Нового года, действительно впечатляет. Но при этом не стоит недооценивать Тим Тим. Тим Тим, конечно, очень мощную систему в защите построили. Да, и в нападении достаточно стабильны. Конечно, в серии против Firestar им явно не хватило задействования своих больших игроков. Но Сперус, по идее, хорошие, большие. Ну и правда, Юрасова они здесь не заявили. Все-таки в серии против Union Юрасов играл. А здесь они Юрасова не заявили. И поэтому может быть чуть-чуть сложнее по большим. И, кстати, помимо того, что здесь отсутствует Юрасов, здесь еще отсутствует, по-моему, еще один большой у них. Ну смотрите, сколько вообще больших у Сперус сейчас заявки числятся? Василий Кострикин раз. Георгий Иванов. Ну, не знаю Иванова вообще, насколько можно считать игроком передней линии. Наверное, ну в целом да, окей. Иванов два. Мазуренко три. Ну и как будто бы все. Как будто бы у них три больших, да. То есть Юрасов не заявился. И Масленников тоже не заявился. То есть у них только три больших меньше, чем было представлено в чемпионате. Как будто бы это тоже преимущество в пользу Team Team. Да, то есть как будто бы у Team Team чуть больше ресурсов представлено на позиции передней линии. Короче, посмотрим. Очень близкая серия. Несмотря на то, что Сперус играет в более высоком дивизионе, лично для меня они не являются фаворитами в этой серии. На мой взгляд, примерно шансы 50 на 50. Если будет играть Макнайт, для меня Team Team фавориты. Если Макнайт не будет играть, ну посмотрим. Я думаю, что шанс 50 на 50 будет очень интересная серия. Наверное, обидно быть единственной командой, не вышедшей в плей-офф Кубка. Ну, я не знаю, какая там вообще договоренность и как так получилось. Потому что там, кстати, можно сразу про это сказать. Ну ладно, сейчас мы до этого еще дойдем. Я расскажу, когда мы до этого дойдем. Ну ладно, не суть важна. Короче, здесь ждем очень интересную серию. Опять же это относится к плей-офф Лайта. То есть это по идее относится к группе Кубка, которая у нас в плей-офф группе Кубка, которая по идее проходит на авиамоторной. Но эта игра будет сыграна в эту субботу в Перово. Не перепутайте. Окей, мы закончили с обсуждением этой игры. И можем переходить теперь к обсуждению других сеток плей-офф. Там три сетки у нас. Давайте посмотрим, кто на кого выходит. Какое у нас там расписание и так далее. Так, начнем мы тогда. Действительно, я согласен с Димой Сколовым, что можем начать сверху вниз. Начнем мы с плей-офф Ласта. Давайте я тоже через захват экрана вам покажу. Сейчас только я тоже флашку поменяю сразу же. Будем идти не по расписанию, а будем идти туда сверху вниз, чтобы было удобней. Будем идти сверху вниз. Кто на кого выходит и так далее. Так, плей-офф Ласт. Одна четвертая финала. И так, погнали. Первая пара. Первая пара. Так, сейчас я вам покажу захват экрана, сетку плей-офф. Потом будем смотреть, какие составы у команд. Что тут интересного можно сказать. Итак, плей-офф Ласт у нас. Четыре финальные пары. Маркет Голден Иглс из Софта встретится с Алабамой из Бейта. Шокерс из Рофл против Артикула 2-0 из Изи. Ничего себе, конечно, да. Команда из Изи скатилась, да, аж в предпредпоследний дивизион, да. Это получается в 11-й посиле. Неожиданно, конечно. Олдскул Бейт играет с Айовы. Бейт тоже, конечно, сильная пара. И Хаск играет с Восходом. Нормально, да? Тут команда из Бейта, команда из Рофл, команда из Изи. И тут такая пара двух команд из Ласта. Особенно Хаски, которые сейчас не в обиду будет сказано. Немножко подразвалились. Это, конечно, немножко контрастирует. А вам не кажется, что сетка Ласта посильнее будет, чем сетка Лайта? Ну, вот если так объективно посудить, мне кажется, что не считая последней пары Хаски-Восход, как будто бы первые три пары это практически сильнее, чем любая пара Лайта. Вам не кажется так, а? Ну, это, конечно, спорно утверждение, учитывая, что в Лайте есть команда из Лава, но это отдельная история. Короче, достаточно сильная, получилась группа. Мне кажется, что очень большая будет разница в уровне между одиннадцатой группой плей-офф и двенадцатой группой. Разница, мне кажется, очень значительная. Плей-офф Ласта очень сильный. Кроме Хаски-Восход, тут прям пары очень серьезные. Особенно, конечно, Шокерс-Артикул. Это, конечно, сильно. Так, ну, мы начнем с… Будем идти не по расписанию, а будем идти по сетке сверху вниз. Будем идти по сетке сверху вниз. Начнем мы тогда обсуждение с игры Марки Голден Иглс и Алабама Бэйт. Шокерс-Артикул – это репетиция финала МХО. Ну, честно говоря, судя по тому, как Шокерс сыграли свой матч чемпионата, да, как они сыграли серию против DTB, я бы так не стал говорить. Меня, конечно, Шокерс очень сильно расчаровали, но потенциал у этой команды, конечно, и правда очень высокий, но как будто бы они не себя этот потенциал реализуют. Сейчас мы дойдем еще до Шокерс. Сейчас мы начнем с обсуждения матча Марки Голден Иглс и Алабама Бэйт. Ну, что хочется отметить. Конечно, есть команды, у которых сейчас был достаточно продолжительный период простоя. Например, у Алабамы. Алабама не играла, получается, аж с какого момента времени? Алабама не играла аж с 25 февраля. Считайте сами. Они не играли больше месяца. То есть, получается, команда в простое находилась там 5 игровых недель, если я правильно посчитал. Это очень много, потому что Алабама не вышла у нас с плей-офф чемпионата, и поэтому они пропускали четвертьфинальную стадию. Это значит, что команда все это время отдыхала. Дай бог, чтобы они тренировались. Потому что если они не тренировались, то, конечно, это, конечно, скажется на их игровых кондициях. Поэтому тут у меня большие сомнения на тему того, в какой форме находится Алабама. В принципе, тренировки у Ивана Ельскина проходят по расписанию, поэтому если большая часть состава на тренировки ходила, в целом окей. Но тренировки не равно игра, да, и поэтому если Алабама не играла какие-то там товарищеские матчи, то, конечно, навряд ли команда находится в хорошем тонусе. И в этом у них есть разница с маркетами, потому что маркеты играли четвертьфинальную серию, достойно закончили свою основную сетку плей-офф, пускай проиграли на УБУМ, но вторую игру провели очень достойную, хороший состав подвезли, неплохо смотрелись и хоть и в итоге уступили в серии, но в любом случае они хотя бы играли эти оба матча, в отличие от бульдогов. По поводу заявок команд. У маркетов здесь нет усилений, они играют таким же составом, какой у них представлен в чемпионате. И разница в том, что они не успели Козлова заявить, кстати, да, у Тимура всего одна игра. На самом деле это существенная потеря. Тимур – это очень сильный игрок, да, причем это не просто игрок, это еще и тренер, это игрок, который может, если что, поделиться своим опытом, да, и подсказать там по игре и так далее. Но в любом случае Козлова они не успели плей-офф заявить. Я думаю, что это не конец света. Заявка очень обширная у маркетов, но просто как фактор того, что один опытный, сильный игрок, который может решать сложные матчи, он не успел заявиться плей-офф кубка. Если мы говорим про Лабаму Бейт, то вот у них как раз тут, по идее, должны быть усиления, кого они успели заявить. Иван Еськин есть. Есть Иван Еськин, который не может играть за Лабаму в Бейте в чемпионате, но вполне может играть в плей-офф кубка. И вот это усиление – это, конечно, фактор. Наличие Ивана Еськина однозначно это очень серьезно. Вот Еськин, да, Еськин – это фактор. Если Еськин приедет хотя бы на одну из игр или на обе игры, то это, конечно, будет фактор однозначно в пользу бульдогов. Этот момент надо учитывать, потому что мы понимаем, что в любом матче Иван Еськин с медальными бросками может значительно повлиять на исход игры или серии. Поэтому маркетам это надо закладывать в голове. Если Еськин не будет принимать участие ни в одной из игр, конечно, маркетам будет попроще в защите, потому что в отличие от состава от состава бульдога в дропе Алабама в бейте гораздо меньше несет угрозу дальним броском. Гораздо меньше. Да, есть игроки, у которых может пойти бросок, но не забываем то, что матчи будут проходить в Перово. А это значит, что это преимущество для маркетов, потому что они в Перово играют весь сезон, а Алабама играет на Авиамоторный второй год подряд. Этот состав Алабама играет второй год подряд на Авиамоторный. И у того же Филькова, например, есть опыт игры в Перово, но это не то же самое, что Авиамоторный. Там у него бросок, мне кажется, хуже летит, чем Авиамоторный. Поэтому тут, конечно, опция дальнего броска не так опасна, как у того же состава бульдогов в дропе. И Ескин, безусловно, конечно, это фактор. Вообще где-то можно обе эти команды сравнить между собой, но мне кажется, между этими командами больше различий, чем сходств. Все-таки у маркетов по большей части сочетание опыта и молодости, так как бульдоги, это по большей части команда все-таки именно такая уже опытная, зрелая. У них не так много молодых игроков в составе, в отличие от маркетов. Плюс все-таки маркеты традиционно проповедуют, наверное, более быстрый стиль игры. И в отличие от бульдогов, за счет, опять же, того, что у них много молодежи, они могут активно использовать прессинг и играть через быстрые прорывы, тогда как Алабама играет больше позиционку. Плюс маркеты, мне кажется, даже будут больше заточены на дальний бросок, чем бульдоги, если не будет Ескина. Так что как будто бы много различий в игре обеих этих команд. Ну и, несмотря на то, что бульдоги из бейта, так же, как и в паре команд с Перлос, Роффл и Тим Тим Софт, я бы не сказал, что команды из более высокого дивизиона фавориты. Конечно, есть кинета X-фактор в любом случае. И если Ваня будет играть, это может стать фактором. Но есть у меня ощущение, что очень заряженные маркеты, потому что я думаю, что они были очень заряжены, хоть они и уступили на Абум, но было видно, что они прям собрались на вторую игру, привезли хороший состав, и видно было, что команда не просела морально после разгромного поражения в первом матче. Я думаю, что заряженные маркеты могут тут удивить своим желаниям бульдогов, которые целый месяц не играли в баскетбол, ну, по крайней мере, официальные матчи. С точки зрения, наверное, сыгранности и опыта, и наличия Ескина, возможно, бульдоги фавориты. Ну и к тому же все-таки они играли против более сильных соперников. Но, с другой стороны, именно фактор наличия игрового тонуса у маркетов плюс стилистически, опять же таки, бульдоги, достаточно удобный для них соперник, потому что все-таки команда возрастная, не супербегущая, и маркеты могут их придушить прессингом, плюс то, что еще и будет матч проходить в Перова, это уже преимущество за маркетами. Поэтому здесь тоже, как и в случае с парой с Перу, с Тим-Тим, многое будет зависеть от того, будет ли играть усиление в лице Ескина. Если Ескин не будет играть, серия очень равная, и все-то мне подсказывает, что маркеты могут закрыть. Но если Ескин будет играть, это может стать фактором, потому что любой из двух игр он может зарешать. Его там 5, 6, 7 трехочковых за игру могут закрыть серию, посмотрим. Но это будет очень интересная серия, безусловно, и ярко выраженного фаворита здесь нет, даже несмотря на то, что команды представлены в разных дивизионах. Так, давайте двигаться к следующей игре. Напоминаю, что мы идем сверху вниз, не по расписанию. И следующая пара команд, это как раз та самая репетиция финала, по мнению Дмитрия Соколова. Матч между командами Шокерс и Артикул 2-0. То есть команда, которая представляет у нас дивизион Роффл и дивизион Изи, соответственно. Ну, действительно, удивительно, конечно, что обе эти команды, особенно Артикул из Изи, удивительно, что они упали так низко, упали в 11-ю группу. Но, во-первых, не забывайте формат. Не забывайте формат. Если бы учитывался процент побед, а не занимаемое место в группе, то, может быть, эти команды были бы и повыше. Потому что у нас есть, например, команд, которые могли одержать больше побед по проценту, чем, допустим, какие-нибудь другие команды. Но из-за того, что они в своей группе были ниже, они в итоге падают в более низкую сетку плей-офф. Не забывайте этот момент. Ну и к тому же у каких-то команд изначально группа-кубка была посильнее. Так что это тоже на момент надо учитывать. Но в любом случае обе эти команды выходят друг на друга. Давайте посмотрим на то, какие успели они сделать заявки. Начнем мы с Шокерс. У Шокерс, как я понимаю, нет усилений. Они играют таким же составом, какой у них заявлен в чемпионате. Разница в том, что они не успели заявить Лебедева, не успели заявить Муручкова. И Дмитрий Соколов тоже не успел заявиться. Дима там заболел, пропустил матч. И в итоге он не успел заявиться вместе с командой. Хотя, как я понимаю, планировал. Это обидно. Но я думаю, что в целом окей. Хотя, конечно, отсутствие Лебедева и Муручкова, которые на последние игры команды приезжали, это фактор. То есть, если у команды будет какой-то недоезд, минус два игрока ротации, которые приезжали на матчи плей-офф чемпионата, это серьезный фактор. Это серьезный фактор. Но, по идее, заявка большая. Я думаю, что Лимон в случае все-таки Шокерс хотя бы человек 8-9 на матчи, наверное, будут собирать. Но это не точно. Заявка команды «Артикул 2.0». Что здесь есть интересного? В принципе, тоже более-менее базовый состав. Ничего такого необычного. Артур Герасимов будет за команду играть, что интересно, конечно. Хороший состав. Хороший состав. В принципе, все окей. Величко не успели заявить, наверное, из-за обидного. В остальном ничего страшного. Странно, что некий Шклима не успели заявить. Вроде бы он уже давно в команде. Но я думаю, отсутствие Величко – это не проблема. С точки зрения ресурса, как будто бы больше. Больше игроков у «Артикула». Ну и состав у «Артикула», если мы объективно будем говорить, наверное, все-таки посильнее будет. Поэтому, наверное, «Артикул» и как команда, играющая в «Изи» и имеющая сильный состав, как будто бы «Артикул» фавориты в этой серии будут. Но я бы сказал, что обе эти команды, они достаточно сильно отличаются стилистикой игры. «Шокерс» – все последние свои игры чемпионата и плей-офф, да, и регулярного сезона, они славились своей защитой, своей вязкой игрой, да, наверное, отсутствием большого количества быстрых атак, да, и они славились именно этим. «Артикул» – это прямая противоположность. «Шокерс» – это команда бегущая, они тренируются активно, и, как я понимаю, они добавляют, да, в актив своей команды какие-то комбинации, взаимодействия. Но все-таки преимущественно эта команда старается играть быстрый баскетбол, старается играть run-and-gun, да, и тем более у них для этого есть элитное оружие. Артур Герасимов на уровне дивизионов тех, которые не играются в кампусе, да, то есть на уровне там дропа, на уровне рофф, лбейта, и тем более на более низких уровнях. Артур Герасимов – это имба 100%, да, то есть игрок, который в раннем нападении может за игру спокойно очков 30-40 забить, тупо убегая в отрывы, да. Да, причем Герасимов в этом сезоне прокачал дальний бросок, и он у него находится на элитном уровне, поэтому если вы играете от прохода и оставляете ему много свободного пространства, он вас может за это наказать дальним броском. Так что то, что Герасимов вернулся за артикул – это фактор. И учитывая, что все-таки действительно второй артикул у нас играет в самом высоком дивизионе основном, конечно, объективно артикул должны считаться фаворитами всего плей-оффа, да, в этой сетке группы. Я думаю, что это действительно так. И, ну, за шокерс говорит действительно то, что у них достаточно ресурсная команда, то, что у них неплохой сбалансированный состав, и то, что они могут попробовать навязать борьбу артикулу. Но, честно говоря, есть у меня вопросы по тому, как они будут сдерживать Герасимова. То есть, во-первых, кто это будет делать? Потому что Артур достаточно габаритный баскетболист, у него хорошая антропометрия, он атлетичный, поэтому недостаточно будет против него поставить какого-то быстрого игрока. То есть, мне кажется, если поставить против него какого-нибудь маленького, там того же Тулинова или Кузаева, ну, Герасимов может попробовать продавить. Это возможно, да. Поэтому я даже не знаю, кто против Герасимова будет защищаться. К тому же не забываем, что там может и Мухин играть, и против Мухина будет тяжело играть. Ну и к тому же шокерс в некоторых матчах Рофл где-то могли выигрывать за счет своих габаритов под кольцом, потому что у них есть хорошие и большие, да, и Каслов, хотя объективно у Дмитрия там, может быть, не самая выдающая статистика за команду, и Саксин. Но в матч против Артикула это как будто бы не очень работает, потому что у Артикула хватает габаритов под кольцом. Да, есть Дмитрий Харитонов, есть Никита Астахов. Здесь, наверное, все-таки поменьше представлено, больших, чем они успели завидеть в чемпионате. Но хватает игроков передней линии. Тут и Чеплыгина не успели заявить, и у Сенко. Короче говоря, там по габаритам Артикул точно шокерс не уступит. Ну, как будто бы Артикул здесь, как ни крути, фавориты. Вот я пытаюсь прочитать моменты для шокерс. Понятно, что это любительский баскетбол, недоест, отсутствие мотивации, не полетел бросок, всякое может случиться, да, безусловно. Но как будто бы, вот если так вот в вакууме рассматривать заявки обеих этих команд, как будто бы я не вижу тут прям супервариантов для шокерс. Но по идее потенциал у этой команды высокий. Опять же таки, команда сыгранная, более сыгранная, чем Артикул. Команда опытная, команда, которая, безусловно, умеет играть в хорошую защиту. Но все-таки они играли в рофл весь сезон, да. И если мы говорим в плане индивидуального уровня игры, кроме Тулинова, вся остальная команда в среднем по уровню уступает Артикулу. Не на всех позициях, но преимущественно уступает. Поэтому Артикул индивидуально сильнее. Плюс, опять же таки, стиль игры Артикула, бегущий баскетбол, да, для шокерс не самый комфортный. Плюс, помимо того, что Артикул – бегущая команда, они еще и габаритные. И вот тут шокерс могут просесть на задней линии. Поэтому, как будто бы для меня Артикул – фавориты. Но у шокерс, по идее, и хороший опытный тренерский штаб, более опытный, чем у Артикула, да. У Артикула все-таки очень молодой тренерский штаб. У них более опытный тренерский штаб, у них более сыгранная команда. Я думаю, что если они грамотно тактически к этой серии подойдут, у них шансы будут. У них будут шансы остановить Артикул. Не все так очевидно. Но Артикул для меня фавориты. Причем, даже если бы Артикул не успели заявить Артуру Герасимову, которую я, кстати, приветствую, я бы снов поставил бы, наверное, на Артикул в этой серии. Но, на мой взгляд, была бы очень близкая серия. Но Артикул, конечно, вместе с Герасимовым выглядит какой-то командой немножко имбалансной для этой сетки. Не, я не планировал в Кубке за Шокер заявляться. А, понял, окей. Вовремя залетел, я не приеду, с Пивозаврами буду чилить. Ну, насчет чила, конечно, спорное утверждение. Понятно. То есть, ты не приедешь на эту игру? Это насколько можно двереть словом? Я бы не стал двереть словом, не стал бы двереть Артуру Герасимову. Так, а когда у нас Пивозавры, кстати, играют? Вот, интересненько. Сейчас посмотрим. Так, это у нас Харт, да? Куда у нас Пивозавры успели заявиться? Не Харт. Это Лав. Ничего себе. Да, матч в одно время будет проходить. Вот тут как раз и несостыковочка-то идет, да? Несостыковочка идет, накладка. Матч будет проходить. В одно время будут игры проходить. Да. Вряд ли Артур Герасимов сможет разделиться на две части. Но это фактор. Это фактор. Безусловно, это фактор. И без Герасимова для Шокерс открывается больше возможностей. На первую игру. И если они первую игру заберут, очков там 5, 7, 10 или больше, это, безусловно, будет фактор в этой серии. Но все равно я, наверное, поставлю на артикул. Я все равно поставлю на артикул. Но без Герасимова, конечно, я бы сказал, что шансы выравниваются. Выравниваются. Но эта первая игра будет еще ответная. Поэтому там поглядим. Так, давайте двигаться к следующей встрече. Мы идем сверху вниз. И следующими у нас играют команды Old School и Ayova. И обе эти команды представляют у нас один и тот же дивизион в основных мужских дивизионах. Как я уже говорил, такие пересечения у нас имеются. Прикольно. Заявок пока нет у предварительных. Давайте посмотрим, кого команды успели заявить. Ну, конечно, Old School состав просто бешеный. Если мы говорим про того, кого они успели заявить в плей-офф чемпионата. А что они с кубком? Алексей Авдеев. И это, кстати, дополнение. Потому что Авдеева нет в плей-офф чемпионата. А в кубке он есть. Но, правда, Алексей сейчас на травме. Поэтому, как будто бы, знаете, в данном случае это как мертвая душа. Потому что вроде бы он есть заявки. Но, как будто бы, наверное, команда на него не рассчитывает. Я так понимаю, что он травмирован сейчас. Зорин есть. Перевышин есть. Григорян есть. Шехова не заявили. Есть Бондарев на центре. Есть Егорычев, кстати. Это тоже дополнение. Его нет в чемпионате. Именно в составе Бейта, насколько я помню. Шамиль Лиманов, Дмитрий Титов, Тимур Инаятов. Ну что, очень хорошая заявка. Очень хорошая заявка. Обидно, что Авдеев на травме. Потому что это отличное дополнение. И он бы, конечно, помог на передней линии. И это важно против Айовы, у которых много больших. Но состав в любом случае супер заряженный. Пускай даже Авдеев, скорее всего, не будет доступен команде из-за травмы. Состав супер заряженный. А что у нас с Айовы? Кем они представлены у нас в плей-офф Кубка? И у них, насколько я знаю, есть усиление. Так, Харитонов, Иванов, Бондаренко, Бабылев, Казначеев, Сдутов. Так, Сдутов является усилением, по идее. Да, он же успел там сыграть несколько матчей за Айову в Лав Кубке. Поэтому Сдутов является усилением. Горочков, Трофимов, Талонов, Прокофьев, Герасимов, Голованов, Зайцев является усилением. Терских, Дворянский, Литовка, Тетин, Беженцев, Захряпин. Ага. Ну вот, два усиления у них есть. Играть может только одно. Да, поэтому там надо будет решить, кто это будет. Будет Зайцев или Сдутов. Ну, вообще, конечно, состав интересный. Конечно, на первую очередь бросается в глаза. Это передняя линия. Да, очень много тут игроков на позиции 4-5 номера в заявке у Айовы. Конечно, если еще и второй, если усилением будет Зайцев, а не Сдутов, конечно, тут у Айовы очевидный перекос в пользу больших, а не в пользу маленьких игроков. Да, это надо учитывать момент. Вот, ну, конечно, в чемпионате обе эти команды немножко разные по уровню. И не зря Old School вышли в плей-офф чемпионата, и они уже вышли в полуфинал, тогда как Айова, к сожалению, отдыхала большую часть времени. Поэтому, если мы говорим в вакууме про команду Айова в кубке, точнее в чемпионате, они последний период времени были в простое, да, то есть они тоже у нас не играли с 10 марта, они не играли, да, то есть, получается, они пропустили почти целый месяц. Но при этом надо все-таки учитывать, что отдельные игроки, они представлены в составе Roffle, плюс, возможно, какие-то другие команды еще играют, поэтому там отдельные игроки, они имели какую-то игровую практику, там тот же Казначеев играл за Айову вновь, да, но все-таки, как команда, конкретно этот состав последний месяц отдыхал, то есть ситуация такая же, как и у Лабамы. Они могли активно тренироваться, но навряд ли они имели много игровой практики в официальных играх. Это тоже фактор в пользу Old School, который весь месяц играл, и, ну, объективно, Old School сильнее состав. Я даже не знаю вообще, кого выгоднее Айове на эту игру привозить как легионера, ну, точнее, как усиление. С Дутов, очевидно, даст больше импакта в нападении, чем Зайцев, это понятно. И вообще, конечно, тут, наверное, было бы неплохо побольше игроков в задней линии привести на Old School, потому что Old School неприлично сильный периметр, неприлично сильный. Шехов перевышен, Зорин. Ну, там, конечно, надо постараться всех уместить, то есть не получится прям всех-всех-всех уместить, но, по идее, смотрите, Шехов не является усилением и не является легионером. То есть они могут, по идее, в одном матче заявить и Зорина, и Перевышина, а он тоже, по-моему, не является легионером, и Егорычева. Ну, в общем, там, конечно, очень конкретная такая заявка. Единственное, что, по-моему, Витязева они не успели заявить, да? Вот вроде бы мы смотрели заявку Old School, вроде бы Old School не успел Витязева заявить, как будто бы это все-таки немножко бьет по перспективам Old School. Короче говоря, то есть у Айовы может быть преимущественно под кольцом, особенно если они Зайцева, как усиление будут использоваться в этом матче, как будто бы у Айовы может быть преимущественно под кольцом, у них, наверное, более габаритный состав, но при этом тут настолько, да, не контрится периметр Old School, то есть периметр Old School – это очень сильный состав, но это не уровень бейт вообще ни разу, и я не представляю, как Айове тут в защите играть, то есть для Харитонова, для Сдутова, если он приедет, для Талонова это будет сверхзадача – остановить соперника под кольцом, как будто бы у Айовы не хватит ресурса, то есть Шехов – это просто какой-то имбалансный игрок, он в сумасшедшей форме находится, при этом еще и перевышен, есть Зорин, есть Егорычев, очень сильная задняя линия Old School, я даже не знаю, то есть у Айовы сильная сторона – это периметр, точнее, это передняя линия, и если они на эту игру Зайцева привезут, значит, у них еще больше будет силы под кольцом, да, Зайцев может очень неплохо играть в роли рим-протектора у себя под кольцом, но в нападении все-таки есть, ну, во-первых, и сам Зайцев с его трешками, во-вторых, это может быть и Андрей Иванов, и Валерий Казначеев, Александр Карачков, коллективными усилиями, они могут здесь неплохо оказать сопротивление сопернику под кольцом, но, конечно, в плане игры в защите на периметре, я думаю, что тут шансов у Айова будет очень немного, поэтому если Old School будет заряжен и будет привозить состав, как будто Old School в этой серии фавориты достаточно серьезные, хоть и команды, представленные из одного дивизионного чемпионата, мне кажется, в данном моменте, в данном случае, как будто бы шансов будет очень немного, как будто бы шансов будет очень немного, и фаворитом является Old School, но у них объективно очень сильный состав, то есть это команда, которая по уровню своего состава выделяется, наверное, на фоне любой команды, представленной именно в чемпионате, да, мы сейчас говорим именно про дивизион бейт, сейчас не про кубок говорим, потому что все-таки заявка практически один в один у Old School, поэтому я бы здесь поставил в этой серии на Old School, но, возможно, какое-то усиление из Айова и сыграет. Итак, заключительная пара команд, Хаски встретятся с восходом, давайте посмотрим на заявки обеих этих команд, ну, как я уже говорил, это, конечно, прикольно получилось, то, что у нас первые три пары это сильные команды, представляющие сильный дивизион, а тут играют команды из Ласта, да еще и, если мы говорим про Хаски, у которых сейчас не все гладко составом, у Воскода все более-менее неплохо. Давайте посмотрим на заявки, ну, у Хаски, кстати, хочется отметить, что Хаски в кубке не равно Хаски в чемпионате, и они, по идее, могли бы тут состав-то посильнее привести. Если за них не могут играть в чемпионате Андрей Филиппов, то здесь он может сыграть за команду, но, как я понимаю, Андрей на травме, да, в любом случае не поможет, хотя было бы неплохо, если бы Филиппов приехал. Ну, в общем, если мы не берем в расчет наличие Андрея Филиппова, ну, кстати, Иван Кольцов, он, по-моему, не успел заявиться в чемпионате, но успел заявиться в плей-офф кубка. Вот это, кстати, интересное подписание для Хаски. Вот если Кольцов будет, это фактор, потому что это спортшкольник, уже достаточно зрелый, имеющий очень хорошую антропометрию, и при этом, наверное, имеющий маленькую, пока не супербольшую сыгранность вместе с партнерами по команде из детской лиги, да, там с Дмитрием Краилиным, например, или, может быть, с Медведевым, или с Каменским, так что вот добавление Кольцова в состав, это интересно, и, в принципе, наверное, здесь все-таки заявка чуточку побольше, чем плодов чемпионата. Возможно, не в шестером они будут приезжать, бедные. Это хорошее подспорье. Вот наличие Кольцова – это прям такой X-фактор небольшой. По поводу восхода. Ну, у восхода, конечно, здесь все очень неплохо. По-моему, у них заявка совпадающая с чемпионатом. Особой разницы нету. Все более-менее стабильно. Все успели в подвале матчей больше сыграть, но вроде бы состав такой же, как на чемпионат. Я разницы здесь особо не вижу. Заявка большая, заявка внушительная. Но, конечно, прямо сейчас, если мы говорим про игровую форму обеих этих команд, конечно, прямо сейчас восход выглядит предпочтительнее. Сто процентов, да, потому что восход приезжает стабильно на матче, они находятся на ходу, они прошли… Так, сейчас, получается, мне надо поменять плашку. Они прошли сильного соперника достаточно. Они прошли Айову из ласта в плей-офф, да, и команда находится на ходу. И Даниил Давыдов, и Павел Иванченко, да, их основные большие. Они находятся в отличной форме, особенно если мы про Давыдова говорим. Так что это как будто бы делает фаворитами у нас именно представителей команды восход. У Хаски, наоборот, все плохо с точки зрения доезда. Они провели серию против Мельборна в шестерон, да, и первую, вторую игру они помогали всего лишь с одной заменой, максимум с двумя. И там не было Кольцова, он не заявился вместе с командой на плей-офф. Я не думаю, что Кольцов – это настолько игрок какого-то фантастического уровня, что он на уровне взрослых команд прям будет решать. Но мне кажется, что в плане потенциала игры, скорее всего, Кольцов – это сильнейший игрок периметра в составе обеих команд. Все-таки у восхода, несмотря на то, что у них хорошие маленькие, да, Петропавловский, безусловно, я думаю, очень сильно прибавил, играя весь сезон, получая много игровой практики. Да, все-таки, если в том году Петропавловский получал не так уж много времени и не так много играл за команду Fireball, то в этом году Петропавловский является ключевым игроком на периметре у восхода, да, и Петропавловский, и Миронов. Они много времени играют. Плюс, не забываем, что хорошее подписание в лице Павла Дурандина, и Дурандин добавляет этой команде опыта на периметре, чего не хватало до прихода Дурандина. Но все-таки, наверное, с точки зрения именно персонального скилла игрока, как будто бы Кольцов – это сильнейший игрок периметра, и если Хаски будут играть, да, через свою заднюю линию, может быть, что-нибудь у них и выгорит, может быть. Но объективно в плане больших игроков тут, конечно, Хаски проседают. Я не представляю, что им нужно будет сделать, чтобы закрыть и Давыдова, и Иванченко. Два больших, которые умеют и под Кольцом играть, при этом еще и обладающие броском, да, наверное, Давыдов чуть более стабильным, но Иванченко в этом году разбросался и демонстрирует, что у него неплохой дальний бросок имеется. Ну, то есть это очень удобная связка, когда у тебя один большой бросающий, второй играющий через Краску, и они могут меняться, и Иванченко, и Давыдов. Вот, поэтому тут, конечно, будет тяжело Хаске справляться с такой угрозой в виде двух башен у Восхода. Вот, но наличие Кольцова в этой серии может какой-то внести все-таки баланс в пользу Хаски. Ну, я думаю, что у вас ход фавориты. В любом случае, конечно, это не самая сильная пара в этом плей-офф. Ну, и давайте перейдем теперь уже к долгосрочным прогнозам. Как обычно, Гоша сегодня это говорил на подкасте по кампусу, да, если бы мы делали ставки, ставили бабки, да, мы бы, наверное, вместе с Гошей бы разорились, делая прогнозы, потому что это дело очень неблагодарное. Итак, давайте посмотрим на еще раз сетку плей-офф Last 11 группы. Я попробую сделать прогнозы, не буду сейчас прям подробно объяснять, мы уже все матчи разобрали. Итак, Маркеты Алабама я рискнул поставить на Маркетов. Мне симпатична эта команда, плюс все-таки месячный простой Алабама, даже больше, чем месячный, как будто бы может делать фаворитом Маркетов. Я поставлю на Маркетов здесь. Шокер с Артикул я поставлю на Артикул, хотя отсутствие Герасима в первой игре – это фактор. Но я поставлю на Артикул, мне кажется, у них слишком сильный состав. Олдскул Бэйт Айова я поставлю на Олдскул, по такой же причине состав Олдскулу не контрится. Хаски – Восход, я поставлю на Восход. Напоминаю, что формат двух матчей, да, и в полуфинале тоже, а вот в финале третье место – одна игра. Полуфинал – Маркеты против Артикул я ставлю на Артикул, Олдскул против Восхода я ставлю на Олдскул, в матче третье место – Маркеты против Восхода я ставлю на Маркетов, и вот финал – Олдскул против Артикула – это будет очень крутая игра. Это будет очень крутая игра, если будет, конечно, этот финал, потому что, опять же, я могу ошибаться. Вот, ну, слушайте, да, вот это, вот тут, конечно, так вот сразу и не скажешь. Тем более одна игра. У Лудскула просто, конечно, волшебный периметр, просто волшебный периметр. Но вот тут, конечно, на фоне Артикула, у которых достаточно габаритный атлетичный состав, тут, конечно, Лудскула проседает под кольцом немножко. Ну и к тому же Лудскула все-таки более опытная команда, чем у Артикула. Абиксина более опытная, более сыгранная. Ну, блин, у Артикула, конечно, есть Герасимов тоже. Вот это реально финал. Если будет именно такой финал, это, конечно, будет крутой финал. Блин, даже не знаю, на кого-то ставить. Так, ладно, дайте мне подумать дополнительно еще несколько минут. Ладно, не минут, секунд, потому что это оказалось важнее, чем я думал. Артикула или Лудскула? Тут, конечно, надо понимать, что, видите, у того же Герасимова большая занятость, да, и вдруг он будет занят где-нибудь там, играя за Берзаварс, опять же, или еще что-нибудь такое. Все-таки еще есть второй состав Артикула, он будет в другом зале, скорее всего, играть. Но, с другой стороны, Лудскула тоже есть другой состав. Блин, что-то сложно. Сложно оказалось в плане прогноза. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. На кого поставить бы в финале? Артикул или Лудскул? Артикул или Лудскул? Хм. Ладно, давайте я рискну поставить на артикул. Ну, это прям будет топ-финал, если именно такой финал будет. Я рискну поставить на артикул, но вообще, мне кажется, что Лудскулу по силам артикул пройти, абсолютно по силам, это может получиться интересно, если будет именно такой финал. Так, мы закончили с группой Playoff Last. Давайте перейдем к группе Playoff Hope. Двигаем дальше. Но, прежде чем мы перейдем к обсуждению матчей Playoff Hope, друзья, сейчас будет у нас маленький перерыв. Я возьму двухминутную паузу, чтобы уже подготовить студию для нашего следующего гостя. Поэтому давайте пока возьмем маленький двухминутный перерыв и мы продолжим. Так, вроде бы у нас должен продолжиться эфир. Так, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как продолжается у нас трансляция, все ли хорошо, картинка, звук, все ли окей. Мы тогда продолжаем обсуждение матчей. И следующая сетка Playoff – это уже Playoff Hope. Это 12-я группа. Давайте, как обычно, мы начнем, посмотрим, какая у нас получается вообще сетка, какие у нас четвертфинальные пары получились. Интересная сетка. Много игроков, точнее, много команд, которые представляют дивизион Light, либо раньше представляли, поэтому такой почти Light получается по уровню. Но, в принципе, эта сетка и является предпоследней по уровню, поэтому логично, что много команд из Light тут представлены. Итак, Milburn United против команды Tulane Green Wave. Это у нас первая пара. Vikings Light Comeback. Обе команды представляют дивизион Light. Moscow Nets и Sparrow's Last. Moscow Nets, получается, это команда, единственная представляющая команду, играющая на авиамоторной. Все остальные команды привычны именно к залу в Перова. И привет Moscow Sables. Тоже обе команды из Light. Ну, в общем, это преимущественно дивизион Light получился у нас по уровню. Так, да, давайте перейдем теперь к обсуждению предстоящих игр. Потом, как обычно, постараемся сделать долгосрочный прогноз. Дмитрий Скалов пишет, все good. Это я понимаю, пауза на уровне. Нет, ну да. Так, хорошо. Двигаем. Двигаем к первой паре. Milburn играет у нас команды Tulane Green Wave. Так, хорошо. Milburn United, Tulane Green Wave. Сразу смотрим на составы обеих этих команд. Milburn представляет дивизион Last. Tulane Green Wave представляет дивизион Soft. Начнем с Green Wave. Давайте с них начнем. Посмотрим, какая у них есть заявка. У них не отличается состав от того, который представлен в чемпионате. Ну и, конечно, Tulane Green Wave – это команда, которая пропускала последний месяц календарный. Поэтому команда, безусловно, была в небольшом простое. Но все-таки хочется отметить то, что отдельные игроки этой команды, они играли за команду Brainstorm в дополнительном дивизионе. То есть у Александра Мухтарова и у Егора Лосицкого как минимум этих двух игроков все-таки была игровая практика, пускай и за другой коллектив. Ну, здесь все хорошо по составу. Здесь, по сути, такая же заявка, какая у них была в чемпионате. Успели всех заявить. Состав сильный, безусловно. Никого не забыли. Всех заявили. У Green Wave все в этом плане неплохо. Если мы говорим про команду Melbourne United, то они, конечно, в отличие от Green Wave не отдыхали последний месяц. И у них состав тоже ничем не отличается от чемпионата. Очень удобно, конечно, когда у тебя заявки совпадают. Не нужно там пытаться париться. Они только Мореева. Мореева не успели заявить. Я думаю, что это несерьезная потеря. В любом случае тут наберется достаточно игроков. Но вместо Мореева добавляется брат Дмитрия Пестрикова, Борис Пестриков. Я, кстати, видел одну игру с его участием против команды Mambos. Они играли. Это, кстати, усиление на позицию передней линии. А это то, что надо Мельбурну. Потому что у них как раз побольше немножко скромно все представлено. Поэтому это, на самом деле, даже у них за счет Бориса Пестрикова заявка получается даже чуточку поинтереснее, чем чем в чемпионате. Как будто бы. Вот. Ну, по поводу Green Wave, что хотелось отметить. Так, что у нас пишет Дмитрий Скалов. Всех назвал, а с Moscow's Ables поздоровался. Ну да. Да, получается так. С Moscow's Ables поздоровался. Да-да-да. Так и есть. Так вот. Да. Сейчас, опять-таки, плашку только надо переключить. Плашка Play of Light. Сейчас, точнее, Play of Hope. Переключим плашку. Так, окей. По поводу команды Tulane Green Wave хотел отдельно про них поговорить. Да, во-первых, команда, конечно, пропускала последний месяц. Это, конечно, фактор. Ну, я надеюсь, что они тренировались активно. Просто есть такие команды, да, организации и системы, про которых мы говорили, у которых много составов. И очевидно, что Alabama или Sparrow's или Iowa, если они не вышли в чемпионат, я думаю, что составы у них тренировались. А вот команды, у которых нет таких систем, такие команды, как Green Wave, далеко не факт, что Green Wave этот месяц тренировались активно. Это тоже надо учитывать. По поводу Green Wave хотел отметить, что для них очень многие соперники знакомы, потому что они со многими соперниками пересекались в течение либо прошлого сезона в Лайсе, либо даже, если мы вспомним, аж сезон 20-21. Потому что, если я ничего не путаю, Tulane Green Wave играли в сезоне 20-21 против команды Melbourne. Правда, если не ошибаюсь, Melbourne тогда назывался Denver. Они, по-моему, в том турнире назывались Denver, а не Melbourne. Могу ошибаться. Ну, в общем, Green Wave, возможно, пересекались с Melbourne и с Moscow Nets, но это было, конечно, в сезоне 20-21, конечно, до тех пор много воды утекло. Но, как минимум, с Viking, с Moscow Sables, с частью игроков команды Привет, которые играли за Phoenix в прошлом сезоне, с этими командами Green Wave точно пересекались в прошлом сезоне в Лайсе. Поэтому многие команды, мне кажется, здесь более-менее Green Wave знакомы. Это, конечно, фактор. Это надо учитывать. Несмотря на то, что Melbourne представлены у нас как команда из Ласта, а Green Wave из Софта, я бы не сказал, что Melbourne выступает андердогами. В принципе, они в кубку успели пошуметь, несколько громких побед одержали. И, как я уже сказал, у них состав даже точку посильнее здесь, чем в чемпионате, потому что они добавили себе еще одного большого. Понятно, что Green Wave с точки зрения организации игры, с точки зрения сыгранности команды, они, конечно, будут посильнее, чем Melbourne, потому что они все-таки активно тренируются, они имеют полноценный тренерский штаб, они хорошо организованы. В этом их сильное преимущество, если сравнивать их с Melbourne, да, то, что они готовятся к своим играм, у них есть четкий план на игры и так далее. Melbourne в этом плане, конечно, команда попроще. И к тому же все-таки они представлены в более низком дивизионе, поэтому они весь сезон играли против соперников более низкого уровня. Но при этом, при всем, хочется отметить, что у Melbourne индивидуально состав точно не слабее, чем у Green Wave. То есть я думаю, что индивидуально по уровню обе эти команды могли бы спокойно играть в одном дивизионе, да, там или в лайте, или в софте. Даже Melbourne мог бы свои силы попробовать. Если бы Melbourne в этом году зашел бы в софт и стабильно бы довозил весь свой состав, я не думаю, что мы там были бы сильно ниже, чем Green Wave. Так что, на мой взгляд, здесь в плане индивидуального уровня игры Melbourne своему сопернику не проигрывает. Может быть, на передней линии, конечно, будет чуточку трудновато Melbourne, но все-таки по большим они немножко будут проседать, если Green Wave будет активно играть через своих больших игроков. Кстати, по поводу больших игроков команды Green Wave. Я сейчас, когда смотрел заявки команд, не обратил внимания, а успели ли Абдеева Green Wave заявить. Я фамилию не перепутал, надеюсь. Так, сейчас посмотрим. Так, Дмитрий Абдеев. Успели они Абдеева заявить или нет? Потому что у меня сомнения появились на этот счет. Если Абдеева не успели заявить, то это, конечно, подспорье для Мельборна. Как будто бы не успели, да? Все-таки там Абдеев получил травму. Он очень поздно вернулся уже и не успел заявиться. Да, Абдеева они не успели заявить. Если бы успел бы Green Wave заявить Абдеева, это, конечно, было бы очень хорошее для них подспорье в плей-офф кубка. Но минус Абдеев, так что это делает немножко все-таки такой небольшой минус команде. Минус один очень сильный игрок на позиции центрового. Но в любом случае, даже без Абдеева, все равно у Green Wave достаточно хорошая передняя линия. И как будто бы они в любом случае более габаритная, более такая мускулинная, силовая команда, чем Мельборн. И они, конечно, могут грамотно играть через свою переднюю линию, если сравнивать их с Мельборном. Мельборн – это более молодая команда, это более бегущая команда. Понятно, что они будут искать свое счастье в быстрых прорывах, может быть, даже в прессинге по всей площадке. Они в этом году, мне кажется, это активно практиковали. Поэтому команды стилистически, безусловно, отличающиеся между собой. Ну, если не берем в расчет отдельных игроков Мельборна, очень хорошо готовых физически и тактически, и индивидуально таких игроков, там как Дмитрий Пестриков, или Егор Преснов, или Миронов Мирон, есть ощущение, что все-таки Green Wave, просто как более опытная команда, выглядят небольшими фаворитами. Но все карты путают, конечно, их месячные простои. Я просто не знаю, в какой форме находилась команда, и что у них будет с мотивацией в кубке играть. Мне кажется, что получится, должно, по идее, получиться. Здесь у Максима Соколова и у Николая Буницкого свою команду замотивировать и сыграть достойно в кубке, ну, я не уверен. Поэтому тут многое будет зависеть именно от игрового составляющей, от тонуса, какой у Green Wave. Ну, если они этот месяц хотя бы держали в баскетболе мяч в руках, я бы все-таки поставил на Green Wave. Но интересная серия. У Мельборна точно есть шансы хотя бы одну игру зацепить. Двигаемся дальше, к следующему матчу. Следующими у нас играет, мы идем сверху вниз, следующими у нас играет Vikings Light и Comeback. Обе команды, представляющие дивизиону Light. И на самом деле у Comeback такая же ситуация, как и у Green Wave. Они не вышли в плей-ф чемпионат, поэтому не отдыхали последний месяц. Но при этом, безусловно, после Нового года мы не могли не отметить достаточно положительную динамику у Comeback. То есть видно было, что команда прибавляла. Ну, а Викинги провели очень мощно последний месяц. И в плей-офф они пошумели. Честно говоря, SuperSonic неубедительно прошли, и Викингов совсем неубедительно. И в последние месяцы и чемпионата, и кубка они тоже успели пошуметь. Поэтому и Викинги, и Comeback, мне кажется, находятся в хорошей форме. Но, конечно, месяц простой у Comeback вызывает вопросы. Так, давайте посмотрим на составы Викингов. У Викингов, если не ошибаюсь, нет усилений, если не ошибаюсь. По-моему, у них все игроки представлены здесь. Они играют также за команду и в чемпионате. Вроде бы ни одного усиления здесь нет. Вот именно в этом составе Дмитрий Соколов… Ага, получается, это составы перепутал. Когда я смотрел на состав Викингов, да, вот здесь Соколов представлен… Не перепутал составы, в смысле, да, он за Шокерса не планировал. Нам сам Дима про это говорил. Вот он представлен за Викингов. Он за Викингов представлен. Единственная разница, получается, которая есть в плане составов у Викингов, если сравнивать с тем, что у них есть в чемпионате и в Кубке, это вот добавление Соколова и Никиты Строкача. Ну, Дима Соколов, я думаю, здесь не прям сделает погоду, потому что все-таки на позиции задней линии хватает игроков. А вот добавление Строкача, это, кстати, интересно. Это, кстати, интересно, потому что все-таки кроме Александра Ивкина не так много игроков в передней линии у Викингов, поэтому добавление Соколова это, кстати, очень неплохо. Если мы говорим про Камбэк, то у Камбэк тоже как будто бы особых нет изменений в заявке в чемпионате и в Кубке. У них более-менее классический состав. Но тут, конечно, они усилили состав индивидуально за последние пару месяцев. Да, мы это отмечали, добавление новых игроков. Так что состав у них индивидуально достаточно сильный. Так, смотрим на комментарии. Возможно, Дима Сколов уже что-нибудь написал касательно этой игры. Есть легионеры только. Есть только легионеры. Окей, хорошо. Ну, легионеры, да, легионеры они есть и в чемпионате. Мы уже помним, как сыграл очень мощно и какой перформанс показал у нас Игорь Трескунов, как он затащил ответ на игру против команды Суперсоник, спускай команда и проиграла серию. Ну, здесь ситуация, как и с Green Wave, вызывает вопрос, в какой форме находится Камбэк, учитывая, что они весь месяц не играли. Было бы неплохо, если бы Дима Кондратьев, да, сейчас бы тоже был на подкасте, может быть, что-нибудь написал на этот счет, какую-нибудь обратную связь иметь от Камбэка, вообще играла ли команда активно или нет. Павел Иванченко играл активно там за восход за Москву, да, в его игровой форме, мне кажется, можно не сомневаться, а вот все остальные игроки, они представлены только в Камбэке, они больше не играют ни за какую другую команду в ЭБЛ, поэтому отдельно вряд ли они играли, как команда тем более, они играли в ЭБЛ только где-то за пределами. Поэтому есть вопросы по поводу игровых кондициях Камбэка, а так вообще команды, думаю, что все-таки немножко отличающиеся стилистически, хотя Камбэк сильно изменили свою игру после Нового года, все-таки они после Нового года, очевидно, ускорились, очевидно, что у них добавилось много молодых игроков, много игроков на периметр, и это не та команда, которая была до Нового года, которая играла больше часа времени, играя через пост, сейчас они изменили свою игру, это надо учитывать. Планирую показать хороший уровень, я активно работаю над тем, чтобы стать решающим фактором, и это хорошо, правда, время для меня не самое удобное, но доеду точно. Ну, в любом случае, это X-фактор, да, наличие Дмитрия Соколова и Никиты Строкача у викингов, да, потому что действительно два игрока, которые могут тут заискрить, да, и сделать какую-то вот такую, что-то неожиданное сделать, что может помочь викингам, это понятно. Если бы не месяц простой Камбэка, я бы сказал, что серия очень близкая и равная, но вот, опять-таки, я не знаю просто, насколько мотивирован Камбэк, мотивированы ли они дальше продолжать играть, сколько у них будет игроков, кто в какой форме находится, это вызывает вопросы. Так-то вообще с точки зрения игровой формы команд до марта месяца, да, если мы берем в расчет их форму, там, в феврале, в начале марта, когда последний матч сыграл Камбэк, на тот момент времени, мне кажется, обе команды были примерно одного уровня, вот, поэтому даже не знаю. Это, конечно, месяц простой, и у Камбэка может сыграть свою роль, надо будет посмотреть за этой игрой. Хочется отметить, что у Викингов, конечно, на одной из лучевых ролей отыгрывает Александр Ивкин на позиции пятого номера. Это, конечно, системообразующий игрок, через него очень многое проходит в команде, в плане атаки, в плане защиты. По идее, у Камбэка хватает игроков, кто мог бы Ивкину составить конкуренцию, у них хватает игроков передней линии, и они могут сделать, наверное, так, чтобы Ивкин не внес какого-то суперимпакта в плане, там, набора очков или подборов нападения. В принципе, у Камбэка, мне кажется, есть ресурсы, и, по-моему, есть почти все ответы на состав Викингов, но, опять-таки, вопрос по поводу формы Камбэка. Они весь месяц не играли, а Викинги играли очень конкурентно в баскетбол Суперсоникс две недели подряд, поэтому я думаю, что это, конечно, фактор больше в пользу Викингов говорит. Давайте перейдем к следующей паре. У нас дальше играют команды Moscow Nets и Sparrow's Last. В случае, конечно, с Moscow Nets, в случае с командой Moscow Nets, это получается, как в том анекдоте, да, там, Sparrow's Last, Ayova Last, там, Викинги Last, и что здесь забыло Moscow Nets, да, команда, представляющая ревизион Bait. Даже как-то удивительно, что они так низко упали, но, опять-таки, виной этому и то, что разные по силе получились группы Кубка, ну, и к тому же все-таки не по проценту побед, а по занимаемым местам, в первую очередь, у нас формировались сетки плей-офф. Итак, смотрим на составы Moscow Nets и Sparrow's. Sparrow's Last, так же, как и другие команды, о которых мы говорили, они пропускали последний месяц. Давайте посмотрим на состав Sparrow's. Ну, здесь более-менее классическая их заявка, не отличающаяся от той, которая у них была в чемпионате. А, конечно, плей-офф чемпионата у них был очень сильный недоезд. Но здесь такой же состав, кроме наличия Георгия Колокоса. Это, конечно, интересно. Колокос сейчас активно играет в детской лиге, но мы его очень давно не видели за Sparrow's в кубке, очень давно. То есть он последние матчи, а у нас матчи кубка закончились в начале марта, он не играл. Он не играл в последних играх, поэтому я, честно говоря, не знаю вообще, Колокос там на связи вместе с командой. Я могу заблуждаться, но если не ошибаюсь, из того, что я видел, в соцсетях я попадал на фотографию, по-моему, Колокос играл за Sparrow's Sparrow's в другой лиге. То есть он, по идее, представлен в составе этой команды, но в другой лиге. То есть он в ABL не играл за Sparrow's, наверное, еще там с декабря месяца, я думаю, да, когда у него последняя игра числится. 29 октября матч Тим Тим, я как раз ту игру видел, комментировал. Вот он с тех пор не играл за Sparrow's, но он успел заявиться, и по идее он есть в системе Sparrow's, просто играет за пределами ABL. Это X-фактор. Если Колокос не доедет, и Sparrow's будут играть таким же самым, какой представлен в чемпионате, это одно дело. Если Колокос доедет, это немножко другое, потому что Колокос усиление, но с другой стороны, это усиление на и так уже укомплектованную позицию задней линии, тут хватает маленьких игроков, поэтому не знаю насчет Колокоса. Если мы говорим про Moscow Nets, то тут, конечно, есть одно такое изменение по сравнению с чемпионатом. Это Рустам Латипов. Да, Рустам Латипов, это, конечно, сильно. Это, конечно, сильно. В остальном более-менее база, да, то есть все остальные игроки, которые представлены в чемпионате, всех успели заявить, но добавляется Рустам Латипов, и эта ситуация такая же, как Steam Team Soft, да, наличие играющего тренера, очень сильного, разыграющего, который, если будет играть, он, конечно, будет носить нереальный дисбаланс. Но вообще по факту, если все-таки судить по тому, какие команды попали у нас в плей-офф 12 группы Кубка, да, как правильно сказать, это, в общем, попали в плей-офф 12-го дивизионного Кубка, плей-офф ХОП. Конечно, Moscow Nets фавориты, причем даже без наличия Рустама Латипова. Ну, конечно, если Рустам Латипов будет играть, это нереально. Нереальное добавление для этой команды, вне всяких сомнений. Вот, ну, что хочется отметить. Блин, я опять плашку не переключил. Я прошу прощения, но просто здесь прям слишком много интерфейса становится, когда мы переходим к матчу Кубка, и мне просто становится сложнее плашки переключать. Во-первых, игра в 9 утра в субботу, когда собраться в это время. Вот, что хочется отметить касательно этих двух команд. В отличие от предыдущих пар, которые мы обсуждали, обе эти команды играют, они вышли в плей-офф, поэтому здесь никакого простоя не будет. Не было никакого простоя ни у Сперус, ни у Moscow Nets. И причем, ну, Moscow Nets играючи достаточно легко прошли викингов в бейте, и на мой взгляд, это весьма показательно, потому что викинги не слабый соперник, однако Moscow Nets прошли своего соперника по чемпионату очень играючи, очень с запасом, очень уверенно. Но, есть одно но, есть одно но. Не думаю, что это прям суперфактор, но все-таки это фактор. Матч будет проходить в Перова. Moscow Nets играет весь сезон на авиамоторной. Moscow Nets — это команда, которая достаточно сильно подвязана на трехочковых бросках. Безусловно, эта команда вариативная. У этой команды будет просто огромное преимущество в краске. Если Сперус не привезут Федотова и Диченко, а они... Я же не ошибся в фамилии. Блин, слишком много Федотовых и Федоровых. Возможно, все-таки Федоров, а не Федотов. Что-то, кажется, я попутал. Федоров, да, не Федотов. Так вот, ни Федоров, ни Диченко не приезжали на матч плей-офф чемпионата против Гризлис. И у Сперус объективно очень сильно проседала позиция передней линии. Если Сперус будут играть против Moscow Nets без двух своих ведущих больших, в трехсекундной зоне им мало не покажется. Moscow Nets, играя через Обыденникова, через Дойса, все подборы заберут, полностью краску свою забетонируют. Ну, то есть, конечно, тут у Сперус будет очень тяжело. У Moscow Nets достаточно хорошая зонная защита. И я, честно говоря, сомневаюсь, что Сперус смогут ее эффективно вскрывать. У меня есть большие сомнения на этот счет. И что я хотел сказать? То, что, по идее, небольшое менее преимущество может быть у Сперус из-за того, что матч будет в Перово проходить. А Moscow Nets — команда, которая достаточно активно использует трехочковые броски. Их маленькие игроки, их шутеры много поливают с дистанции. И хочется отметить, что первая игра плей-офф-чемпионата против викингов была в Перово у Moscow Nets. У них там вообще ничего не полетело. Поэтому это может быть преимущество для Сперус, если у Moscow Nets не будет идти дальний бросок в первой игре, ну, в обеих играх, потому что, по идее, оба матча будут первого сыграны. Это может быть преимущество для Сперус, то, что у Moscow Nets могут ни черта не забить в дальней дистанции. Но у Moscow Nets может быть такой перевес в краске, что они могут вообще трешки не использовать и всю игру играть через трехсекундную зону и чувствовать себя комфортно. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие шансы есть у Сперус. Если бы они привезли на эту серию, на обе игры и Федорова, и Диченко, и также был бы и Лейба, и Николаев, если бы... Денис Николаев, не Влад, если что, чтобы вы не испугались. Если бы они смогли всех своих больших привезти на серию с Moscow Nets, плюс уповать на то, что у Moscow Nets не полетит дальний бросок в Перова, где им некомфортно, потому что они весь сезон играют на авиамоторной, причем уже два года подряд. Может быть, мы могли бы как-то натянуть сауна глобуса и предположить, что у Сперус получится за робо, потому что у Сперус задняя линия. В принципе, Сперус очень хорошие маленькие игроки, и причем, опять же, колокос, есть колокос. Я не уверен, есть ли смысл колокосу играть, потому что укомплектована позиция задней линии, плюс он все-таки не играл вместе с командой почти весь сезон, но наличие колокоса тоже фактор. То есть, если Георгий приедет, это безусловно добавление сильного игрока на позицию первого-второго номера. Вот поэтому вот если эти варианты докрутить, доест всех больших у Сперус, плюс отсутствие летной погоды у снайперов как игрока Рустама Латипова, только если Рустам будет тренировать, тогда у Сперус могут быть шансы. Плюс может быть недооценка соперника Москоунец из серии «А, мы играем против команды из Ласта, а, это плей-офф кубка, у нас в приоритете плей-офф чемпионата, не будем напрягаться, не будем все играть». Ну, короче, если дофига факторов докрутить, ну, шансы есть у Сперус, потому что команда достаточно сильная для Ласта, но сколько если я назвал, да, если вот в вакууме рассматривать без всех этих «если», Москоунец должны закрывать. Они суперуверенно прошли в полуфинал плей-офф чемпионата, где у них был более сильный соперник, чем Сперус. Поэтому я думаю, что если Нец сыграет хотя бы так же хорошо, как в серии против викингов из Бейта, они должны закрыть Сперус уверенно, по идее. Но, тем не менее, вот видите, все-таки какие-то моменты я нашел, при которых может быть интересная серия, но это не точно. Так, давайте перейдем к заключительной игре этой сетки, где у нас встретятся команды «Привет» и «Москл Сейблс». Так, сразу переключим флашку, пока я не забыл. «Привет, Москл Сейблс». Обе команды, представляющие дивизион «Лайт», в основных дивизионах, ну, давайте посмотрим на того, кого они успели заявить. У «Сейблс», насколько я понимаю, как и у «Привет», ничем не отличается. Заявка, хотя у «Привет» есть там одно уточнение, сейчас мы к этому перейдем, пока посмотрим на заявку «Москл Сейблс». Ну, у них более-менее классик. А, отличается, да, смотрите. Вообще, по идее, у «Сейблс», в отличие от «Привет», заявка на плей-офф кубка сильнее, а у «Привет», наоборот, слабее, потому что у «Сейблс» добавление Артема Буркова. И Артем, это хорошее очень подписание. Я сам лично видел, по-моему, одну, может, даже две игры с его участием. Это хорошее подписание. Это игрок опытный. Не знаю, сколько точно Артему лет, можно посмотреть. Ну, 19 лет, может быть, там он не старше своих партнеров по команде, но по тому, как он играл, у меня сложилось впечатление, что это опытный игрок, уже поигравший на каком-то уровне, возможно, спортшкольном. Это отличное подписание, да, то есть это по идее, ну, это по идее небольшой, скорее ближе к третьему номеру, нежели к четвертому, но у него есть хорошие габариты. Он, безусловно, может добавить габаритов под кольцом, он очень хладнокровен и стабилен в завершающей стадии, то есть на самом деле для Сейблс это отличное подписание. Даже как-то обидно, что они не успели Буркова забить в чемпионате, но в кубке они успели его заявить, так что, видите, Сейблс даже сильнее по заявке в чемпионате, чем в кубке. Не все команды могут этим похвастаться. Вот, и вот тут как раз их прямое отличие с командой привет, потому что привет-то как раз, в отличие от Сейблс, они не успели заявить, они не успели заявить, я же правильно понимаю, он даже, по-моему, ни одного матча за команду не сыграл, его даже, по-моему, в заявке нет, они не успели заявить, так, ладно, Андрея Казмина не успели заявить, да, я же правильно понимаю, да, Казмина нет нигде, нет Казмина. Вот, и это серьезная потеря с точки зрения атакующего потенциала команды, отсутствия Казмина. Конечно, справедливости ради он не приехал на ответную игру против команды KFC Simple в поле в чемпионаты, да и в первом матче сыграл, откровенно говоря, ниже своего уровня. Ну, то есть, по сути, наличие его в этой серии абсолютно никак не помогло. Абсолютно никак не помогло команде «Привет», потому что в первом матче он сыграл ниже своего уровня, а в второй игре он вообще отсутствовал. Но все-таки наличие такого шутера, как Андрей Казмин, который способен в каждом матче набирать 20 плюс очков, это могло бы помочь «Привет» в этой серии, но его не будет. Так что, видите, с точки зрения составов, можно сказать, что даже посильнее игроки Сейблс в чемпионате, нежели в кубке. Этот момент надо учитывать. Ну, и если мы говорим про то, как эти команды играли друг против друга в чемпионате, то отметим, что команда KFC, команда Moscow Sables, тут, по-моему, с «Привет» разменялись они победами и поражениями. В начале сезона Сейблс обыгрывали «Привет», однако они им уступили 2 декабря, 63-69. Но что хочется отметить, во-первых, у Сейблс это был недоезд, во-вторых, Сейблс после Нового года и Сейблс до Нового года — это две разные команды. Сейблс после Нового года — это, знаете, какое-то просто превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя, да, потому что Сейблс действительно после Нового года очень сильно прибавили. Я еще перед началом, по-моему, плей-офф чемпионата смотрел их результаты, и там, в принципе, практически не было провальных матчей, что в кубке, что в чемпионате, очень конкурентная игра, причем они прибавили в защите, с чем у них были проблемы. Ну и в атаке, безусловно, ребят играет от своих сильных сторон, добавили чуть больше командной игры, плюс возвращение Евгения Петрова. То есть, смотрите, Евгений Петров… Были вопросы по поводу формы Петрова перед началом плей-офф чемпионата, потому что он только-только вернулся, но, мне кажется, в серии против камбэк, в серии против прайм-тайма он показал, что все у него неплохо, да, с игровыми кондициями, плюс добавляем сюда Буркова, и мы понимаем, что Сейблс прямо сейчас команда заряженная, команда, которая, скорее всего, имеет больше ресурсов, чем у команды Привет, и играющая, наверное, лучше в защите, хотя, конечно, с точки зрения атакующего потенциала у Привет очень сильная команда. Так, у нас есть комментарий от Дмитрия Соколова, считает, что это плей-офф Кубка почти что плей-офф Лайт в альтернативной вселенной. Ну да, есть такое, я про это и сказал, потому что, действительно, очень много команд в этом дивизионе представлены из Лайта, действительно, можно так сказать. Вот, поэтому, знаете, у каких-то команд могут быть такие реваншистские настроения, если у них какие-то были такие противостояния интересные в чемпионате. Вообще, в случае про команду Привет, я про них уже весь сезон прожужжал, наверное, уже всех достал тем, что потенциал у этой команды был сумасшедший. Но они его не реализовали. То есть, если бы можно было просто как в баскетбольном менеджере в МБА-2К собрать команду и там пофиг на тренировки, на какую-то командную химию, на тренерскую работу и просто играть тупо составом, Привет могли бы спокойно, если бы хорошо провели регулярный сезон, там занять третье место, условно ли там четвертое, выйти с более высокого посева и там, не знаю, спокойно дойти до полуфинала, до финала. Мне кажется, потенциал у Привет такой имеется. Но это уже слагательное наклонение. Понятно, что в вакууме, если мы берем в расчет полный состав Привет, даже без Казмина, которого они не заявили в полуфинкубка, на мой взгляд, с точки зрения именно персонального состава, чисто по скиллам один в один, Привет сильнее, чем Сейблс. Но если мы исходим из игровых кондиций команд за последние пару месяцев, Сейблс сейчас намного заряженнее, чем Привет. Они организованней, у них лучше доест на матче, они лучше играют в защите, они лучше задействуют свои сильные стороны в нападении. Так что Сейблс прямо сейчас фавориты. Это тот случай на 100%, когда порядок бьет класс. Конечно, в случае с Сейблс немножко непривычно говорить, говорить в контексте того, что это порядок, но Сейблс действительно прибавили за последний год, особенно после Нового года. Они сделали качественный скачок в плане своего развития, поэтому я бы поставил на Сейблс в этой паре. Хотя понятно, что если бы Привет привезли хороший состав на обе эти игры, можно было бы подискутировать. Так, давайте посмотрим теперь на долгосрочную сетку плей-офф, что у нас получается здесь. Будем тоже пытаться делать максимально быстрые прогнозы, не особо разъясняя. Мельбурн, Гринвейв. Ставлю, наверное, все-таки на Гринвейв, хотя месячный простой Гринвейв немножко может внести свои карты, но поставлю на более опытную команду. Хотя, если Мельбурн обыграет Гринвейв, для меня это не станет сенсацией. Викинги, камбэк поставлен на викингов. Ситуация похожая, просто потому что камбэк не играли в последний месяц. Москва-нетс, Перус, Москва-нетс. Привет, Москва-Сейблс, Москва-Сейблс. Но, опять же-таки, здесь все будет упираться в доезд привет и, наверное, в мотивацию игроков сейблс с точки зрения того, что, скорее всего, сейблс будут делать ставку больше на плей-офф чемпионата, нежели кубка. Возможно, они не будут так же заряжены и так же хорошо доезжать, как в чемпионате в плей-офф. Поэтому не знаю. В этой серии спокойно привет может пройти дальше, но если мы исходим из игровых формах команд, что они показывают, конечно, сейблс. Итак, полуфиналы. Green Wave и Викинги. Green Wave, Москва-нетс, Москва-Сейблс. Много Москвы. Я поставлю здесь все-таки на Москва-нетс. Матча третье место. Москва-Сейблс и Викинги. Тут, кстати, интересно. Тоже обе команды, представляющие Дивизион Лайт. Да, это сложнее уже. Это уже сложнее. Ну, в принципе, вообще Викинги – это такая организация, которая у нас за все время выступления ВБЛ не так много выиграла чего-то, в том числе даже и медали матча третьего места, как будто бы это не та организация, которая доходит до финальных стадий и что-то выигрывает. Даже малые финалы, если мы говорим про матча третьего места. Поэтому даже не знаю. Даже не знаю. Но, с другой стороны, сейблс очень молодая команда. Но давайте рисунок на Викингов поставить, хотя сейблс могут выиграть матча третьего места. Ну, и в финале, по моим прогнозам, у нас могут встретиться команды Tulane Green Wave и Moscow Nets. Две команды, представляющие в итоге самые высокие Дивизионы. Green Wave – это Soft, Moscow Nets – это Bait. Ну, и я поставлю на Moscow Nets, хотя финал должен получиться очень достойный, как и финал более высокой сетки плей-офф, потому что две команды сильнейшие по Дивизиону и причем очень хорошо организованные. Так, ну, это такая, по моим прикидкам, может получиться у нас сетка плей-офф Hope 12 группы. И у нас осталась заключительная группа. Давайте тогда сразу не будем сейчас захват экрана убирать и как раз перейдем, посмотрим, какая у нас получается сетка плей-офф Base. Только еще комментарий почитаю. Ничего не знаю, мы идем за чемпионством. Да, ну, Дима Скалов может попробовать выиграть чемпионат. Да, почему бы нет вместе с Викингами в лайте. Ну, и за Шокерсов, конечно, будет активно болеть, пускай я не успел за них заявиться. Итак, плей-офф Base. Давайте сразу перейдем к следующей сетке плей-офф. Плей-офф Base, 13 группа, самая низкая, да, то есть по уровню это преимущественно команда из Ласта. Но вы знаете, не все команды представлены здесь в Ласте, не все. Идем сверху вниз. Iowa, Woos, Positive Technologies и Викинги, обе команды из Ласта. Manred Close, Raptors 905. Manred Close у нас, между прочим, из Дивизиона Софта, на секундочку. БК Москва и Тим Тим Лайт – это Дивизион Лайт Тим Тим. И Grizzlies Tractor – обе команды из Ласта. Давайте сразу оговоримся, что у нас не состоится серия между Москвой и Тим Тим. Именно поэтому у них не стоит в расписании игра. Есть информация у меня, что Тим Тим снились. Снились с плей-офф Кубка, и они не будут играть. Поэтому Москва, получается, по идее, у нас уже автоматически выходит в полуфинал. Вообще, конечно, обидная история, потому что, объективно, у Тим Тим Лайт были неплохие шансы выиграть этот турнир. И если чемпионат у них, конечно, получился, мягко говоря, так себе, он очень сильно не задался. Команда там… Я бы не сказал, что они какую-то перестройку там замутили. Нет, у них не было перестройки. Но у них очень сильно ратировался состав походного сезона. Плюс они сменили тренера уже после Нового года, что, конечно, тоже сказалось на какое-то позиционирование команды. Непростой сезон, но у них, объективно, были хорошие перспективы в Кубке. Они могли спокойно претендовать здесь на чемпионство, на первое место. Но это их право. Не знаю, с чем связано то, что они сняли из турнира. Но это, в общем, сильная сторона тогда. Не сильная сторона, а подспорье для остальных команд, то, что не будет Тим Тим. Так что у нас, получается, для обсуждения осталось три пары. Ну, давайте тогда перейдем к обсуждению этих игр. Кубер. Начнем мы тогда с самой первой пары. Сейчас я сразу себя переключу тоже плашку, чтобы не забыть. Так, плей-офф бейс. Одна четвертая финала. И погнали. Самая первая пара. Обе команды, опять же представляющие дивизиону Ласт. Что логично, потому что это самая низкая сетка плей-офф. Айова встретится с викингами. Айова встретится с викингами. Обе команды из Ласта. у викингов ситуация такая же как и у тех команд которых мы уже сегодня называли да это те команды которые последний месяц не имели игровой практики потому что викинги не вышли плова в чемпионат и они получается 10 марта не играли почти месяц тем не менее для них это будет хорошая возможность да все-таки вернуть к себе игровые кондиции к тому же все-таки несколько человек легионеров они играют застав в лайте да то есть мы говорим про мы говорим про наверное в первую очередь тимур алеева да и потом возможно еще сейчас посмотрим по заявке какие есть общие игроки денис битни по моему там успел несколько матчей в лайте сыграть ну я думаю что парочку человек наберется из тех у кого была игровая практика остальные целый месяц не играли в отличие от айова и кстати по поводу айова по моему есть не ошибаюсь у них здесь из усилений дмитрий дворянский да все остальные это классические игроки этого состава но у них есть дмитрий дворянский это вот единственное усиление все остальные это классические игроки этого состава да у дворянского три игры он успел заявиться но на самом деле это хорошее усиление это балансное усиление от не тот случай когда вы там не знаю игрока уровня high власть заявляете но любом случае это хорошее усиление по меркам у вас дмитрий дворянский очень сильный четвертый номер понятное дело что его уровень игры позволяет ему собирать такие цифры, какие у него указаны, да, 13 очков, 13 подборов, это, конечно, сильно. Ну, безусловно, Айова будет считаться фаворитом в этой паре, в любом случае они на более высоком посеве закончили чемпионат, они вышли в плей-офф, да, пускай они не смогли, пускай они не смогли все-таки пройти восход в четверг финале, и поэтому они тоже уже вылетели из турнира, но Айова, по крайней мере, вышел в плей-офф, и Айова играла последний месяц. Конечно, не самая лучшая форма команды после Нового года, плюс кадровые проблемы, все-таки много матчей, там, пропустили несколько ключевых игроков, во-первых, Айова лишилась Ленида Мельника, кстати, до сих пор загадка, почему Мельник не играл за Айову, потому что по факту у Мельника были все возможности играть и за Тим Тим, и за Айову, потому что это были, там, практически соседние дивизионы, и он бы не нарушил правила легионеров, ну, всякое бывает, может быть, там что-то не срослось, о чем-то не договорились, может, размер контракта не устроил Мельника, не знаю, вот, ну, в общем, Мельник, да, Мельник сейчас вместе с Айовой не играет, плюс Сергей Абашкин на травме давно не играл, плюс Сабадаш тоже приезжал на матч очень нестабильно, так что, конечно, Айова кадрова немножко просела, и Айова здесь не выглядит так мощно, как она смотрелась, скажем, до Нового года, кстати, тут может всех напугать фамилией Лесбара Алиева, но он только одну игру сыграл за Айову, поэтому не успел плей-офф заявиться, если бы он взялся плей-офф кубка, это, конечно, был бы рофл, как раз то, про что я говорю, нормальное такое усиление, игрок уровня хай дивизиона играет у тебя в власти, вот, ну, скорее всего, дворянские будут как усиление, либо вообще никого, конечно, Айову для меня фавориты, хоть у них и были кадровые проблемы, и это сказалось на том, как команда сыграла серию против Восхода, но на последней игре чемпионат дворянский, на последней игре кубка, получается, дворянский был, и в любом случае, я думаю, что Айова способна собрать здесь вполне боеспособный состав. По поводу викингов, ну, не знаю, честно говоря, достаточно сложный сезон для викингов, интересно было бы услышать мнение Виктора Торвина, какие бы итоги сезона он для своей команды смог, наверное, выделить, как положительные, какие отрицательные, потому что все-таки, ну, понятно, что у викингов власт это начальный уровень, это, наверное, в плане индивидуального уровня игры, возможно, самая такая, ну, чтобы не в обиду было сказано, не то чтобы слабая, не то чтобы слабая, самая неподготовленная команда среди всех, которые Торбин вел у нас на протяжении вот всех сезонов, когда викинги выступают в ВБЛ, потому что когда викинги в ВБЛ только заходили в сезоне 21-22, у них была команда в Роффл, Роффл на тот момент был самым низким по уровню, но мне кажется, что у викингов тогда в Роффл и в Нове были сильнее составы индивидуальные, да, чем этот власти, очевидно, что здесь ребятам пока-нибудь еще не хватает индивидуального уровня, но весь сезон они играли вместе, так что я надеюсь, что в любом случае прогресс мы от них увидели, тоже Чермашенцев, мне кажется, очень неплохо прибавил, особенно после Нового года, с добавлением в состав Алексея Латонова, да, и учитывая, что Чермашенцев больше, наверное, ушел на позицию атакующего защитника, а не разыграющего, у него было больше возможности проявить себя именно на позиции, отвечающего за набор очков, и он смотрелся неплохо. Вот поэтому я думаю, что викинги в любом случае команда, которая может навязать конкурентную борьбу Айове, не забываем, что эти команды играли после Нового года друг с другом, по-моему, даже два раза не успели сыграть, ну, либо как минимум один раз, сейчас посмотрим, нет, получается, было не после Нового года, а рядом с Новым годом, и там была очень конкурентная игра у них 11 ноября, очень конкурентная, игра 9 декабря уже была не такой близкой, они там сильно проиграли, но, тем не менее, викинги — это команда, которые несколько раз в этом сезоне власти многих удивили, не забываем, их победу над Гризлис в свое время не успели это сделать, не забываем их победу над Мельбурном, то есть викинги успели за этот сезон несколько раз огорчить фаворитов, поэтому я бы не сказал, что у викингов прям совсем нету шансов с Айовой, но все-таки целый месяц простое, и наличие у Айова дворянского, честно говоря, вообще без понятия, как собирается дворянского викинга останавливать, потому что дворянский один в один индивидуально сильный, большой, и поэтому тут даже зонная защита викингов может не спасти. Вот, поэтому я здесь поставлю на Айову в этой серии, ну, а мы тогда переходим к следующей паре команд, и это Man Red Clothes и Raptors 905. Так, сейчас, одну секунду, куда у нас улетела плашка. Вернем плашку на место. Так, возвращаемся в кубок, на Белл Кап, 1-4 финала, Бейс и пара команд Man Red Clothes и Raptors 905. Так, сейчас. Так, окей, все. Плашка у нас вернулась. Смотрим за этой парой. Кстати, редкий случай, когда у нас уже готова предварительная заявка у одной из команд. Давайте посмотрим на заявку Raptor 905. И, кстати, Raptor 905 — это одна из тех команд, которые прям добросовестно стараются к этому подходить, и чаще всего у них заявка совпадает, потому что бывают команды, которые делают предварительную заявку, а потом фактически заявка не совпадает с той, какой была указана заранее. Но у Raptors обычно так не работает. Так, Михаил Гусаров, Ильнас Худебердин, Роман Прощикин, Егор Шабалин, Антон Климкин, Андрей Редичкин и Алексей Маргун. Кстати, по-моему, Прощикин отсутствовал у нас в ответ на игре против Москвы, но он играл первый матч. То есть, в принципе, Прощикин более-менее стабильно доезжает. Ну, неплохой состав у Raptors представлен, да. У Гусаров добавляется, который тоже отсутствовал в последней игре. Прощикин на позиции пятого номера. Остальные все игроки, они играли на прошлой неделе против Москвы в плей-офф чемпионата. Давайте посмотрим на заявку Raptors 905. Есть ли какие-то изменения по сравнению с чемпионатом? Как будто бы нет. Как будто бы нет. Классическая заявка. Все те игроки... А, Даськов, Данил. Вот какое изменение у нас есть, конечно же. И плюс еще Виталий Соколов. Тоже есть изменения. Вообще изменений тут хватает. Виталий Соколов, я, правда, не застал его игру. Но я помню, что про него говорили наши гости-комментаторы, да. То, что Соколов это большой, который в трехсекундной зоне делает большой объем работы. Много играет на подборе. У него плохой процент реализации, но много подборов собирает. Да, то есть это добавление игрока на переднюю линию. Вообще, по идее, у Raptors хватает больших, но тем не менее. И Адаськов тоже большой. То есть, по идее, конечно, у Raptors очевидный перекос в пользу игроков на позиции фронткорта. Это понятно. Но в любом случае у них много больших и Адаськов, и Соколов. Это кроме тех, кто уже указан в заявке. То есть, по идее, у Raptors, в отличие от плывов чемпионата, состав представлен сильнее даже. Давайте посмотрим теперь на заявку Manred Clothes. Manred Clothes, кстати, та команда, которая пропускала последний месяц. Да, и они с этого марта не играли. Но команда из софта. Мы прекрасно понимаем, что это уровень гораздо более высокий, чем у Raptors. И у Manred Clothes, конечно, заявка никак не отличается от чемпионата. Разве что они Игорчукова не успели заявить, что, наверное, не очень хорошо. Но в остальном у них состав более-менее рабочий. Все на месте. Все на месте у Manred Clothes. Ну, вообще, обе эти команды можно сравнить во многом. Потому что обе эти команды давно играют в ВБЛ. Обе эти команды хорошо сыграны. Обе эти команды неплохо организованы. Обе эти команды, наверное, где-то, может быть, не оправдали наши ожидания. Но в случае с Raptors, конечно, вмешалась в дело, наверное, все-таки история с травмами. Много игроков, ведущих у них, получили повреждения в этом сезоне. У Manred Clothes команда, безусловно, одни из таких представителей традиционных ценностей ВБЛ. Команда, которая не меняет состав. Остается всегда одной своей заявкой. И почти всегда традиционно играет очень узкой ротацией, к сожалению. То есть команда, редко довозящая на игру большое количество человек. Поэтому я думаю, что мы можем стать свидетелями редкого случая ВБЛ, когда в одной из двух игр, возможно, команды будут играть без замен. Такое вполне может быть. Ну, видите, у Raptors уже готова предварительная заявка. Там есть замены. Дай бог, чтобы Manred Clothes тоже этим похвастались. Конечно, Clash не сильнее, чем Raptors. Индивидуально по уровню они сильнее, чем Raptors. 100%, без вопросов. И если есть команды, которые сильнее, чем Raptors, но уступают Raptors, например, в плане организации игры и сыгранности, потому что там не у всех команд есть тренер, не у всех команд есть хорошая сыгранность и командная химия, то у Manred Clothes по всем аспектам не уступает Raptors, кроме одного. В отличие от Raptors у них нет регулярных тренировок, да, и поэтому команда поддерживает свою командную химию и сыгранность за счет игр, а не тренировок. Они не играли последний месяц. И вопрос. Если у них не было тренировок, а они базово не тренируются, и если у них не было товарищеских игр, что они делали весь месяц? То есть тут реально тот случай, учитывая специфику Manred Clothes, то, что они тренируются, тут реально может быть случай, что команда целый месяц действительно вообще ничего не делала. Команда вместе, да, и это действительно фактор. Возможно, в первой игре против Raptors 905 это станет фактором, то, что именно Manred Clothes сейчас находится не в лучшем игровом тонусе. Это вполне может быть, но по сумме двух матчей, я думаю, Manred Clothes должны делать разницу, хотя под кольцом будет им тяжеловато. Они, конечно, зону играют, и понятное дело, что это команда, представляющая собой более высокий уровень, потому что они из софта, но мне кажется, что Raptors 905 смогут скрыть зону Manred Clothes, тем более, если у Ильназа Худайбердина трешка полетит, это, конечно, очень такая нестабильная история, но если у нее трешка полетит, то будет гораздо проще, ну и по габаритам Raptors точно габаритнее и клешнее, поэтому они где-то смогут их поддавить, поэтому у Raptors 905 в любом случае есть какие-то ресурсы, тем более, если еще и от Датьков захочется играть, да, очень элитный и большой, то, конечно, у динозавриков будут шансы обыграть Manred Clothes, но Manred Clothes выглядит, конечно, фаворитами и за счет персонального уровня игры, и за счет хорошей командной химии. Они, конечно, мне кажется, тут должны закрывать Raptors, если они и Raptors проиграют четвертофинале кубка, ну это прям совсем грустно, потому что сезон для Клешни получается, откровенно говоря, неудачный. Я думаю, что почти у всех были более высокие ожидания на этот счет, на счет этой команды, потому что когда Manred Clothes мы определяли в софт перед началом сезона, я лично думал, что не слишком ли низко мы их ставим, давайте поставим их повыше. И какое было мое удивление, когда в итоге Manred Clothes закончили чемпионат, не выйдя в флой-офф. Итак, заключительная пара команд. Опять же таки, Москва Team Team не играется, потому что Team Team 7 из турнира. Заключительная пара команд — это Grizzlies и Tractor, тоже обе команды из Ласта. И Tractor, так же как и Manred Clothes, они не играли последний месяц, потому что команда не вышла в флой-офф чемпионата, к сожалению, и поэтому мы их целый месяц не видели. Но, кстати, из интересного отмечу, что последнюю игру Tractor в кубке я видел. Это был матч против Clippers, в Перова, кстати, матч проходил, и это было, честно говоря, слабенько. Это было, честно говоря, слабенько, то есть... Но там, конечно, Clippers не пожалели, играли достаточно активно в защите, но я ждал большего от Grizzlies, точнее от Tractor, все команды перечислил. По поводу состава Tractor, что хочется отметить? В принципе, ну, они Сивака не успели заявить, и Артем как раз приехал на ту игру против Clippers, и он до этого не приезжал, при том, что, по идее, Сивак числился в заявке у Tractor еще до последних игр кубка, но почему-то только на одну игру приехал. Вообще, было бы неплохое подспорье для Tractor, если бы они Сивака заявили на плыв в кубка, он бы точно мог им помочь, и если бы они успели его заявить, это было бы хорошее подспорье. Ну, тут, конечно, бросается в глаза это наличие трех Исаикиных в составе, да, это пока что уникальный случай его был, когда, получается, отец играет даже не с одним из двумя сыновьями, поэтому я думаю, что семейство Исаикиных мы, скорее всего, увидим, потому что их всех успели заявить в плей-офф, но Сивака не успели заявить, Шаталова не успели заявить, а оба это игрока опытные. Ну, Шаталов раньше в Лобелле не играл, но по нему было видно, что, по тому, как он играет, что он достаточно опытный, и Сивак в Лобелле давно играет, поэтому они бы команде точно помогли, но их не успели заявить. Есть Андрей Белоус, ну, я не знаю, честно говоря, вообще, он находится, сейчас в команде не находится, стабильно он проезжал, нестабильно проезжал, в общем, есть вопросы, ну, и к тому же не забывайте, что Трактор весь последний месяц не играл, а учитывая, что у них полсостава представлено игроками, там 35-40+, сами понимаете, что в этом возрасте, если там целый месяц простоя, это может очень сильно сказаться на игровых кондициях, поэтому, честно говоря, по Трактору все очень туманно. Если мы говорим про команду Гризлис, то тут полная противоположность, Гризлис это, конечно, суперзаряженная молодая команда вместе с тренером, которая вышла в лоев чемпионаты, которая хорошо сыграла в лоев чемпионаты, и как раз Гризлис это прямая противоположность Трактора, у них, в принципе, все хорошо, они не успели парочку человек заявить, конечно, Василия Михиенкова они не успели заявить, и это все-таки, наверное, кадровая потеря, потому что Михиенков это хороший большой, но даже без Михиенкова там полный порядок, есть две пятерки заявленные, конечно, Гризлис в этой паре фавориты безоговорочные, просто безоговорочные, то есть тут тот случай, когда Гризлис сильнее вообще по всем фронтам, несмотря на то, что это более молодая команда по возрасту, в плане командной работы, да и в плане, возможно, индивидуального уровня игры, ну, насчет индивидуального уровня игры еще дискуссионно, да, но в плане командной работы они точно сыграннее, несмотря на то, что они моложе, они опытнее, они давно играют в АБЛ, в плане индивидуального уровня игры они тоже сильнее практически на всех позициях, плюс у них, опять же таки, да, хорошая командная химия, наличие тренера и наличие игровой практики весь последний месяц. Поэтому тут, честно говоря, тот случай, когда, наверное, среди всех пар, вот тут для меня более-менее все очевидно. То есть я бы тут поставил на команду Гризлис вообще без вопросов. Мне кажется, у трактора мало шансов. Есть ощущение, что вот эта команда за сезон ВБЛ прибавила не так сильно, как хотелось бы. Но, с другой стороны, честно скажу, я не так много матчей их видел. Думаю, что их игра с Липперс была не совсем показательной. Там у них все-таки был не самый лучший состав и сильный соперник. Конечно, будет им попроще играть против соперника своего уровня, команда из Ласта, но Гризлис тут точно будут фаворитами, 100%. Итак, давайте посмотрим на итоговую сетку, какая у нас получается сетка плей-офф бейс, последней группы кубка, кто на кого выходит и попробуем спрогнозировать вплоть до финала. Итак, Айова, Викинги, Айова, Мэнред Клоус, Рэпторс, Мэнред Клоус. Но если они Рэпторс проиграют, а я не удивлюсь, это будет фиаско. Москва, Тим-Тим, Тим-Тим сильный из турнира, поэтому Москва проходит автоматический полуфинал. Гризлис, Трактор, Гризлис. Первый полуфинал, Айова и Мэнред Клоус, Мэнред Клоус, но это, кстати, ближе, это ближе, то есть у Айова, мне кажется, больше шансов, чем у Рэпторса, и они спокойно могут лишнее проходить, я думаю, что это реально. Но все-таки Мэнред Клоус, Москва и Гризлис, тут, кстати, интересно. Давайте посмотрим на то, какая заявка у Москвы, потому что мы все-таки про эту команду не говорили, из-за того, что не автоматический полуфинал выходит, а все-таки важно проговорить, какой у них состав. Возможно, у них состав в Кубке отличается от чемпионата, поэтому как раз надо посмотреть на их состав. Что интересного мы тут видим? Так, Фельков, Тряшенко, Строченков, Гунько, Старченков, Сукасян пока все так же, как в чемпионате. Машков, Перунов, Чудеснов, ну, Евгения, дисклификация, как я понимаю, поэтому это ладно. Шевцов, Паракин, Илья Фельков, Андрей Роткин, ну, кстати, по поводу Роткина непонятно. Роткин успел заявиться, но я даже не знаю, там все-таки была история с тем, что арка снялась, и там непонятная ситуация. Часть игроков, возможно, не получили добро на продолжение игры в ВБЛ. Артем Чеботарев заявился. Слушай, тут есть серьезные изменения. Смотрите, есть Чеба. Чеба в самом низком дивизионе Кубка, да. Но нет Сергея Кириллова при этом. И, ну, наверное, все, да. Все остальные игроки, ничего страшного, потому что не заявились. Вот то, что не успели Сергея Кириллова заявить плей-офф Кубка, это очень странно. Это очень странно. Я не знаю, как так Максим Фельков не доработал, да, как капитан команды, как менеджер. Как так получилось, что Кириллов, который там чуть ли не с первого тура вместе с командой, там, ну, не с первого, но там почти с первого. Как так получилось, что Кириллов всего одну игру сыграл за девять игр? Это очень странно. Ну, ладно. Чеба Тарев есть. Есть Артем Чеба Тарев. Ну, без комментариев, конечно. Понятно, что если Чеба приедет хотя бы на одну игру, это, конечно, будет совсем другая команда, потому что ей совсем по-другому будет баскетбол, а не играть. Но я так понимаю, что в плане отношений командной химии, может быть, не все понравилось здесь друг другу, да, и команде Москва, и Артема Чеба Тарева. Поэтому наличие Чеба есть, но не факт, что он приедет. Вот. Но то, что нет Сергея Кириллова, это серьезная потеря. Даже как-то очень странно. Интересно послушать Максима Фелькова, если он смотрит подкаст, как так получилось, что они не успели заявить Сергея Кириллова, который там в команде член из первого тура. Джонни Уэсон спрашивает, а что за команда такая в лайт, кто идет за чемпионством? Ну, в лайт имеется в виду чемпионат или плей-офф кубка? Если плей-офф кубка, то, я так понимаю, речь идет про викингов. Вот, да. Ну, да. По поводу Кириллова, конечно, странная история. Но окей, хорошо. И, кстати, Максима Фелькова там тоже нет. Если Чеба не будет приезжать, мне почему-то кажется, что он не будет приезжать, хотя не знаю, как договорятся между собой Максим Фельков и Артем Чеботарев, но если Чеба не будет приезжать, то, по идее, у Москвы в кубке состав слабее, чем в чемпионате, потому что нет Кириллова и нет Сизова. Итак, да, первый полуфинал, значит, Айова и Монард Клоус я поставил на Монард Клоус. Второй полуфинал Москва-Гризлис. Отсутствует Кириллов, отсутствует Сизов. И не факт, что будет мотивация. Но, с другой стороны, есть Сукасян. Есть Антон Сукасян и есть еще и Чеботарев. Очень сложный полуфинал. Тут, конечно, фактор доезда, фактор, если решает, очень сложный. Ну, с точки зрения, конечно, игровых кондиций, с точки зрения заряда, заряженности на матче, организации игры, наличие тренера, конечно, Гризис посильнее. А у Москвы, как я уже и сказал, нету двух игроков, которые являются игроками стартового состава в чемпионате. Но, по идее, даже их отсутствие при наличии Сукасяна и остальных игроков может хватить для прохода Москвы. Плюс Чеботарев, который может приехать хотя бы на одну из двух игр. Так что даже не знаю. Тут, конечно, очень сложно. Ну, давайте поставлю все-таки на Москву. Хотя это тот случай, когда я, конечно, рискую. Ставлю просто на класс, а не на порядок. Итак, матча третье место. Айова и Гризис я бы поставил на Гризис. И финал. Мэнрад Клоус и Москва. Ну, слушайте, если Чебу удастся провести на финал, то, наверное, все-таки... То, наверное, все-таки Москва. Вообще, конечно, Артемий Чеботарев, играющий в 13-м по силе дивизионе АБЛ, это, конечно, смешно. Вот. Ну, если Чеботарев не приезжает, то Мэнрад Клоус за счет своей командной работы могут выиграть. Хотя, мне кажется, что Сукасян там и в Сова может выиграть. Против Сукасяна, конечно, Мэнрад Клоус настрадаются. Вот. Ну, все-таки, наверное, Мэнрад Клоус без Чеба в составе у Москвы, но это не точно. Это не точно. Так. Ну что? Кажется, мы закончили обсуждение всех игр предстоящего плей-офф кубка, который будет проходить в Перово. И у нас осталось на закуску, а точнее на десерт, у нас осталось то, что мы также анонсировали у нас на обложке, на анонсе подкаста. Да, это предстоящий матч плей-офф дополнительного дивизиона плюс. Так что давайте сейчас его тоже обсудим. И мы его обсудим вместе с нашим гостем. Так что на ней будет интересный сейчас формат. Сейчас тоже эту двухминутную паузу возьму, и мы тогда продолжим. Так, кажется, мы уже должны вернуться в эфир, но это не точно. Сейчас проверим. Да, окей, мы в эфире. Так, друзья, мы продолжаем наш подкаст. Теперь мы уже переходим к обсуждению предстоящих игр плей-офф первого раунда дивизиона плюс. И у нас в гостях в студии игрок, можно сказать, в том числе играющий тренер команды «Вершина» Михаил Сергеев. Миш, привет. Привет. Спасибо, что доехал. Спасибо, что позвал. Но давненько я сюда не заезжал, на самом деле. Годик, наверное. Ну, кстати, да, я же тоже прошлой весной приезжал, получается. Что изменилось в студии с тех пор? Стол переставили. Второй экран убрали. Еще Влада почему-то убрали. Да, да, сократили. Сократили рефинансирование. Но, тем не менее, рад, что ты вернулся. И мы поговорим про вершину. Тем более, что сейчас, да, это уже не та команда, за которую ты играл в прошлом сезоне. В первую очередь, конечно, мы поговорим про матчи плей-офф плюса. Плюс, конечно, интересный дивизион был, потому что это вроде бы дополнительный дивизион, но при этом он так долго играется. Практически то же самое, как обычный дивизион. То есть там матчей сыграно немало. Учитывая, что у нас добавился кубок, даже матчи больше сыграли, чем команда основных дивизионов. И долгожданный плей-офф, наконец, начинается. Сейчас мы про это поговорим. Давайте, как обычно, мы начнем с обзора на то, какая у нас получилась сетка плей-офф, кто на кого выходит. Давайте сразу оговоримся. Поскольку у нас есть команда Вечное Небо, которая снялась с турнира, их, получается, не учитывает Вечное Небо. Из-за того, что у нас остается 15 команд, нечетное количество команд, у нас Miami Palms автоматически выходит в, автоматически выходит в, получается, 1-4 финала. Они не играют в 1-8 финала, как команда, которая заняла первое место. И все остальные команды, они друг на друга выходят, ну, по принципу, как в Unbatom. Первая-16, да, и так далее. И поэтому такие у нас получились пары. Москва-Сауст-Вест-Гост, Восток-Мугуту, Вершина-Патрик Стар, Бобка с 99 проблем, Каст-Нумер-7, Тим-Тим, ДТБ Шокерс и Гровбаскет Гонзага. Мы тогда пойдем, наверное, по, да, как раз по сетке, да, то есть мы, получается, пойдем по верхнему посеву, да, там второе и, получается, какое-то 15 место, да, там и так далее, да, третье, 14-е. Будем идти по такому посеву, главное, не запутаться. Но Миша сказал, что все помнит наизусть, поэтому надеюсь, что не запутаемся. Ждем ваши комментарии, друзья. У нас пока не самый активный эфир, только Дима Скалов тут добавляет какой-то активности, поэтому, кто смотрит эфир, ставьте лайк, не забывайте, пишите комментарии. Возможно, сейчас у вас есть какие-то вопросы по формату плюса, по формату плей-офф. Мы, в принципе, готовы на все это ответить. У нас, кстати, это, по-моему, получается, единственный будет турнир в этом сезоне, где 1-8 финала будет проходить в формате двух игр, а не одной, да, потому что, например, в женской лиге у нас 1-8 финала в одном матче, да, а тут две игры будет, поэтому первый раунд будет сразу две игры, и я тогда сейчас перед глазами еще открою заявочный лист команд на, заявочный лист команд на плей-офф, да, кого успели команды заявить плей-офф, чтобы сразу было понятно, какие будут заявки у команд на постсезон. Так, окей, список я подготовил, ну и мы тогда переходим к обсуждению предстоящих игр. Погнали, погнали. Про вершину чуть подробнее поговорим, когда дойдем до обсуждения матчей вашей команды. Итак, начинаем мы тогда с обсуждения пары, которые заняли второе, и, соответственно, последнее место регулярного сезона. Вечное небо мы, опять-таки, не учитываем. Кстати, по поводу Вечного неба, было бы, на самом деле, интересно посмотреть их матч с Майами, он как раз должен был быть 26-м туром. Вот, и теперь получается, что они не сыграют, и как будто бы сыграли сразу одну-восьмую. То есть команда Вечное небо, которая держалась в топе все время, получается так, что из-за того, что, ну, они снились с чемпионата, вообще в плей-офф не попали, хотя команды, безусловно, рассчитывают на первые места. Но они не сыграли со всеми топовыми командами, они ведь так и с Гроу Баскет не сыграли. Они сыграли, ну, с Гроу Баскет, да, это было бы интересно, и с Майами они не сыграли. Они сыграли с нами, они сыграли с Бобкетс, они сыграли. И в целом весь дивизион, можно сказать, они не чувствовали. Ну, то есть они... Ну, так, конечно, так, может, немножко утрируешь. Ну, слушай, они игры, скажем так, с преимуществом меньше 20 очков не выдавали. Там просто проходились. Нет, конечно, это было бы интересно, вот, и посев был бы абсолютно другой сейчас, если бы они остались. Но имеем, что имеем, они заняли 16 место, и все команды, которые остались, уже, получается, круче, чем Вечное Небо. Получается так. А все это о чем говорит? О том, что, друзья, нужно идти на контакт с организаторами, с командами, своевременно оплачивать взносы, иначе вы можете оказаться в неприятном ситуации. Да, Джонни Вессон спрашивает, как работает серебряный плей-офф. А по поводу плюс, кстати, как я понимаю, там пока история факультативная. В отличие от основных мужских зенов ФБЛ, пока там нет обязательного участия в серебряной сетке плей-офф, поэтому пока несложно сказать вообще, как будет выглядеть. Может, вообще не будет серебряного плей-оффа. Может, будет. Это в зависимости от того, сколько команд... Ну, как я знаю, Макс сказал, по желанию. Да, по желанию, да. Поэтому пока непонятно. Ну, как бы тоже, по желанию, это вот после одной восьмой все, кто остались, вот эта восьмерка, которая не прошла дальше, они будут играть в серебряный плей-офф? Или это после одной четвертой будет уже 12 команд? Да, то есть это как бы тоже вопрос. Потому что, допустим, команды, которые проиграют в одной восьмой, они могут заявиться дальше играть. А команды, которые проиграют в одной четвертой, для них, получается, сезон закончен. И вот этот момент тоже как бы надо уточнять. Да, и так вплоть до... Ну, до полуфинала нет, потому что там уже... Ну, слушай, в основных дивизионах все команды играют до самого конца, за исключением двух последних. Ну, те, кто плей-офф не вышли. Ну, да, те, кто плей-офф не вышли. А тут как бы все вышли, но не факт, что команды, которые заняли более высокую строчку, дошли в постсезоне дальше, до второго раунда, и не смогут дальше понять свое итоговое место, скажем так. Да, да, так что этот формат надо будет продумать и посмотреть, сколько, конечно, команд выявит свое желание играть дальше. Так, у нас комментарии есть от Ракия... Ракия. Ракия Павелкина. Миша Сергеев чемпион. Ага, нормально. Хорошо, когда есть персональные болельщики, особенно когда они есть и в чате, не только в чате, это приятно видеть. Так, ну давай тогда перейдем, да, про Вечное Небо был хороший такой офф-топ, давай тогда перейдем к обсуждению матчей, и мы начинаем с игры Grow Basket в физтех и Gonzaga Bulldogs Farm. С самого начала посмотрим на то, какие заявки у обеих этих команд представлены, кого не успели заявить, кого не успели заявить. Итак, Grow Basket и Gonzaga, то есть Grow Basket заняло второе место, они делят свою строчку с Бобкоц, у них одинаковые результаты, но лучше личные показатели. И следующими у нас играет команда Gonzaga. Ну, кстати, они по соседству идут, забавно. Ну, конечно, как ты вообще относишься к этому, насколько это спортивный принцип, то, что команда может сыграть не одинаковое количество матчей, а к ним также применяется правило 30% игр, поэтому гораздо проще игрока успеть заявить. Ну, по поводу 30% игр — это ладно, но то, что команда заявляется в середине сезона и итоговое положение определяется по проценту, а не по очкам, как это в большинстве, скажем так, лиг во всех спортах, вот это, конечно, ну, скажем так, фишка АБЛ. Да, это правда. Кто-то этим недоволен, но я считаю, что если ты сильная команда, то ты всех должен обыгрывать. Если ты идешь за чемпионством, то тебе не важно, против кого играть. Ты должен быть сильнее всех. Вот, кстати, хороший пример, опять же, Гонзага и Вечное Небо. Обе команды заявились не с самого начала, но Вечное Небо как бы были в топе, а Гонзага выиграл там два или три матча по ходу сезона. Вот так что особо это ничего и не зарешало. Решало желание Гонзаге, да, остаться? Ну, да. И они остались. Ну и смотри, какой состав у них интересный. Да, я посмотрел, тут и Шаровары, и Штрубабин, и Чичеланов, скажем так, парни, которые играют в основном чемпионате в Бифе, по-моему, они играют, да. Единственный момент, насколько им актуально приезжать, я не знаю, вышли ли они в плей-офф у себя. Они не вышли, они не играли за Гонзагу. Короче, Гонзага в Бифе не играл, потому что они не вышли в плей-офф. Ну, в любом случае, в кубке они вышли точно, потому что мы с ними были в одной группе, так получилось. Вот, и они там сто процентов вышли. И есть ли желание у основника приезжать в фарм-команду? Ну, как будто бы против сильного соперника, таких как Гроу-баскет, можно и приехать, скажем так. Вот, к тому же Гонзага играла с Гроу-баскетом вот только что. 26-й тур, опять же, у них был. Это, кстати, такая небольшая тенденция. Много команд, кто вот сейчас будет играть. Они играли вот буквально на этих выходных. Вот, но что у Гонзаги, что у Гроу-баскета, тогда не приехали основные игроки. У Гонзаги вот никто... А, нет, Чичиланов, по-моему, только был. Да, Чичиланов был. Ракет накидал. Вот, но ни Штрубабина, ни Шаровара не было. Вот. А мы как бы знаем, если у Штрубабина полетит... Но не в Перова. Да, но в кампусе, да, но не в Перова. Но в любом случае этот игрок, который не выделяется габаритами, но очень техничный и, скажем так, агрессивный в защите и в нападении. Поэтому я даже не знаю, кто у Гроу-баскета Гранкин. Может, только против него встанет. Тоже такой хороший защитник. И в Гроу-баскета на 26-й тур тоже не приехал ни Сухов Мазнин, ни Майдан, по-моему, тоже не приехали. Там много кого не было. Смотри, там не было Ландышева, там не было Матусевича, там не было Ястребцева. Заявка, конечно, в Гроу-баскет очень большая. Здесь еще, закрывая вопрос Гонзага, хочется отметить, что они не успели заявить из Бифа Черноситова, четвертого игрока из Бифа. Он бы помог точно, ему ни одной игры не хватило. Поэтому Черноситова не будет. Так бы они могли бы, получается, четверку составить, да, из игроков Бифа практически полноценную пятерку. У Гроу-баскета, конечно, заявка очень сильная. Мне кажется... Ну, они тоже одного не успели заявить. Я так по фамилии не помню. Давай посмотрим. Но помню, что вот одного они не смогли заявить, который у них нормально так забивает. Давай посмотрим, про кого идет речь. Кого они не успели заявить. Так, сейчас одно комментарий. Нет, Симака, по-моему, заявили. Симака заявили, да. А может, это и нет. Сейчас посмотрим. Так, зачем две игры, спрашивает Георгий Бонлу? Странный вопрос. Зачем две игры? Почему не три игры или что? В чем вопрос заключается? Чтобы кайфануть. Да, ну не знаю, зачем две игры. Если речь идет про то, что для первого рауна две игры слишком много, потому что соперники разного уровня, мне кажется, это спорное утверждение. Потому что соперники разного уровня. Команды 2-15, да, условно 8-9, а команды одинакового уровня. И вполне нормально, чтобы отыграть две игры. Я думаю, тут могут апсеты случиться спокойно. И не один апсет, когда команда с низкого посева отыграет верхний. Поэтому не думаю. Не думаю, что слишком такая большая разница. Так, давай. Ты тут, конечно, интересно закинул историю, что кто-то не успел заявиться. Давай посмотрим, кто никого не успел играл в баскет. Ну или так. Мечов. Во. Мечов у них. Подожди, Фан, Мечов вам, по-моему, не успели заявить. Нет, 6, надо 7. Ты хочешь сказать, что Стас не приехал на последнюю игру? А, точнее, он не приехал на последнюю игру. Ну вот, не приехал. Я запомню, у нас тоже Фаничов есть. Я такой, что-то вообще. Не будет битвы однофамильцев, если бы вышли друг на друга. Да, да. Кстати, еще Гуликов. Ну, про Гуликова я, по-моему, говорил на прегейме перед последним туром, что Гуликов не успеет. А вот Фаничову нужно было приехать, и он не приехал. Ну да, человек почти дабл-дабл делает, в принципе. Хороший игрок. Но ты его не видел, да? А какой у него номер? А, нет, вы видел. Мы играли против него как раз, когда у нас был тур с Гроу Баскетом. Я видел, как он играет. Вот и запомнил. Ну, в любом случае, его не будет. Даже без него. Я, честно говоря, даже затрудняюсь ответить, какой стартовый состав. Или даже, знаешь, допустим, кто является сильнейшим 6-7 игроками в ротации у Гроу Баскет. Потому что это очень сильная заявка. Ну, это показатель хорошей команды, на самом деле, когда все игроки забивают ровно, более-менее. Ну, выделяются, конечно, да, некоторые, типа Майдана, еще кого-то, Сухов Мазнин, да, тоже такой габаритный очень игрок. Смак атлетичный, прыгает высоко. Но в целом, да, это позволяет тренеру, так сказать, ротировать состав. И если... Ну, вот бывает так, что команды зависят от одного лидера. И если случится такая ситуация, что не полетит, у всех такое бывает, то одна команда свалится, а вот, например, Гроу Баскет может просто за счет других игроков начать вывозить, им больше давать мяч, больше через них играть. Вот, и это проблема для любого соперника их. Тут настолько укомплектован состав. Мне кажется, в плане глубины состава эта команда, возможно, лучшая. Ну, не знаю, Паумс все-таки нет, не знаю, хотя Паумс тоже вопрос по поводу их сильного состава. Еще есть Бобкес, у которой, конечно, тоже бесконечная заявка. Но мне кажется, в плане глубины состава, возможно, Гроу Баскет сильнейшая команда дивизиона. Ну, то есть там две пятерки можно спокойно выпускать. Очень качественные по уровню. Очень качественные по уровню. И вот разговор о том, по поводу того, кто может против Штурбаби, надо защищаться. Я думаю, тут хватает вариантов. Ну, Гранкин это назвал в первую очередь, потому что Денис заряжен, Денис хорош, но есть Ландышев, есть Ястребцев. Я, кстати, ни разу вживую не видел игру Александра, но... Он тоже против нас приехал. Ну, он вроде как в защите тоже хорош, да? Ну, он такой на массе парень, такой цепкий, скажем так. Не очень у него дальний бросок, но в целом на фолы лезет очень грамотно. Вот, и защищается тоже уверенно, скажем так. Цепляется. Такие, скажем так, игроки — это проблемы для соперников и хорошая, надежная опора для своей команды. Вот. То есть он даже, если может много не сбивать, он может создать много проблем. Вот. 99. Да. И он, получается, тоже играет на позиции задней линии. Тут, конечно, я даже не знаю, какая у них... Наверное, все-таки задняя линия у них повушек комплектована, чем передняя. Больших у них все-таки поменьше в команде, да? Из таких очевидных больших. Майдан. Майдан. Гончаров, который такой, знаешь, достаточно смолубольный. Слушай, но он из 26 туров приехал на 7. Ну, на Бобкутс он приехал, и он там зарешал. И он потом после с Бобкутс еще играл. Короче, то есть я не думаю, что стоит рассчитывать на то, что он не приедет. Я думаю, что он приедет. Ну, я думаю, на 1-8 он может и не приехать. Может быть. Ну, вот, наверное, да. Задняя линия у Гроу Баскет, возможно, сильнейшая в дивизионе. Потому что тут реально просто огромное количество игроков. Да, там на 2-5-ки хватит. А вот как будто бы больших не так много. Майдан, Гончаров. А дальше уже приходится смолубол какой-то выпускать. Губидулина сложно большим назвать. Адель все-таки больше третий номер. Хотя можно на 4-го поставить. А, ну, есть еще, конечно, Малошенок, который может скамейки выйти. То есть там есть, конечно, еще резервы. Ну, ладно. Если мы возвращаемся к серии с Гонзагой. Так, Стас зато права получил. Ну, поздравляем его. Правильно расставил приоритеты. Ну, да. Ну, да. Все-таки плей-офф — это плей-офф, а права… Ну, права всегда можно и пересдать, конечно, да. А плей-офф, плей-офф… А в плей-офф заявиться только один раз можно. Только один раз в 2024 году. Только в следующем году. Поэтому тут, может, и не совсем правильные приоритеты. Зато, может, на машине довезет, да? Будет перекоманду возить. Поэтому… Да, особенно если какую-нибудь категорию С получил на микроавтобусы. На микроавтобусы, да. Вот и сидит 12 человек улезет. Будет, будет, в общем, должен команде, да. Ну, в этой серии против Гонзаги, во-первых, как ты правильно отметил, вообще не факт, что приедет эта троица, избив, вообще не факт, что они приедут на обе игры. Но даже если не приедут на обе игры, атакующий потенциал у них хороший. Но в защите, причем это, наверное, относилось и к Гонзаге в бифе, хотя они уже привыкли к там смоу-болам играть, то, что они из больших играли. И тем более это относится к Гонзаге, которая выступала в дропе до появления в плюсе. И в плюсе тоже. Главная проблема Гонзаги – это защита. Очень много пропускает, очень много пропускает быстрых прорывов. Много пропускает под кольцом, потому что больших нет. Но кажется, что вот в этой серии, как написал у нас Георгий Бунову, кажется, что в этой серии реально… Нет смысла две игры играть. Реально, как будто бы нет особо смысла две игры играть. Так, а что, плашку мы не поменяли, да? Так, ну понятно. Так, сейчас плюс… Плюс… Одна восьмая. Так, и… Так, где у нас там? Вот. Так, окей. Спасибо за напоминание. Дима Скалавта для этого и есть, чтобы напоминать. Ну, здесь все понятно, да? Ну да, я думаю, Гроу Баски без проблем закроют. Ну, объективно, да. Ну, как бы хорошо, я не относился к Гонзаге. Вот. Просто, ну, объективно Гроу Баски посильнее. Окей, хорошо. Переходим к следующей паре команд. Недолго плашка была. Ну, главное, что немножко обозначили. Третье и четырнадца, да? Третье и четырнадцае место. Шарлот Бобкетс. Шарлот Бобкетс играет с командой 99 проблем. Так, смотрим. Бобкетс, Бобкетс, Бобкетс. И 99 проблем. Следующими играют. И, кстати, готова предварительная заявка. Да, это неплохо. Это неплохо. У 99 проблем. Честно говоря, я 99 проблем по фамильной никого не знаю. Только вот Смирнов, по-моему, и, по-моему, капитан у них, Бастрон. Единственные две фамилии, которые я знаю. Даже Магирамова не знаешь? Нет. Понял. Так что тут нужна твоя помощь. По Шарлоте еще можно что-то поговорить, но 99 проблем для меня как в персоналии. Это именно загадка. Давай посмотрим, кого они успели заявить. Да, посмотрим, кого они успели заявить. И заодно посмотрим на заявку Бобкетс, потому что она, мне кажется, просто бесконечная. Для меня до сих пор загадка, как вообще формируется состав. Так, ну давай с 99 проблем начнем. Они сами первые по списку. Это вообще уникальная команда. В ВБЛ, наверное, больше нет команд, которых в названии первая цифра. Да, поэтому их удобно искать в алфавитном порядке. Ну, более-менее окей. Смотри, Таргаев – это лидер прошлого сезона. В этом году редко приезжает. Но главное, что успели заявить. Бастрон, понятно, что больше в роли тренера выступает. Конечно, тут больше игроков в задней линии. Тут из больших игроков Таргаев, хотя он больше третий. Но за счет его атлетизма и прыжков он, конечно, может помочь на позиции четвертого номера. И Денис Мальцев – это, по сути, единственный большой команды. Ну, по-настоящему большой. Все остальные игроки – это третьи номера. Там даже нет четвертых номеров. Поэтому, конечно, состав смолбольный. Но задняя линия неплохо укомплектована. Тут много игроков. У Тяркин из спортшколы трудовой резервы, насколько я понимаю. То есть есть Тяркин, есть Мамаев, есть Третьяков, есть Смирнов. Ну, Смирнов по габаритам тоже ближе к третьим. Он может большого сыграть. Есть Магерамов. Так что, в принципе, задняя линия укомплектована неплохо. Ага-Хан, кстати, очень сильный проводил перформанс после Нового года. Просто я удивлен, что его не запомнил. Ты следишь. У него очень классные были матчи после Нового года. Он попадал в перформанс недели? Ну, перформанс недели он не попадал. Но сборная тура попадала, когда команда выигрывала. И мы про него говорили. Ладно, это составит у нас идеи и проблем. Посмотрим на заявку Бобкатс. Я, честно говоря, даже не в курсе, кого не успели. Завидели. У меня самого загадка. Сейчас посмотрим, что там у нас. Заявку. Даже Карцев успел. Карцев. Ну, он давно не приезжал, конечно. Ну, он вначале что-то поездил, поездил. А потом, видимо, с Перлосу ушел совсем. Ну, видимо, да. Видимо, да. Так, Кузьмич из Хая, кстати. Можно даже так называть игроков, и какой у них уровень. Да, Дмитрий Кузьмич, Дмитрий Прокопов, Виктор Тавров. Тоже хай-лав, я думаю. Ну, не хай, да. Но, да, хард-лав есть. Есть Беляев в своё время в хай успел поиграть в своё время. Гаранин тоже в хай успел поиграть. Чинючин, Воробьёв, Ханаев, Кадонский. Кадонский тоже из Сенцинати, по-моему. Не-не-не. Не играл в Сенцинати? Нет, путаешь, путаешь, Юра. Ну, он всю жизнь играл у нас за Джорджио Бульдогс Светланы Коноваловой, за Мэнред Клаус. Он из этой серии. Саша Стеливайн. У него, кстати, был день рождения, по-моему, вчера. Так что можно его поздравить с прошедшим днём рождения. С прошедшим днём рождения. Федя Кузнецов, который пока ещё не димбельнулся, Никита Тимофеев, Стефан Бунулу, Артём Карабинников. Но все помнят его заявление перед тем, как он ушёл. Какое там было заявление? Шорлотт-чемпионы. Ну, состав почти чемпионский, да. Ну, что скажешь? Ну, что, как говорится, боча. Боча что-то жёсткий, да. Боча что-то решает, что-то поднабрал очень сильно. И вот, наверное, после Нового года начал выдавать прям топовую статистику. Такое ощущение, что он на новогодних праздниках не салаты доедал, а пошёл железо тягать. Вот, потому что, ну, я вспоминаю нашу игру в первом круге против Шорлотт, где он, ну, крепкий, но более суховатый. И сейчас он прям чувствуется, поднабрал мышечную массу. Вот, стал поувереннее проходы лезть, прыгать повыше. Вот, по-моему, сверху стал почаще забивать, скажем так. Вот, ну и Кузьмич, разумеется, наверное, один из лучших, если не лучший разыгрывающий АБЛ, я так считаю. Все АБЛ. Все АБЛ вообще, да. То есть это парень, который, ну, все функции разыграющего он выполняет. Он хорошо видит площадку, у него хорошее видение. Он может в определенных эпизодах зарешать сам, сам себе создать пространство, на последних секундах найти фолл под кольцом. И все это дополняется тем, что он левша. Неудобно защищаться против игрока, у которого левая рука ведущая, потому что как бы привыкаешь уже, что все правша, правша, а тут такой он сейчас влево пойдет, да. Ну да, он, как правило, в основном ходит только в левую сторону, но это не мешает ему собирать там, сколько у него фолов соперника в среднем за игру он на себя ловит, я думаю, там больше пяти точно. Ну, тут пять, в основном цена, возможно, тоже, я думаю, цифры близкие к этому, чуть поменьше, может быть. Ну вот, шесть передач, 15 очков, пять фолов соперника, это, в принципе, отличные показатели. По потерям, ну, потерь многовато, ладно. Ну, есть одна ложка дегтя. Да, это прям ложка. Я помню, против нас он 12 потерь, по-моему, сделали, типа того. Не-не, я не про потери хотел сказать, я хотел сказать не про потери, я хотел сказать темперамент. Дима такой игрок, который может психануть, он может психануть, и может ему что-то не понравится. Вот так было в последнем его матче, где он получил два технических в начале игры, и в итоге не смог продолжить игру. Я помню его матч с Нценати, где, очевидно, команда на него больше рассчитывает, он там является как одним из, ну, не знаю, не капитанов, но, в общем, там является одним из ключевых игроков, и даже за Нценати Беркэтс. Я не знаю, конечно, как это был весь этот сезон, но в начале этого года, в прошлом году, по моим воспоминаниям, у Кузьмича были моменты, когда он мог либо телетануть, либо психануть в плане технических. То есть, ну, теоретически, да, в критический момент Кузьмич может где-то психологически поплыть. Теоретически. Но это, знаешь, нужно, чтобы это еще случилось. Была такая ситуация. У них, по-моему, еще Коробейников из той же серии, что он достаточно спыльчивый парень. Тёма Коробейников суперспыльчивый. Вот его точно, его несложно вывести на эмоции. Вот, и смогут ли они себя контролировать? Ну, я не думаю, что матч 1-8 заставит их это сделать. Да. Выйти из себя. Но, опять же, смотри, у Кузьмича всего 7 игр. То есть, еле-еле успел дозаявиться в плей-офф. Понятное дело, что у него там были игры в других чемпионатах вне АБЛ. Вот, сейчас они вроде закончились, но, тем не менее, из 26 туров он приехал на 7. Вот. То есть, фактор доезда именно Кузьмича, к тому же в 1-8, я думаю, не стоит на это рассчитывать. То, что приедет какой-нибудь там Бочарников, Коробейников. Можно посмотреть на количество игр. И так далее, да. Вот Бунулу тоже он постоянно ездит. В этом плане как бы можно не сомневаться, что они доедут. А вот дальше это все лотерея, я не знаю, как игральную кость подбросить, все равно не угадаешь. И это как раз, наверное, по-настоящему единственный, ну не то, что может единственный, но, наверное, главный минус Бобкетс, это то, что доезд команда непредсказуемый, и то, что львиная доля игроков этой команды, процентов 90 состава, имеет приоритет у себя другие команды ВБЛ. То есть, понятно, что почти у всех этих игроков, у них сейчас идет плей-офф либо в кубке, либо в чемпионате. И на любом моменте они могут отвалиться, потому что по расписанию поставили время неудобное. Бочарников, наверное, для него приоритете матчи за Джорджию. Не знаю, Антон, по-моему, сейчас где-то больше ничего нигде не играет, только за Джорджию, надо посмотреть. У него было время, когда он много матчей плюса подряд пропускал. И я думал, что он набрал 8-9, и все, решил больше не играть. А потом снова вернулся, такой, а, ну, значит, не ушел, значит, все нормально. Ну, в итоге получилось так, что Бочарников больше всех матчей провел. То есть, у Антона приоритете Джорджия. По поводу Коробейникова, кстати, не знаю. У него тоже Джорджия, поэтому, если, допустим, будет стоять матч Джорджии и параллельно с Бобкой сразу несколько игроков могут отвалиться. Бочарников, Коробейников, Кодомский. Это все игроки Джорджия Бульдогс. То есть, минус 3 играка ротации. С кем они играют? Кубок сейчас. Они же, я думаю, высоко залезли. Надо посмотреть. Это, конечно, у меня поставил вопрос. Они, по идее, в кампусе, я думаю, играют. Скорее, да, это кампус, Биф. Нет, это не Биф, так, сейчас кубок. Так, Джорджия играет с Дьюком. Так, когда они играют? В субботу, в 20.40. А Бобку с нас во сколько играет? В воскресенье. Но в любом случае, в любом случае. То есть, просто если перечисляет, тут все игроки, кроме Стефана Бунулу и Саши Соливаненко, у всех игроков есть еще команды ВБЛ. А, и Гаранин, кстати. Короче, тут пятерка игроков отвалится просто. Иначе Джорджия будет в одно время стоять. Это надо учитывать. Это надо учитывать, если мы делаем долгосрочный прогноз. Ну ладно, мы про Бобкас много сказали. Какие есть преимущества у 99 проблем на фоне Бобкаса? Они тренируются. Это хорошо. Все. Это хорошо, что они тренируются. Это похвально. Но на самом деле команда, которая их габаритами превосходит очень сильно. И в технике, я думаю, тоже. Я не скажу, что 99 проблем слабая команда. Они вполне себе навязывают борьбу всем. И стараются играть до конца. За это им прям вообще огромные респекты. Я много раз слышал, как они в раздевалке обсуждают проблемы, что у них не получилось, что наоборот получилось. Сразу нарабатывают, грубо говоря, план тренировки следующей. Ну за счет чего они могут победить, я не знаю, run and gun. Так Бобкас не перебегаешь. Только если там совсем не доезд будет. Да, только Бобкас — это тоже очень быстрая команда. А 99 проблем, я думаю, не так хорошо умеют играть в комбинационный баскетбол, чтобы за счет скоростных передач разбить зону Бобкаса. Поэтому я думаю, это то же самое, как и с Гроу-Баскетом. Очевидно, что Шарлотт должны проходить дальше. Но я бы хотел, чтобы это был достаточно близкий матч и оба хотя бы до 20 очков пускай они. Если они сыграют с разницей за оба матча меньше 40, то это будет очень хорошо для 99 проблем, я вот так считаю. Между не в сумме, а в каждой игре? В сумме. В сумме 40, если они... Ну это ты прям хорошо предложил. Ну это прям будет для них, я думаю, вот потолок. То есть я, ну честно, я не верю, что 99 проблем могут пройти и обыграть хотя бы в одном матче Шарлотт. Не знаю, Шарлотт могут в четвером приехать и все равно выиграть. Ну, типа, ты видел. Ну, там 40-20, 25 — это не очень. Это, по-моему, как раз, кстати, матч... В кампусе была игра. В Бобкасе. В Бобкасе после того, как они с нами сыграли тогда... Или нет? Нет, нет, это не тот матч. Я просто помню, после того, как Шарлотт сыграли с нами, они следующий тур просто уничтожили соперника. Там что-то Бочарников попал в сборную, там, 50 или 60 очков с Ганзагой. С Ганзагой, да, они играли. Да, Ганзага вчетвером приехала, да. Но сам факт, что они прям обозлились. Так, сейчас посмотрим комментарии. Дима Скалуф пишет, что чтобы в плюсе попасть в перформанс неделю, надо душу дьявола продать или набрать 80. Или квадрупул дабл. Бывает даже квадрупул дабл. Ну да, квадрупул дабл, наверное, бывает достаточно, да. Авиамоторный, на авиамоторный Джорджа играет, и она, я думаю, про это нам Сеня Беляев говорит. Окей, почему, наверное, еще вот такая фраза была от Георгия Бунута, чем две игры? Потому что так получилось, что в этом сезоне, что в прошлом году, потому что в том году и Бобкетс, и Диодзей Проблем. Кстати, это, получается, одни из многих команд, которые в том году в плюсе играли. И друг с другом тоже играли. И так получилось, что у Бобкетс вот за... Они, получается, один раз в этом году играли, да, по-моему, не два раза. И в том году они, по-моему, два раза играли с Диодзей Проблем, если не ошибаюсь. Но вот ни разу за эти три игры у Диодзей Проблем не получилось с Бобкетс вообще зацепиться, да. И Бобкетс выиграли очень много. и вот в этой игре, в этом сезоне, и в том году не выигрывали много, может сложиться недооценка соперника. Очень серьезная. И у Бобка цена точно имеется. Вот я могу точно сказать, как человек, который есть в чате Бобка, недооценка соперника там есть. Ну недооценка соперника сколько может продолжаться? Четверть? Половину может продолжаться. Ну Антон Рубцов для этого есть, чтобы как-то завести команду. Чтобы ребят не совсем берега попутали. Ну просто смотри, они играли с идеей проблем, у которых не приехал почти никто. Там из основного состава был только Смирнов. Знаешь, как я скажу, если они не приехали тогда, почему они обязаны приехать сейчас? Потому что это плей-офф. И что? Мы играем против Шарлот. Какой смысл мне приезжать? Я думаю... Ты же сам сказал про то, как они разделок себя вели. Это правда, но они играли с Шарлот. Они, я думаю, догадывались по ходу сезона, какой это тур был. Даже если это был какой-нибудь 15-й тур. Понятное дело, что они выйдут там на Шарлот, на Гроу-Баскет, куда-нибудь. Против верхов. Почему бы не собраться и не порепетировать в матче грубо говоря, потенциально будущих соперников? Я думаю, не у всех есть возможность стабильного доезда. Бывает так, что накладывается неудачно по времени. Ну давай предположим, что у нас проблем привезут 12 человек, а Шарлот 3. Ну нет, ну давай не будем настолько докручивать, но просто я думаю, где и проблем соберутся. У них последние туры хорошая заявка. Это видим предварительную заявку. Не факт, что все приедут, но допустим, они соберутся. По Бобкоц инфы нет, но с Джорджи игра не совпадает, так что пятерка Джорджи, скорее всего, будет. Добавить туда еще там несколько человек, того же Сеня Беляева, который в комментариях, да, добавить Стефану Бунеллу, добавить еще кого-нибудь. Ну человек в восемь, я думаю, Бобкоц точно соберет на эту игру. Достаточно. По идее, да. Достаточно. По идее, достаточно. Но просто я к чему вообще веду? К тому, что возможно впервые в этом сезоне, даже за два сезона впервые, Бобкоц увидит более сильных 99 проблем. Ну потому что до этого они их вообще не видели. Слушай, ну насколько я знаю, 99 проблем в том сезоне прям очень плохо. Они прибавили с прошлого года, да. Ну хорошо. Ну видишь, в этом матче, в этом сезоне можно не почувствовали разницу. Потому что там вообще не доезд был, у Днёздей проблем. Там никто не приехал. Слушай, ну я за хорошую игру всегда. То есть намного приятнее смотреть на близкую игру, там с разницей до 10 очков по ходу всей игры, чем после первой четверти 2.38. И я представляю, как сложно комментаторам это все комментировать. И люди, которые даже подключались к трансляции, начинали смотреть, думали, ну что там, как получится, не получится. Видят 2.38 и такие, а, ну все, понятно. И комментатор в пустую просто. Это как, 2.38 ты просто так за нас потолкали? Нет, посмотри. А, после половины какой был счет? А, после первой четверти. Ну вот, 2.38 после первой четверти. Ну можно подумать, что просто там заело табло. Какую-то кнопку, да, там не прописали, там Днёздей дали в счет. Как в кампусе, кстати, раньше было, когда в кампусе сотка, единичка не отображалась. Ну там… Ну там… Днёздей, да, были проблемы с этим. Давай дальше. Да, думаю, достаточно про эту серию поговорили. Просто я надеюсь, что Бобкоц… Вряд ли Днёздей проблем настолько Бобкоц напрягут, что Бобкоц активизируется, но просто я надеюсь, что Бобкоц все-таки почувствует разницу между играми регулярного сезона и плей-офф с этой командой конкретно. Команда Днёздей проблем. И надеюсь, что плоды работы Лиебастрона все-таки будут видны. Так, хорошо. Четвертое место у нас вершина в него? Да. Хорошо. Так, вершина и Патрик Старр. Но прежде чем мы придем к обсуждению вашей игры с Патрик Старр, давай немножко ты расскажешь про вершину. Ну, может, не суперподробно, но просто расскажи немножко вообще в целом про изменения, допустим, состава вашей команды по ходу сезонов плюсе, потому что, ну, изменения есть. Слушай, мы команду решили собрать летом и, ну, планировали вообще один состав собрать и заявиться куда-нибудь. Софт, рофл, судя по прошлому сезону, я так написал Максиму. Вот. Ну, закинули в байт, окей, как раз между софтом и рофлом. Вот. Так получилось, что в августе, начале сентября уже приходил народ, превышающий ротацию в 15 человек. И как бы заявлять все 15 человек в один дивизион, это, ну, как бы не круто, так не делает никто. Потому что у нас все ребята, ну, большинство, ладно, это студенты, у которых, скажем так, много свободного времени. Вот. И как раз дивизион плюс подвернулся. Я знал, что дивизион плюс стартует не сразу, как и в том году. Он начался с октября или с начала сентября. И мы такие, ну, давайте заявимся в плюс. И изначально мы там заявили, сколько человек? 8, может быть, в сумме. И думаем, ну, ладно, по ходу сезона кого-нибудь доберем. Ну, так и получилось. Этот позвал друга, этот позвал еще друга. Кто-то где-то увидел. Вот. И получается, что кто-то ушел, кто-то пришел. И в итоге где-то, ну, декабрю, наверное, может быть, к Новому году сформировалось два полноценных состава в Байте и в Плюсе. Если коротко, то прям вот так это было. Это до нового. Ну, в смысле, это то, что получилось к Новому году, да? Ну, да. А ну, после Нового года у вас как будто бы немножко доезд немножко изменился, да? В Плюсе, по крайней мере. Слушай, ну, после Нового года прошла половина чемпионата. Мы уже поняли, какие команды, ну, действительно сильные могут составить конкуренцию, какие команды, ну, скажем так, из нижней части таблицы. И, например, на сильные команды мы там просим не приезжать условно. Там Миша Ершова, да, который, конечно, наш талисман, но вот уровнем он явно не тянет на там топ-5, топ-7 команд. Ну, ему нет смысла приезжать, ну, час сидеть, просто смотреть, когда он там на выходных работает, я знаю, и как бы забирать его в выходной, чтобы он просто посидел с первых рядов, посмотрел матч. Это не круто. То же самое мы делаем, когда играем там со слабым, ну, просто не слабым, а с командой из нижней части таблицы, вот. Там бывает, что Игорь не доезжает, да, там Даня, ну, ладно, Даня почти всегда приезжает. Вот, там, кто? Артеменко не приезжает, Ярастов не приезжает, Тюряев не приезжает. И мы как раз даем поиграть ребятам второй пятерки, если можно это так сказать. Вот, ну, грубо говоря, просто не экономим силы, а смотрим, как пятерки могут взаимодействовать друг с другом. Разные пятерки могут взаимодействовать на площадке, вот. Ну, и все-таки это любительская команда, все должны поиграть, и если, ну, там, на Гонзагу или на 99 проблем привести Артеменко, ну, уже вся интрига пропадет. А так, смотри, сколько у нас интересных матчей. Шокерс, как интересно сыграли, да? Ну, да, Шокерс, да. Вот. С призраками, вот, прошлый тур тоже близкие матчи. Так же намного интереснее играть, когда ребята, которые там выходят со скамейки, шестой, седьмой игрок, да, они выходят в старте и понимают ответственность, что надо выиграть. От меня зависит игра. Это своего рода, скажем так, рост, как игрока, что ответственность на нем. Поэтому, ну, такая политика у нас примерно. Как у вас с тренировочным процессом? У вас совместные тренировки или составы раздельно тренируются? И как регулярно? Слушай, по ходу сезона мы меняли тренировки ног на головы. То есть изначально у нас было два тренировочных дня, тренировались все вместе. Вот. Потом взяли в зале еще один, еще одно время, да, еще один день. И получается, там, понедельник-пятница один состав, среда-пятница другой состав. То есть получается у каждого состава два тренировочных дня, а в пятницу устраивали такую более-менее игровую тренировку, чтобы нарабатываться. Вот. Сейчас снова вернулись к двум дням, поняли, что это самое оптимальное. Вот. Ну да, так, тренируемся сейчас вместе. И сейчас стабильность там доезжает, то есть минус, да? На тренировки? На тренировки. Ну, раз через раз, скажем так. Вот. Ну, на всякие там игровые, конечно, побольше приезжает народу, потому что все же думают, что они очень крутые баскетболисты, не надо тренироваться. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас в другой зал переедем, у нас сейчас зал достаточно далеко. Вот. В ближайшее время переедем в более доступный, и все будет нормально. Какие вообще цели у вашей команды в плюсе? Все-таки здесь у вас состав посильнее, чем в дивизионе бейт, и поэтому какие у вас цели? Умерлись ли эти цели по ходу сезона, да? И какие у вас цели сейчас в преддверии плей-офф? Лично для себя там ты думаешь, что будет удовлетворительно для вашей команды, там какое место, какой раунд? Первое. Окей. Ну, тут мы заявились чемпионат, чтобы его выиграть. Какой смысл заявляться и думать, так, лишь бы выйти в плей-офф или лишь бы пройти второй раунд там условно. Нет, мы, ну, у нас одна цель — собрать первое место, все, других вариантов мы не рассматриваем. Ну, скажем так, цель всегда должна быть победить, вот, но раньше времени загадывать в любом случае нельзя, мы должны мало хотеть победить. Вот, я так скажу. Нужно выходить в каждой игре и доказывать то, что мы достойны победить, мы должны победить. Вот, и плей-офф это как раз вот и покажет. Так, хорошо. У меня интересный вопрос, а как Даниил, если понятно, в команду попал, потому что он у нас раньше играл в Ереванской лиге, то есть мы его в прошлом сегодня прекрасно помним по матчу, выступая за Ереван, у него там брат остался. Вот, и интересно, как он в вершину попал, потому что он практически с первого тура, даже не практически с первого тура в команде, и в итоге он больше всех матчей сыграл. Ну, слушай, они вместе с Димой Родионовым Марком Кашпуром, они живут рядом. Рядом это где, интересно? Они на профсоюзной живут, по-моему, насколько я знаю. Или на Беляева. Ага, то есть про это говорил? Да, и Ваня. Тимохин. Да, да, Тимохин, Ваня как раз про это говорил. Они, грубо говоря, на уличной площадке познакомились. Вот, я не помню, кто пришел раньше. По-моему, Дима с Марком пришли и подтянули Даню. Или они вообще втроем пришли. Ну, то есть, если и Дима с Марком чуть раньше, Даня там буквально через неделю, грубо говоря, пришел. Вот, ну, да, вот они втроем просто рядом живут и знакомы с уличной площадки, скажем так. Вот, ну, в принципе, по их стилю игры видно, что это ребята именно стритболисты такие, которые привыкли больше индивидуально играть, больше что-то там контакты искать, что-то какое-то красивое пытаться сделать. Вот. Ну, интересно за таким наблюдать. Когда Даня пришел на тренировку первый раз, меня тогда не было, тогда Игорь проводил, он мне потом скидывает видео, где Даня сверху колотит только так, а я смотрю, ну, там, ну, парень 170, там, 175 ростом, а он там с оттяжкой из-за головы, 360, что хочет, вообще вытворяет. Я такой, класс, все, это теперь наш такой росточек, который мы так вот будем взращивать. Вот, ну, нет, на самом деле отношение Дани Степаняна в целом к команде, к играм, ответственность, вообще абсолютный респект ему в этом плане, что он, ну, явно к нему повышенное внимание из-за его прыжка, скажем так, да. Ну, все, кто смотрят первый раз или там после матча остаются, смотрят, как он там что-то допрыгивает, еще сверху забивает, ой, все-таки как это возможно, как это возможно, но он ни капли нет, скажем так, не зазвездился, ничего там на показ не выставляет, ничего. Я у него даже вот иногда спрашиваю, ну, на телегруппу ВКонтакте подписывайтесь, вот. Ссылочки нам будет скинуть, да. Ну, сейчас в комментариях вам там оставят. Ага. Если они удалят, ну, я не знаю, там можно ссылки добавлять в комментариях, можно попробовать. Если что, найдете. Вот. Мы там периодически выкладываем хайлайты, и я пишу, Дань, Дань, ты, ну, там, пересматриваешь свои игры, вырезаешь какие-то хайлайты, все же так делают, смотрят, вот, я круто забил, вот, я там сделал. Он такой, ну, так, пересматриваю периодически, иногда, там, может быть, одну из пяти игр пересмотрю. То есть он, ну, он просто играет в кайф, он получает удовольствие. Вот. Он не для шоу это делает, а, ну, именно для кайфа. Ну, можно сделать из этого профессиональную деятельность, как у Паши Казицына, который, не знаю, знаешь ли, Паши Казицына, он тоже считается чуть ли не самым низкоросовым данкером, который есть в СНГ-пространстве. Ну, по крайней мере, из тех, кто активно светится, он как раз в Белл у нас активно играл до этого сезона, и, мне кажется, непременно одного роста со Степаньяном, даже не знаю, кто из них повыше. Ну, можешь предложить устроить какой-нибудь данк-контест сия Белл в кампусе, да, когда будут финалы, например, сделать какой-нибудь перерыв и устроить. Было бы неплохо, я думаю, это бы привлекло общественность. Вот. Да так в целом, по всей этой тройке можно сказать, классные ребята, все тренируются. Дима Родионова, вообще у него трудовая этика, Коби Брайанта, блин. Он тренируется с утра до вечера и живет только баскетболом, скажем так. Я знаю, кстати, он смотрит. Привет. Если он смотрит, почему он ничего не пишет? Ну, сейчас напишет, значит. Да, хорошо. Так, ну окей. Последний вопрос, как раз будем уже более подробно вашу игру с Патрик Стар обсуждать. Много матчей до Нового года вы сыграли, там много как раз у вас было матчей основным составом против как раз соперников, которые в итоге там расположились в топ-5 таблиц, и много было игр, и много матчей вы в клатч проиграли. Ну, много было, я думаю, там 3-4 игры точно берется. Как ты думаешь, вот такие матчи, они там помогли в плане именно опыта игры в концовках? Помогут ли они в плей-офф, какой-то эфемерный опыт или нет? Ну, блин, я совру, наверное, если скажу, что сильно помогут, но и также нельзя сказать, что это совсем нет. Слушай, ну вот мы близко сыграли, получается, первый круг с Майами, с Шарлотт и с Вечным Небом. Да, там меньше 10 у всех были разницы, и все мы проиграли. То есть, грубо говоря, из Биг-3 мы проиграли всем. Это, конечно, немножко демотивировало. Ну, вот получается, сейчас в ответной игре с Майами мы пол игры вели, да, потом начали сдавать. С Шарлотт вообще выиграли. То есть, ну, в принципе, прогресс есть, ребята тренируются, ребята стараются, ребята выкладываются. Понятное дело, что напряженные концовки для ребят, у которых у многих, там, первый сезон в любительской лиге или вообще ребята первый раз в каких-то чемпионатах участвуют, и, ну, нервы так просто не появляются остальные. Вот. То есть, например, те же Шарлотт, да, у них состав, который, ну, явно знает, что такое плей-офф, явно знает, что такое бороться за, там, первые места, играть в полуфиналы, в финалах, и вот эта вся напряженка. Вот. Они, конечно, в этом плане более подготовленные, но, слушай, я вот так общаюсь с ребятами, ни у кого нет ни страха, ни какой-то нервозности в том, что они не уверены в себе или что такое, у всех настроить, да, вперед. Так что вот. Окей. Давай тогда как раз перейдем к обсуждению вашей предстоящей игры. Дима Сколов пишет в комментариях, что, эх, если бы Вечный Небо купил вторую майку, имели бы сейчас на одного контендера больше. Но я так понимаю, что проблема уж не только в том, что они не приобрели второй комплект формы, а потому что были проблемы с коммуникацией. Да, кстати, вот расскажи, пожалуйста, ты не коммуницировал с ними или нет, случайно? Слушай, ну, с Баттер ДН мы играли в одной команде, вообще, прошлой весной так сложилось. За пределами АБЛ? За пределами АБЛ. Да, и было интересно увидеть его в одном дивизионе. Он всегда говорит, что все хорошо понимает, но не понимает ничего. Вот. По-моему, у них в команде есть парень, скажем так, переводчик, который хорошо говорит и на русском. Там интервью давало, у них отлично русский говорит. Ну вот, вот, вот. Я думаю, через него шла вся коммуникация. Вот. А что они там на площадке друг с другом кричат, это, конечно, наоборот, их преимущество, что мы не понимаем, о чем они говорят. Это понятно, да. Но, короче говоря, да, с вечным небом получился прикол. Давай поговорим про команду Patrick Star. Поговорим про еще одну команду, которая тоже может быть небольшой языковой барьер, но ребята тоже играют с первого тура и успели пережить несколько не самых простых периодов, да, когда у них на китайский Новый год уехало сразу несколько человек в Китай, но сейчас они почти все вернулись, играют. Лично от себя скажу, что Patrick Star — это команда, которая, ну, потенциал, наверное, свой пока не реализовала, на мой взгляд, потому что я видел, когда у них, я бы сказал, видел, когда они были в самом соку, когда до Нового года у них приезжало почти две пятерки. Был такой период, очень короткий, наверное, месяц, когда они прям собирались, у них там две пятерки было, они показывали симпатичный баскетбол, но, конечно, после вот их возвращения из Китая, сейчас, конечно, нет такого даже и в помине. Они состав-то не подвозят стабильно на матче. Ну, видимо, хорошо отдохнули. Ну, может, не все вернулись, не знаю. Может, и не все вернулись. Может, не все вернулись, но, честно говоря, обидно. Слушай, на тот период, когда за Патрик Стар заходили ребята из Айовы, из Ласта там или из Лайта, я не помню. Из Востока там были, да, пацаны. Из Востока, но они вместе тренируются, по-моему. Патрик Стар и Восток. Да, да, да. Или в какой-то момент вместе тренировались. Да, 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 были, были точно вместе тренировки у них, да. Вот, это, конечно, было интересно, и я думал, смогут заявиться эти ребята в плей-офф или нет, в итоге не заявились. Да. И получается, что, ну, просто держали команду на плаву, как могли, приезжая там втроем, вчетвером, не получали 20-0 и уже хорошо. Вот, но это, конечно, грустно, что команда, ну, именно вот Патрик Стар так относится к чемпионату, что они могут просто на месяц уехать и, ну, остаться без наказами, наверное, неправильно будет сказано. Но они же нашли способ, правильно? Ну да, нашли способ, не знаю, это все равно неправильно. Я думаю, они в начале сезона знали, что у них будет китайский Новый год, что они уедут, и к этому можно было подготовиться и до января набрать ребят себе в команду, чтобы они потихоньку играли, 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 и у них там приезжало не 7 человек, а условно там 10-11, и уже тогда можно было, ну, одного-двух подключить из Востока или из Айовы, ничего страшного не было. Но когда из начального состава не остается никого, и приезжают ребята вообще из других дивизионов, это, конечно, интересный экспириенс, скажем так. Да, это точно. Но тем и прекрасен любительский баскетбол. В ВТБ такого не получится. Ну, ВТБ, да, ВТБ. Износы немножко другие, да, там все по-другому. 9 человек у Патрик Стар в заявке на плей-офф, и причем из этих 9, я так понимаю, что Цай Гаюн ни разу не сыграл после возвращения, как минимум. И насчет Лин Сяо Юй тоже не уверен. То есть, возможно, что из этих 9 доступно на команде только 7. Слушай, а кто из этих ребят в том году в софте играл? Я знаю, ТКЛ команда и Патрик Стар. Ну, парочку игр было у Ливой Туна, они очень много, у Лиджи Хао, и кажется, как будто бы вроде бы все. Парочку человек. Никогда не думал, что это скажу, но знакомые китайские имена. Ну, почему бы и нет. Если бы ты был жил в Питере, точно, наверное, тебе было бы ближе эта тема. Может быть, может быть. Но я смотрю, у них не успел заявиться их лидер. Ну, он уехал, да. И в итоге даже если бы он, если бы хватило бы одной игры, мы могли бы сейчас пофантазировать, а что, если он приедет? Ну, хорошо, что он тогда не доехал. Не думаю, что Джан Сы бы как-то здесь слишком сильно повлиял. Кстати, получается, из тех игроков, да, кто мог бы заявиться, как раз ребята из Востока, из Айова, да, Бердин и Куизорин. Чуть-чуть не хватило. Да, немножко не хватило. Ну, короче, смотри, вот не приезжал Цай Гаюн после перерыва и не приезжал Линь Вэн Дзянь. Не, по-моему, Линь Вэн Дзянь один раз был. Не было, получается, Линь Сяо Юи. Ну, то есть, я думаю, что, скорее всего, 7-8 человек, дай бог, если Патек Стар соберут на серию с вами. Ну, это их проблемы. Ну, я понимаю. Вообще, что про эту команду знаешь? Помнишь, сколько вы успели же с ними сыграть? Мы с ними играли два раза. Ну, второй раз не будем считать, первый раз. Ну, первый раз, я помню, ну, при гейме ты говорил, что они до этого крупно не проигрывали. Вот, и как раз встретились с нами, отлетели почти тридцатку. Вот, как раз. Да-да-да. Да, можешь посмотреть. У нас, получается, сейчас состав, можно сказать, не обновлённый. А, ну, хотя уже тут и Тюряев появился, и Грибов. Ну, не было, получается, Фомичёва, не было Потапова. Вот, но в целом всё равно, смотри, рабочий состав. Артёменко, не Артёменко, да, Артёменко? Артёменко. Артёменко. Да, Артёменко, наверное, несколько раз. Ну, виноват. Артёменко тоже ещё не было, да? Артёменко, да. Ну, да. Антон, конечно, интересно появился у нас. Смотри, Цайгаюн тогда играл, плюс Линь Вензян играл. Ну, и Цайгаюн сейчас не приезжает. Вот насчёт Линь Вензян я, честно говоря, тоже не уверен. О, я помню. И он тоже не приезжал. Короче, есть ощущение, что Патрик Стар тут сильно не соберутся. В общем, две игры тоже нет смысла, да? Если соберутся, будет хорошо, поиграем. Как бы потренируемся перед одной четвёртой. Вот. Нам как бы тоже не очень приятно приезжать и играть против троих, против четверых, когда у нас полная скамейка. Ну, конечно, кому-то приятно. Ну, кому-то приятно. Вот Шарлотт четверых обыграли, там, забегали. Восток тоже Гонзагу обыграли. Ну, у Востока там тренер, там можно оправдание найти. Ладно. Да. Вот, а Бобкас не знает, как оправдать. Ну, никак. Никак, вообще. Нет, я их не осуждаю. То есть, это, опять же, проблема Гонзаги, проблема Патрика, что они не доезжают. То есть, Шарлотт доехали, они играли. Восток доехал, они играли. Вопросов нет. От вершины. Ну, мы тоже доедем и будем играть. Чего их жалеть? Мы вышли в плей-офф, они вышли в плей-офф. Будем играть. Всё. Мы привезём свой состав, они привезут свой состав. Вот, будем играть. Что это? Одна четвёртая, это матчи на вылет. Давайте, ну, с самого начала относиться к серьёзным. Ну, это матч на вылет. Да. Всё. А я сказал, значит, что? Да. Ну, я с кубком, да, перепутал. Ну, кстати, если получить техническое поражение в серии из двух матчей, вы автоматически проигрываете серию. Я ни на что не намекаю, я просто говорю. Нет, ну, если получить два раза 20-0, понятное дело, что ты проиграешь. Нет, если ты получишь один раз 20-0, всё, ты серию проиграл. А, один раз 20-0? А, даже так? Да, то есть если ты выиграл с разницей больше 20 очков, но на второй игру не собрался, то ты проигрываешь серию. Интересно. Да. Но нам это не грозит. Ну, я так на всякий случай уточню. Патрик Старр это может грозить, так что надеюсь. Ну, вряд ли, конечно, выиграет плюс 21 игру. Посмотрим. Команда прикольная, но команда, конечно, неорганизованная, не доезжающая, не сформировавшая толком костяк. Эх, грустно всё это. Патрик Старр обидно. Потенциал сегодня реализовали. Вот был тот период у них в декабре месяце, когда я там комментировал несколько игр, когда они прижали двумя пятёрками. И вот, знаешь, если бы они продолжали бы собираться с такими составами, если бы они тренировались, я думаю, что эта команда могла быть очень хорошим, крепким средником этого дивизиона. Но это какая-то уже альтернативная вселенная. Окей, хорошо. Давайте перейдём к следующей паре команд. Вообще плашки забываем менять. Нет, почему? Здесь всё окей. Ты давай, это нормально всё. Извини. Пятая пара — это Восток, да? Восток, да. Так, Восток и Мгуту. Это тот случай, когда команды играли последней игрой. Да, да. Так, ладно, хорошо. Восток и Мгуту играют у нас следующими. Что скажешь про обе эти команды? Не знаю, с кого начнём. Ну, с Мгуту, наверное, начнём. Ну, давай с Мгуту, хорошо. Так, Мгуту. Ну, наверное, для меня эта команда схожая, как 99 проблем. Вот. То есть тоже ребята заряженные, но которым, ну, объективно, не хватает именно скиллсета. Вот. Они, да, борются, они стараются там играть в защите. Вот они Восток удали забить 50 очков всего. Это, ну, это круто. Восток достаточно такая бегущая команда, которая заряжена забивать. Вот. И то, что они сыграли тотал меньше 100, это хороший защитный баскетбол. Вот. Ну, у них что-то маленькая какая-то ротация, я смотрю. Причём Трубкин не приезжал после Нового года. Скорее всего, у них будет ротация. Ну, вот как на Восток. У них почти все приехали на Восток. И далеко не факт, что там все игроки, кто приехал на Восток, успели заявиться в плей-офф. Ну, вот есть ощущение, что 8-9 человек, скорее всего, доступны сейчас команде. Ну, это, я всегда говорю, это их проблема, что их заявляются. Есть вопрос по габаритам, да? То есть очень негабаритная команда. Ну, скажем так, Восток тоже не прям габаритная команда, но у них есть хорошие исполнители, рослые ребята. Только они, по-моему, не успели заявить одного большого. Сейчас я вспомню его фамилию. Наке. Ковалевского. Да, Ковалевского. Это, кстати, очень серьезная потеря для Востока, потому что Ковалевский — это, по сути, единственный полноразмерный центровой в команде. Слушай, они успели заявить Морозова, который, пускай не классический... Ну, скажем так, он не классический большой, но он большой современный НБА. Типа... Да, 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 да. Ты понимаешь, да? Да, Винбаньяма практически. Ну, типа того, только еще и с трехой. Да. И есть еще, кстати, из таких более-менее тоже больших Данилу Новымов, Кушнарев тоже, по-моему, вниз может спуститься. Ну, может, но это не то уже. Есть еще из детской леги Павел Кунчи, тоже большой, но он такой тоже уже немножко не то по габаритам. По сути, тут, наверное, из этой всей заявки представлены. Один более-менее классический большой, и то достаточно молодой и не очень тяжелый, это Данила Новымов. Все остальные, это, да, третий-четвертый номера, но при этом мы понимаем, что и Морозов, и Самойленко оба два метра ростом. Ну, да. И оба там задняя линия. Ну, да. Так что, ну, что с ними сделаешь, если они приедут? Ну, опять же, восемь-девять игр. Не знаю, если Самойленко еще даже, ну, если и не указано, что у него игры с играми, он все равно приезжал и подсказывал команде там, да, на мостике. Вот. То Морозов действительно приехал только на девять игр. Вот. Не знаю, ничего не буду говорить, но тут тоже Восток однозначный фаворит, и в серии с двух матчей они легко пройдут Мгуту, если не случится какого-нибудь, я не знаю. Ну, это вот типа Шарлотта, да, то есть вот кто в последней игре приехал у Востока левшин, в одного затащил, там 20 с лишним очков набрал, вот. То есть у Востока такая же ситуация, как у, я уже сказал, у Шарлотты и у Гроу Баски, то что если у одного не полетит, да, даешь другому мяч, играешь комбинации под него, и все там. Может и Рейнбеков стрельнуть, например, да, Рейнбеков хорошо лезет под кольцо, трешечку может забить в защите цепки, да, Фил Томас тоже, если он не будет занят как бы комментированием, да. Самое интересное, когда он комментирует матч своей же команды, это вообще классика. Ну, это хотя бы не то же самое, когда ты судишь матч своей же команды. Такое тоже было. Я в этом сезоне, думаю, такое происходит регулярно. А еще не забуду случай, это, конечно, было давно, в сезоне 2021, когда я сидел на статистике, тогда зал отменил, сидел на статистике. Вместе с ним на статистике сидела девушка, и она являлась тоже частью системы команды, матч, который она обслуживала. И там была допущена критическая ошибка в пользу этой команды. В итоге был сыгран овертайм, эта команда проиграла овертайм, но, знаешь, если бы в итоге эта команда выиграла, были потом разговоры, типа, что за фигня. Интересно, назначили бы переигровку или нет? Вряд ли бы назначили, но, конечно, такая вещь, как самоотвод, она в АБЛ не работает, хорошо это или плохо. Ну вот, я к чему веду, что у вас только много исполнителей, которые могут на себя взять ответственность и в два-три игрока обыграть Мгуту. Если Мгуту, я не знаю, не могу выделить какого-то явного лидера, мне никто в голову не приходит. Барсуков точно лидер, 100%. Барсуков. Да, он лидер, причем, как я понимаю, лидер там, так, ментор, да, и по игре тоже лидер. Ну вот он 20 матчей сыграл, он точно приедет. Как бы хорошо, больше всех. Но они в целом все так нормально доезжают, более-менее. Ну, как раз вот эти 7-8 человек, они доезжают, да. Ну и хорошо. У них представитель в капитанском чате... Диана Лискерова. Очень активная. Она всегда пишет первое, чтобы забронировать место, скажем так. Ответственная? Да. Да, вот. Раньше его Байл играла, кстати, в женской лиге. Понятно. Да. Джонни Вестон спрашивает, будет фирменный прогноз, фирменный прогноз сетки? Будет, конечно. Постараемся мы с Мишей после того, как все матчи обсудим, сделать. Кстати, сетка в любительском свенге «Змей» сетчатого бетона так называют, наверное. Ты не шаришь? Это нет? Сетчатый бетон? Да. У них сетка называется сокращенно. Ну ладно, так, минутка, да, ненужной информации. Просто сетка, да, очень прикольно. Ну, в общем, пока что мы с тобой проходимся по парам, где верхний и нижний посев. Да, и там всегда ждем, что верхняя, разумеется, победит. Ну, слушай, Майами, кто там, Гроу Баскет, Шарлотт, Мэй Восток имеют сильный большой перевес по проценту побед. Да, да. Как раз после Востока уже начинаются команды, у которых там 50-45 процентов побед, и это уже будет интереснее обсуждать. Давай посмотрим только напоследок, когда играет Восток в плей-офф кубка, на всякий случай, посмотрим. Мало ли вдруг там будет немножко неудобно по времени. Слушай, я думаю, они так ставят игры, чтобы было удобно. Ну, бывает совпадает. Вот, 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 ты пропустил. Бывает, совпадает. Еще, еще, еще. Так. Вот здесь, слева. Так. Ага, так. Они на авиамоторной играют. А когда играют? Не то. В субботу. Так, смотри, смотри. А у них тоже в субботу? Да, в субботу, только, по-моему, попозже. Сейчас посмотрим. Ну, рядом залы находят. А, смотри, Перова. Перова, значит, точно будут. Понятно. Две игры подряд, скорее всего, будут играть, да? Угу. Понятно. Соперник у них кубки сильный? А они, по-моему, невысоко достаточно попали. Нет, не сильный, не сильный. Ну, окей, хорошо, понятно. Ну, не будет наложения по времени. Даже как-то удобно, на самом деле, когда у тебя две игры. Тем более, когда, учитывая, что у него очень ресурсный состав, у вас только, я думаю, проблем не будет с этим. Да, да. Так, хорошо, вопрос на засыпку. Кто занял шестое место? ДТБ? Шестое место заняли касс номер семь. Они даже ДТБ обогнали? Надо проверить. Это прикольно. Так, сейчас посмотрим. Да, я удивлен, но они заняли. Ну, у них классная победная серия, там же ребята в интервью говорили, что у них, ну, не пять в итоге, но победная серия у них была. Да, касс номер семь обогнали ДТБ, потом Москва идет. Окей, ладно, хорошо. Проверили твою память, все хорошо, все работает. Не за… Вот касс Тим Тим. Так, сейчас, касс номер семь, Тим Тим. Кстати, обе эти команды, которые достаточно на, мне кажется, неплохой ход набрали ближе под конец регулярного сезона. Ну, скажем так, я больше за касс, слежу, чем за Тим Тим, потому что Тим Тим по ходу сезона всякие метаморфозы случались. Это точно, это мягко говоря. Вот, и доезд еще более непредсказуем, чем у Шарлотт был. Ну, ты знаешь, последние… Ну, вроде как выровнялись. Последние два с половиной-три месяца было более-менее стабильно. Вроде выровнялись. Ну, хорошо, значит, они нашли оптимальный состав для этого дивизиона. Так, да. Ну, у кассов заявлено побольше, ребят, но кассы заявились в середине сезона, им надо было меньше игр сыграть. Так, ладно, давай с Тим Тим тогда начнем, раз уж мы начали с них рассказ. Ну, скорее всего, все игроки в заявке, они доступны команде, скорее всего. Эти игроки, которые… Вот по Разбегаеву есть вопрос, кстати, и насчет Беликта Болотова тоже есть вопрос. Болотова, по-моему, почти не приезжал после Нового года, и насчет Разбегаева тоже не уверен. Все остальные, мне кажется, стабильно доезжают. Ну, хорошо. Ну и здесь, из всех, кого я знаю, это Нейр Ваффен, вот, он тоже, по-моему, играет в основных чемпионатах где-то высоко. Ну, он за Чикаго Пламберс заявлен в карте, да. Ну вот, это достаточно высоко, я считаю. Вот, и Беликта тоже знаю. Остальных я тут не могу выделить. У них разок за них зашел Макнайт, вот это было интересно, конечно, один или два раза он за них сыграл, но Макнайт имеет право за любую команду Team Team зайти. Да, это правда. Ну, эта заявка более-менее уже сыгралась за последние пару месяцев, то есть они, я думаю, пришли к пониманию, какой баскетбол он играет, каким составом и так далее. Более-менее понятно. Тут, конечно, нет индивидуально по-настоящему супер решал, потому что даже Ваффен, на мой взгляд, не совсем уровень хард, на мой взгляд, все-таки он пониже индивидуально, но это уверенный в себе достаточно стабильный шутер. То есть у него хороший дальний бросок имеется. Но в любом случае тут индивидуально прям супер выделяющихся игроков я бы не сказал, что есть. Слушай, у меня команда опаснее, где каждый может набрать 10, чем где один может набрать 30. Но иногда же говорят, что… Но Чеба говорит, я не согласен. Чеба, это другой разговор. Просто иногда, конечно, бывает так, что таким командам, да, системным не хватает решала, да? Да, да, такое бывает, что как бы все отдают, отдают, а решить никто не может. Да, это тоже проблема. Ну, по идее у Team Team как раз для этого есть Ваффен. Хорошо, указ номер 7. Указ номер 7 и правда заявка большая. И ты знаешь, я один матч видел этой команды против Гонзаги, и они меня прям впечатлили своей игрой. Очень впечатлили. Слушай, они когда против нас играли, они нас тоже очень сильно впечатлили игрой. Ребята сбалансированный состав. У них есть и высокие ребята габаритные, есть и вот по типу Гоша Зебрака, которые могут залезть в проход, которые прыгают, которые стараются. И, ну, мы ожидали, скажем так, гораздо менее напряженной игры, чем она получилась по итогу. Поэтому, я думаю, КАЗ абсолютно заслуженно занимает, как получается, шестую строчку. Было бы прикольно седьмую, конечно. Ну, да. Вот, но шестую класс. Молодцы ребята, ну, действительно сильные. То есть они... Вот у них как раз есть ребята, которые могут решить. Если у них закрыли заднюю линию, они будут скидывать ребятам вниз. Я не помню пофамильно, но у них точно есть один очень габаритный игрок. Очень габаритный прям? Ну, он прям большой. Большой это сколько? Для тебя большой это... Ну, около двух. Слушай, два метра может быть. Есть у них кто-то. Я, наверное, его не видел в том матче. Два метра. Даже интересно. Есть у них кто-то прям такой большой. Ты не путаешь? Если Клим Чурилов, то он на две игры всего приехал. Нет, не Клим Чурилов. Я смотрел эту игру в записи. Не помнишь, с кем они играли? С нами. Я смотрел на нашу игру. А, все, я понял. Ну, давай, давай посмотрим. Слушай, я просто, честно говоря, не уверен, что у них есть прям то, что ты говоришь, такой игрок. Вот эта игра, да. Если ты про Орлова, то он не два метра. Ну, да, он большой. Ну, может быть, это с кампуса оказалось. С такой камеры. Он большой, но это не два метра. Но он, в любом случае, дает работу под кольцом хорошую. Сколько он там? 10 плюс 15. 15 плюс 10 нормально. При этом был Миронов у них, был Серегин тоже такой. Вот они в шестером. Очень-очень хорошо сыграли. Ты можешь посмотреть, если по счету, то там три четверти была равная игра. Вот, так что Каза заряжена. И они, вот самое интересное, они с командами из топа играют очень хорошо. То есть ты можешь посмотреть, как они сыграли с Майами. Ну ладно, Майами не показатель. Как они с Шарлотт сыграли, например. Они боролись очень хорошо. Вот, там с Востоком не знаю, как они сыграли. Если они успели с ними сыграть. 99 всего, то есть не смотрим на заявку. Но тем не менее, 99 проблем они проиграли. Вот. То есть не знаю, насколько тут зависит доезд. Я думаю, сильно зависит. Но то, что у ребят есть исполнители, есть реально сильные игроки, это факт. И вот, кстати, смотри, опять тут 10, 10, 11, 13. Команда выровнялась по показателям, по очкам, да. Ну вот, кроме Скалецкого. Вон там 20. Остальные все набирают от 10 до 15. Это показатель хорошей команды, как по мне. Вот опять же, если большинство команд, ты понимаешь, кто у них основной главный лидер, на которого надо обратить внимание, которого надо закрыть, то здесь стрельнуть может каждый. Вот. Если вот каждый наберет свои средние показатели, то, в принципе, любой матч будет выигран. Сколько тут? Больше 80 очков, я думаю. Так, в среднем за игру они забиваются от 63. Ну, то есть тоже неплохо, учитывая, что у них не всегда доезжает полный состав. И, кстати, что мне нравится в таких командах, это сочетание опыта и молодости, да, потому что у них, ну, у них средний возраст тоже варьируется, потому что, как я понимаю, там есть совсем еще ребята такие зеленые. И интересно, как это? Ну, они же все с одного колледжа вот этой архитектуры строили, как я понимаю, да? И я думал, что там именно все студенты этого колледжа, а получается, что выпускники или, может быть, какие-то преподаватели или что-то в этом духе. Ты думаешь, там прям все точно имеют отношения? Может, там есть те, кто не имеет отношения? Я спрошу у Гоши. Да, спроси у Гоши. А что, хочешь я прикрою? Не, не надо. Что у тебя с Георгием Зебраком? Мы вместе играем в лиге за пределами АБЛ. Понял, хорошо, ну ладно. Ну, за пределами АБЛ тоже есть жизнь, это нормально. Да, и он очень расстроился, что я не приехал на игру, когда мы играли с КАЗ. У нас с ним совместная игра была утром, и вечером мы должны были в плюсе играть. Вот, но так получилось, что я не смог приехать, и он прям расстроился. Так расстроился, что почти двадцатку положил. Это неплохо, потому что Зебрак не самый забивающий игрок в АБЛ, но Зака, кстати, у него статистика поярче даже, чем за Лерой. Да, чем за Лерой Дженкинс, что интересно. Ну, там есть другие игроки. Так вот, что хотел сказать, что здесь есть два очень опытных решала, да. Это, во-первых, играющий тренер команды Михаил Скалецкий, и это Александр Милованов. На самом деле, два супер универсальных баскетболиста, они играют примерно на одной позиции, да. Это такие баскетболисты, которые по габаритам 2-3, при этом они спокойно могут первого-второго отыгрывать. Ну, ты видишь статистику. И они прям на опыте. Я бы сказал, что их можно сравнить с Гранкиным, но они покрупнее Гранкиным. С Гранкиным и с... Я забыл фамилию. Матусевич тоже, да. Ты помнишь Матусевича? Тоже из... Знакомая фамилия. Ну, они похожи, потому что они опытные. Они... Только не поговорить с ней. Они с броском, и они оба прям, знаешь, то есть если будет какая-то нервная концовка, они могут спокойно взять на себя игру. Ну да, я смотрю, тут у одного будет 20 плюс 6, 14 плюс 5, плюс 7. Еще 4 перехвата, не забудь. Ох ты. Ну это прям вообще. Он успел заявиться, получается, 5 имени. И, по-моему, 5 им надо было заявить. Да-да-да. Ну круто. Вот это, кстати, будет интересная игра. Вот мы наконец-то подошли к тем играм близким, где явного фаворита назвать не получится. Мне кажется, тут явный фаворит касс номер 7 в серии из двух игр. В серии из двух, да. Но я думаю, это будет типа по играм 1-1, и по разнице уже касс пройдет дальше. Я вот так вот думаю. То есть я думаю, Team Team одну игру у них заберут. За счет чего? Не доезд до касс номер 7. А если доедет касс номер 7? 2-0 и все. Но 17 игр сыграла команда. Милованов приехал на 5. Вот. И в целом тут больше 10 единиц приехали. Вот. Все, конечно, говорят, что плей-офф это другое, но у тебя есть привычный ритм жизни, когда у тебя из недели в неделю выходные заняты, ну, скажем так, сторонними от баскетбола делами, и резко в моменте перестроиться все равно не получится. Вот. Я скажу так. Если даже на первую игру могут не доехать, вот, с кем они играют, забыл. С Team Team. Team Team, если и заберут, то первую игру. На вторую уже ребята такие, блин, мы проиграли первую игру, Саша Милованов, приезжай, пожалуйста, мы без тебя не можем. Вот. И он такой, блин, ладно, я перенесу все свои дела и приеду. А если наоборот будет? Что, они выиграют первую и проиграют вторую, все равно по разнице выйдут. Вот. Ну, если говорить про какую-то тактическую составляющую, Team Team достаточно похоже играет по стилистике на то, во что играет команда Light, что логично, потому что у них есть игроки из Light, представленные в Team Team в плюсе, и Теннер тоже оттуда, то есть получается Максим Лобода команду ведет и, ну, потом Лободу на Крупского поменяли в Light, но в плюсе он остался. И, в принципе, да, то есть команда старается комбинировать, да, быстрый баскетбол с позиционным, наверное, преимущественно они больше позиционный баскетбол играют, и на ней, в общем-то, у них есть комбинации против зоны защиты, но я не уверен, что они хорошо справляются с прессингом, я даже не видел, как играл Team Team в матче, где они под давлением оказываются. Хорошо прессинг сыграть. Поэтому я не знаю, насколько Team Team будут готовы прессинг разбивать стабильно, да, если у касса номер 7 будет хороший доезд. Но мне кажется, что именно с точки зрения персональных умений касса номер 7 посильнее. 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 Я согласен. Поэтому для меня касса номер 7 тут очевидные фавориты, но у Team Team действительно в последние месяца полтора-два хорошая динамика, они несколько побед одержали, ну, пускай там, может быть, и над самыми сильными командами, но тем не менее. Так что я думаю, что в любом случае, да, они могут попробовать, как ты сказал, воспользоваться шансом, если соперник не очень соберется. То есть реально при плохом доезде касса номер 7 спокойно могут и проиграть несколько очков, но в серии... Но в серии из двух они должны выходить, причем без варианта. Ну, как будто бы да, как будто бы да, хотя Team Team, надеюсь, будет близкая попытка. Действительно, это, наверное, пока самая близкая серия из всех, что мы успели обсудить. Так. ДТБ Шокерс. ДТБ Шокерс, но... То тоже они играли, в плей-офф дивизиона Роффл. Да, точно. Я помню. Это, конечно... Но у них, по-моему, разные составы. Да, составы разные, особенно у Шокерс, особенно у Шокерс, но есть пересечения, есть пересечения, поэтому... А кто выиграл? ДТБ Шокерс. ДТБ выиграли. ДТБ выиграли. Пересечения есть, и я думаю, что история такой недосказанности есть. Знаешь, к чему? Потому что ДТБ и Шокерс, после того ДТБ по-другому назывались, еще и в том году плей-офф играли, и тогда тоже ДТБ выиграли. Тоже Шокерс. Да. Так что любят эти команды с другом играть. Пересечения у них интересные однозначно. Так, ну, получается, ДТБ повыше, да, у нас Шокерс пониже, но они где-то рядом находятся. Но это как раз получается, кстати, 8-9. Нет, 7-10. 7-10. У Шокерс процент побед похуже, у ДТБ он нейтральный. Посмотрим на заявки, кого успели заявить команды. Ну, у ДТБ, конечно, все скромно. Скромно. Ну, у них есть Джурко. Мистер Перформанс? Мистер Перформанс, да. Парень, который в одного тащит эту команду и набирает свои очки очень уверенно. Вот он же, по-моему, сейчас Перформанс попал как раз на этой неделе. Да, да, да. 50 очков, 20 подборов. Ну, это сильно. 20 из 26 с игры. Это действительно элитные показатели, скажем так. Вот. И на фоне, ну, остальной команды он явно выделяется. Вот это прям явный лидер и команда зависит вот от него. Но он доезжает стабильно на матч. Это круто. Что хочется еще отметить? Ну, во-первых, здесь практически полноценная пятерка игроков Солт-Лейка есть. Кроме Джурко это Дранников, это Маяк, да, то есть тройка игроков из Солт-Лейка. А Солт-Лейк где играет? В Лаве. В Лаве. Есть Платон Пичугин. На самом деле это тоже X-фактор, потому что Платон тоже спортшкольник. У него богат опыт игры. И мне кажется, что он в этом сезоне еще явно свое последнее слово не сказал. Он может. Он может зарешать. Ну и в принципе немножко может быть не хватает глубины состава, да, и не дай бог, если совпадет игра по расписанию Солт-Лейком. Если совпадет Солт-Лейком, это, конечно, прям будут серьезные проблемы. Но если не совпадет, то это вполне себе боеспособный состав. Вполне себе боеспособный состав у DTB. Что про Шокерс можешь сказать? Шокерс, Шокерс, что я могу сказать? Я больше про Роффл знаю. У них, по-моему, Ван Тулин есть, по-моему. Тулинов есть, но здесь он не заявлен. Составы очень сильно отличаются. Здесь, получается, из игроков первого состава Кирилл Зуев, он как раз играет за обе команды, и Павел Кузаев, и Михаил Мисик, но Мисик, по-моему, после Нового года не проезжал, ни зато ни за другую команду. Интересно. Ну, скажем так, если DTB — это команда, которая больше от одного зависит, то, я думаю, Шокерс — это команда, которая больше на команды баскетбола рассчитывает. Я не знаю, я не вспомню, не скажу тебе, не всплывает в голове какой-то там отдельный игрок, который может похвастаться такими же статистическими данными, как Журко. Ну, в целом, таких игроков, ладно, мало, но хотя бы близко, ну, нет. Это будет вот как раз игра, где один сильный игрок против командной. Слушай, он там не один сильный игрок. Ну, DTB, я говорю... Слушай, но он выделяется прям очень сильно. Он сильно выделяется. Он берет на себя много атак. Да. Причем, ну, сколько у него передач в среднем за игру? Думаю, там немного будет передач. Вот, то есть он старается это решить сам. Если Шокерс смогут его закрыть, но не знаю, есть ли игрок, который один на один сможет его удержать. Не думаю. Журко хорошо своими габаритами пользуется, хорошо идет в контакт. Вот, если играть дабл-тим на него, то против маленьких он и в двоих, я думаю, полезет. А большие за ним не успеют. Ну, не знаю. Короче, для меня тут все более очевидно, чем каст-тим-тим, я тебе так скажу, что DTB пройдут Шокерс вообще без проблем. Давай посмотрим, когда Слотлэйк играет. А представляешь, будет накладка с Слотлэйком? Или накладка с DTB? Ну, если там будет у них совпадать матч в Роффу. Поэтому надо посмотреть. Посмотри. Ну, и к тому же тенденция, что DTB выигрывает. Ну, кстати, Шокерс, это, получается, наверное, первая команда в этом сезоне по количеству проигранных матчей минус 10. Они на таких матчах больше 10 отдали в этом сезоне, где они проигрались минимальной разницей меньше 10 очков. Перехватили пальму первенства у вас в начале сезона. Так, DTB. DTB в кубке играет в 11-20. Это у нас во сколько игра? Так. Кубки играет в 11-20. В воскресенье в 21-50. Так, Salt Lake. И, кстати, еще посмотрим на... Ну, хотя, Шокерс там не так важен, потому что там только два игрока, не так много как... И нам написал в комментариях Дима Скалов, что будут, кроме Мисика, как раз и Кузаев. А, у них Гостев еще есть. Гостев как раз в последнее время проводит потрясающую форму. И мы даже его в сборную дуру взяли, хоть команда проиграла. Он там что-то нереальное выдал на позиции большого, кстати. Он там нормально так вообще потолкался. Тем более, у вас там не было больших. Ну, да. Так, когда у нас играет Salt Lake? Хотя по привычке в лав залезти, а там тоже кубок у нас. Так, Salt Lake, Salt Lake, Salt Lake, Salt Lake, Salt Lake. Так, ладно. Проще, наверное, на профиль Джурко зайти. Ну, ладно, я нашел. Так, Salt Lake с Мангустами играет когда? Воскресенье, но днем. А в субботу? Ну, не накладывается. даже не в воскресенье играют. В воскресенье? В 11? Нет, ну, в 10 вечера играют. А, ну, вот видишь. Ну, короче, в один день играют просто. Ну, не накладывается ничего. Не накладывается. Просто для многих команд и игроков ABL нормальная практика, несколько игр за выходные, даже за один день. Согласен с тобой. Но мне кажется, это не очень удобно, когда у тебя матчи в один день, еще и в разных залах, еще и, знаешь, там, посередине дня и потом в конце дня. Мне кажется, это не очень удобно. Неудобно, но что делать? Я с тобой тут не согласен. То, что ты сказал, что на твой взгляд все-таки серия касс номер 7 и Team Team может получиться ближе. Мне кажется, что эта серия ближе должна выйти. Ну, должны же мы с тобой в чем-то расходиться. Конечно, должны. Иначе неинтересно. Согласен. Ну, то есть ты считаешь, что просто здесь тупо индивидуально зарешают уровень? Да, тупо джорку зарешают. Ну, я помню, мы с ним играли, ну, именно с командой DTB, и они тогда еще кого-то, кого-то высокого парня подвезли. Возможно, Елена. Да, Елена как раз подвезли, и у нас тоже туда не приехали большие. Я помню, Ярастов говорит, о, приехали ребята из лавы, ну что ж, удачи. И Андрей забивает этот базар на победу. Ну, то есть, как будто бы это прям очень равная игра была. Ну, да, у нас не приехали большие, но я всегда говорю, это недоезд, это наша личная проблема. Если бы мы проиграли, мы проиграли бы заслуженно. Получается, выиграли, значит, выиграли тоже заслуженно. Но джорко, тачка. Все. Ну, джорко, действительно, тачка, да, вот, давай так, пофантазируем. 30 плюс 15, ну ты посмотри на это. Ну, блин, если дать Артему волю, он, конечно, будет доминировать, но я видел матчи в этом сезоне и летней лиге, где джорко прикрывали, и Артем... Какие команды? Самые разные команды. Ну, я не знаю насчет того. Давай так, давай пофантазируем на тему того, что у Шокерс получится задержать Артема, более-менее, допустим, у Артема будет там 20 очков с плохим процентом, да, или, допустим, джорко там на одну из двух игр не приедет. Просто я хочу сказать, что у DTB, во-первых, они, мне кажется, доказали свою состоятельность недавно, выиграв Шокерс в Роффл, потому что, чтобы ты понимал, они играли вторую половину матча, игры без замет пятером, у них удалился, знаешь, это Лахина, не знаю, у них удалился их ведущий игрок, и они доигрывали матч пятером, и проигрывали в серии 10 очков, и они смогли пятером вывести, да, то есть команда показала, что у них есть характер, и то, что у них есть ресурсы закрывать, но хочется отметить, что у них из первого состава Мушкин, а по поводу Мушкина ситуация непонятная, потому что, я так понимаю, у него дисквалификация, но мне, блин, никто из организаторов не сообщил, поэтому я не в курсах. Подожди, а Миронов, Миронов, он сначала за DTB играл, а потом начал играть заказ? Да, да, так, все-таки флажку в этот раз забыли, так, где там флажка, так, DTB шокерс ниже, да, окей, да, он там одну игру сыграл, по-моему, перешел, уже давно не играл, что я хотел сказать, то, что у DTB из первого состава, ну, из состава, который выступает в Roffle, у них есть Александр Вопосев, ну, ты тоже, кстати, друг Димы Родионов, у него много друзей, но они, видимо, все живут недалеко, Родионов в том году успел поиграть за них, а, за DTB как раз, точно, у них, получается, есть Александр Вопосев, у них есть Роман Мушкин, но я не в курсе на тему того, какой у него сейчас статус, он дисквалифицирован или нет, я просто не в курсе, честно говоря, но я так понимаю, что он пропускал последний раз игру, и без него они играли решающий матч, потому что он пропускал, но, в общем, тут не так много игроков из первого состава, если Мушкин недоступен, то тут, конечно, есть вопросы, в общем, я не знаю, просто смотри, состав в DTB в плюсе, это такая сборная солянки, я думаю, что там нет такой хорошей сыгранности, такой хорошей химии, которая есть у команды в Roffle, в Roffle, это прям команда полноценная, они это подтвердили в матче против шага, они вместе тренируются, да, но именно не состав в плюсе, а именно состав в Roffle, состав в плюсе, я, честно говоря, сомневаюсь, что они вместе смируются, не знаю, я думаю, типа как раз, нет, нет, я не знаю, я думаю, что было бы неплохо, если бы Роман Мушкин зашел на трансляцию, Александр Лопсев, и что-нибудь написали в комментариях, честно говоря, я не уверен, короче, просто есть вопросы, есть ощущение, что если DTB в Roffle подтвердили, что это прям команда, да, сплоченная, с характером могут затащить, то вот насчет DTB в плюсе я не уверен, талант, конечно, есть, сильная команда, потому что кроме Джурко, понятно, есть Пичугин, есть там тот же Лопасев, есть Дранников, который там сверху долбит, тоже будет здоров, вот, но как будто бы, может быть, они не так хорошо сыграны, не такой у них хорошей командной химии, в отличие от Шокерс, от команды, которая имеет большой опыт игры совместной, команды, которые тренируются весь сезон вместе, команды организованы, хорошо доезжающие стабильно, и я думаю, что Шокерс с точки зрения организации именно против состава плюса, если мы говорим именно про плюса, не про ровку, они сильнее, чем DTB, да, ну именно про организацию, конечно, индивидуально скилл тут, да, тут тяжело придется, вот, поэтому я не уверен насчет того, что для DTB это будет изи катка, Джурко, вроде Ромки не будет, пишет Артем, Ромка это? Мушкин, да, ну не знаю, то есть это тот случай, когда можно сказать, что порядок против класса, у нас правда луз-стрик приличный, да, ну и таким образом можно только соперника немножко расслабить такими победными или сериями поражений, в общем, я не уверен, что для DTB это прям будет легкая прогулка, хотя я, честно говоря, не представляю, как Шокерс будут останавливать Джурко, то есть для меня это вопрос. Главный фактор, как его остановить. Иногда вот такие игроки могут соло зарешать. Я не скажу, что он словно такого же уровня, как Чеба, словно, несравнимо, да, но все равно это игрок, который может в одного делать разницу, как минимум в нападении. Ну, он не супербыстрый, не настолько быстрый, можно попробовать, если не будет, если Шокерс будут успевать возвращаться в защиту, может быть, не будут идти там всей команды на подбор нападений, страховать отрыв, возвращаться в защиту, если они не будут прогрессировать по скорости, по таймпу играть, с чем у них бывают проблемы, можно попробовать против него ставить более габаритных игроков. Не факт, что он будет их обыгрывать на периметре. У них есть Березин, у них есть Гостев, это не прям полноценные, полноразмерные, большие, они могут попробовать на ногах постоять, а он их не продавит. Ну, можно попробовать. Короче, я думаю, какие-то варианты у Шокерса имеются. Ну, тема интересна, смотреть матчи команд, которые рядом идут. В общем, я думаю, что в этой серии не все очевидно. Ты же думаешь, 1-1 будет? Может, как с Лахиным, пишет Дмитрий Соколов. А что с Лахиным? Ну, вот он получил технарь, да, или, возможно, Дима имеет про защиту против Лахина, не знаю, но именно он получил технарь, и они доигрывали матчу без замен. не пятером? Да, не знаю. Вот, короче, не знаю, может и 2-0 быть, но я думаю, что тут прям будет непросто. Просто, если бы я знал, что DTB провезут состав в топовой на обе игры и будут играть командный баскетбол, конечно, я бы на них поставил, потому что индивидуально по таланту они, конечно, сильнее, чем Шокерс, но, опять же таки, не факт, что будет доест оба матча, и Шокерс, я думаю, в плюсе получше организованно. Ну да, про технари пишет Дима. Поэтому посмотрим за этой серией, надеюсь, что будет интрига, и надеюсь, что не просто это противостояние скатится Джурко против команды. Ну, потому что не один Джурко играет. Пока это так и есть. Окей, ладно, хорошо. Переходим к следующей паре. Достаточно, брат, это рассказали. Последняя? Уверен? Мы уже все обсудили, кроме Москвы и Призраков. Да, самое интересное на сладенькое оставили. Справедливо. Ну, потом самое интересное будет еще обсудить сетку. Сетку, ну да. Итак, готова предварительная заявка, это мы любим. Кстати, Москва традиционно делает, но не всегда их заявка совпадает с действительной, все это надо учитывать. Много прям людей. Ну, вот это традиционно. Так, ну, в принципе, даже Дмитрий Ганжуа есть, из детской лиги у нас, движение вверх. Но здесь не будет Чеба, ты же курт, что не Чеба не говорили, да? не Чеба, не Михея Васина не будет, что самое интересное. Подожди, Васина тоже одну игра не хватило? Да, 6,6 у обоих. Я такой думаю, блин, как было бы классно, то есть скажу, сразу пойдем, если бы Москва заявила Чебу о Призраке Васина, очевидно, что Москва идет дальше. Если бы Москва не заявила Чебу, о Призраке заявили Васина, Призраке очевидно. Ну, не прям очевидно. Ну, не знаю, Призраке посильнее будет. Блин, реально одной игры не хватило. Одной игры не хватило, да. Вот он, кстати, с нами должен был приехать, я так понимаю, но решил не приезжать или решил за Хаски сыграть, не знаю. Нет, он за Хаски не играл, но... Что у него там случилось? Но в итоге, я не знаю, как Сева Грызлов допустил это, когда есть возможность заявиться, то есть Михей же пришел вот буквально полтора месяца назад, приезжал, ну, не на все, но на большинство игр, и тут, казалось бы, одной игры просто приедь, я не знаю, выйди на две минуты, игра уже ничего не решает, понятное дело, но заявиться в плей-офф, когда есть возможность. Просто у многих команд получилось так, что они заявляли игроков прям под самый-самый-самый конец, когда меньше семи туров оставалось в принципе, и, ну, ты физически не успеешь никак заявиться, а тут, ну, есть возможности, почему бы не приехать. Ну, у Чеба такая же ситуация, но я думаю, у Чеба побольше игр. В случае с Васиным просто он в дюбле сейчас находится, и нам... В принципе, да, нам еще писали, когда он только приходил, там в один-два... одну-две игры успел сыграть за взрослую команду, с детскую команду, нам писали, что, типа он из-за дюбла, из-за занятости, скорее всего, не будет играть. В итоге он стабильно приезжал. Ну вот, 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 меня это удивило, что он приезжал, 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 и вот одной осталось, и не приехал. Ну, может, было понимание, что он не будет приезжать никак, может, было понимание, не знаю. Слушай, ну, я когда с Грысловом Севой договаривался о времени, мы же могли любое время поставить удобное, вот, он как бы предложил в воскресенье вечер, я думаю, ну, давай в воскресенье, или, ну, короче, вечером поставили игру, я думаю, ну, ладно, удобно, удобно. Ну, у Михаила, в смысле, у Михея, у Михея Васина финал был за 2008 год за Москва-1, да. А, они, кстати, выиграли же там, я что-то видел, историю у Халяда, или все, они выиграли. Ну, уважаемо. Видимо, они на выходные уезжали куда-то, и никак не получалось. Ну, ладно, в принципе, вот, скажем так, участь ребят, которые играют за спортшколы. Ну, с Чебой, конечно, ситуация вообще смешная, ну, в смысле, то, что там, что-то там они похуже. Я уверен, все команды сидели такие, лишь бы не приехал, лишь бы не добрал, лишь бы не добрал. И, похоже, коллективные вот эти вот молитвы. послание вселенной, да, вот это вот все сработало. Но явно эта серия была бы интересной, если бы заявился и тот, и другой. Согласен. Вот, конечно, Чеба на опыте бы, я думаю, прошел, но, тем не менее, это явно уже другой статус игры бы был. А так, ну, я думаю, ничего удивительного в заявках тут не будет. Ну, прикольно, что завели Кадуру и Тимохина прикольную заявку. Ну, Тимохин с первого тура был, в составе, насколько я знаю. То есть он, вот, когда мы с призраками второй тур играли, прям вообще в сентябре. Он не играл, он просто... но он приезжал, вот, а Халит Кадуру, он попозже начал доезжать. Вот. Ну, вот их получилось заявить, это здорово. Вот. Ну, а все остальные, кто у них там? Иса, Рейснер, кто у них там еще из ребят есть? Они все достаточно много матчей сыграли, и проблем с заявкой не должно было быть. Да, да, я думаю, тут нормально будет состав. Ну, вот, 24 матча. Чтобы там на последний тур не приехали, ничего страшного. Вот, у Москвы, конечно, побольше заявка. Состав у них, конечно, внушительное количество игроков, но при этом не все игроки прям, знаешь, они, я думаю, будут выходить и стабильно носить импакт. Ну, тут есть игроки, кто может вообще не сыграет, или сыграют мало. А что там Пазышина, Гунжуа, там, не уверен, что они прям возьмут, сыграет. Ну, или там Илья Фельков. Ну, то есть, я думаю, что реальный список игроков, кто будет играть в этой серии, значительно короче у Москвы. Ну, и плюс вопрос там по типу Максима Шишкина, у него 500 команд в АБЛ. Сможет ли он оба матча приехать, тоже вопрос. он был на 23. Удивительно. Уникальный игрок. Уникальный игрок, действительно. Он же там под Новый год вы делали какую-то статистику, там что-то или больше всех игр, или больше всех очков, что-то он куб. И то, и то. И то, и то. Да. Поэтому, да, ему явно нечем заняться на выходных. Есть такое. Камиль Галимзянов пишет, раз Миша тут, готов влететь напряге мотора вплыва в регулярке, или просто влететь с ноги, да? С Москвой у нас тоже две близкие игры были, обе проиграли, с ними тоже хотелось бы встретиться. Они не получатся, по-моему, встретиться. Ну, сейчас до сетки мы дойдем. Давайте лучше поговорим про Москву со слов с ВСГОС. Окей, Москва без Чебы. Призраки без Михея. Да, хорошо. Без вопросов. Они, в принципе, больше всего, но без них и играли. Какие ожидания вообще? Ну, у меня фаворит призраки, скажем так. Вот тут как раз, кстати, встречается опытная Москва против молодых призраков под руководством Грызлова. Вот. Но это, наверное, самая близкая серия, которую можно представить в текущей сетке. Не будем говорить про доезды, но вот смотрим, да, что нам предварительная заявка говорит. Тут есть и Шишкин, и все, в принципе, у них, по-моему, еще есть какая-то странная фамилия. Альга Гарсия что-то у Москвы. Нет, подожди. Денис Альга Гарсия заявился только за викингов. Да? Да, он не заявился за Москву. Но, по-моему, он играл за Москву. Ну, может, одну две игры сыграл. Какое-то время играл. Я тоже запомнил фамилию. Вот. Ну, так, кроме Шишкина, у Москвы я, наверное, даже никого... Ну, Сукасян, ладно. Не-не, там, смотри, там, помимо Шишкина и Сукасяна есть Сергей Кириллов. Тоже это почти по два метра игрок. У него в профиле указан легкий форвард. Но это как раз а-ля... Ну, не Морозов, но, короче, такой поинт-форвард, который... Который на трехе получает эллиот. Да, да. Это именно такой игрок. То есть он как раз много играет с мячом. Он может спокойно там начинать розыгрыш. Гунько с немножко сломанным трехочковым. Последний матч 2 из 19 выбросил. Но вообще... Ну, слушай, если он выбросил 19, значит, он обычно много бросает. Да. И он может попасть неплохо. До нового года у него были хорошие игры. Есть Иванченко, кстати. И у него тоже есть дальний бросок. И он 2 метра. Так что, в принципе... По габаритам Москва прям что-то, я смотрю, сильно доминирует. Ну, один Грызлов, мне кажется, всех подбор отожмет у них. Ну, да. Ничего не скажу. Да. Сева, если играет, он выкладывается на максимум. Потому что есть тренеры, которые не играют на полную и стараются больше с мостика, то Грызлов, он... Да, он создает моменты, раздает передачи, но он прям на площадке выкладывается по максимуму. Он грызет за подбор, лезет сам. Ну, то есть, если он играет, то он играет. Если он как бы без формы приехал, хотя я такого ни разу не видел, но если он там в костюме приехал, да, в галстуке, то он будет руководить с мостика. Понятно, что он и будет играть. Понятно. Но он будет играть 100%. К тому же, Ясеневу, по-моему, в основном чемпионате проиграли. Ну, матч за 5-8 места, конечно, будет. Плюс кубок есть. Слушай, выбирая между матчей за 5-8 плей-офф плюса, я думаю, он выберет плей-офф плюса. Будет плей-офф кубка? Ну, я думаю, скорее всего, возьмет... В любом случае он отвечает за этих пацанов. Да, да, его команда, и он 100% приедет. Единственное, что, смотри, у него еще матчи детской лиги, и главное, чтобы не было пересечений там. Хотя, скорее всего, он приедет сюда и может какую-то замену себе найдет на тренерском мостике. Там другой состав играет, не этот состав, да, у Грызвова. Максим Фельков нам пишет то, что Москва неопытная, ну, как команда имеет с виду. Самое грустное, что мы весь сзади играли с лидерами вторым составом. Да вообще Москва в плюсе доезжала кое-как. Так, с ними не получится. Там Гроу-баскет, Гроу-баскет. Ага, понятно. Так, у нас Кириллов закрывает Грызвова на физухе. Шишкин, Сукачан, еще я. Ну, я думаю, да. Я думаю, Москва заберет чьи-то 100%. Не согласен с этим. Не согласен. Не 100% точно. Грызвов, Рейснер, Максимов. Не знаю, не знаю. Я бы не сказал, что Москва заберет чьи-то. Вообще не сказал бы. Ну, Шишкин, конечно, да. Будет у них интересное подписание от Грызвова. Слушай, если это игра вечером в воскресенье, то Шишкин будет очень уставший, потому что у него по-любому еще 3-4 матча до этого будет. Мы давай не будем смотреть. Я просто уверен, что у него по-любому будут... Игра в 9 утра в воскресенье. Ага. Кстати, Москва много раз играет в это время. Да, они прям попросят играть рано утром. А, это прям их желание? Это прям они. Если ты посмотришь, у них большинство игр в 9 утра. Ну, может, просто их так ставить неудачно. Нет, они прям просят. Понятно. Если 2 подряд, то 9 и 10 просят. Да-да-да, было-было такое, было такое. Ну, а что, удобно? С утра отбегал и целый день свободен. Согласен, я тоже всегда за эту тему выступаю. Это очень удобно. Да, редко, правда, прям ровно в 9 начинают, но тем не менее, тем не менее. Да. Кому-то на выходных, наоборот, хочется выспаться. Ну, как бы их желание играет, почему нет? Как раз освобождают время тем, кто хочет побольше поспать, побольше это. Но от времени, я думаю, не так все-таки много зависит. Ну, в плей-офф говорить, что еще не проснулся и поэтому не сыграл нормально, я думаю, это так себе оправдание. Да, это уже не будет плохо. Это уже не актуально. Вот, поэтому ну ладно, в 9 утра, значит, Шишкин должен приехать свежий, как и все ребята из Призраков. Вот. Окей, да. Слушай, Сукасян, блин, он больше 2,10, наверное, да? Нет, он не 2,10, но 2 метра там точно есть. Ну, 2 точно есть. Он тоже очень опытный игрок. Очень прям опытный. Сможет ли Сева один их двоих сдержать? Ну, скажем так, забить через двоих он сможет. Через одного и через другого без проблем. Забрать ли подбор в защите, да, в нападении, нет. Вот так скажем. Вот. Мне кажется, что в случае с командой South West Ghost возможно зависимость одного игрока будет больше, чем у DTB. То есть тут, возможно, от Грызового будет больше, чем Джурко у Призраков, чем у DTB. Такое возможно. Да. Ну, слушай, у Призраков есть опытная пятерка, скажем так, ну, тройка, ладно. Вот как раз Кадура, Тимохин и Грызлов. Да, ребята, которые все заявились и которые, ну, с опытом уже игравшие. Есть молодые ребята, типа Ис, Рейснер и так далее. И можно очень грамотно комбинировать и выпускать в определенный момент нужного игрока. в Москве все-таки ребята уровень, не уровень, а как это сказать, средний возраст команды выше. Намного. Намного выше. И, ну, Призраки бегущие, ребята, не знаю. Ну, блин, серия будет близкая, вот, но все-таки я думаю Призраки. Я все-таки думаю Призраки. Ну, у них в любом случае сыграние команда, организование команда, все-таки, да, в любом случае все Олгрызлов, ну, может, он только с этого и с командой работает, но тем не менее. Я точно не знаю, что нет. В любом случае он вместе с этой командой работает и они регулярно тренируются, да, то есть тот случай, когда за Призрака выступает порядок 100%, да, то есть это команда представляющая порядок, потому что они сыграны, они организованы, чего не скажешь про Москву. Москва сыгрывалась только на играх, да, но при этом, конечно, тут есть очень сильные игроки и действительно те игроки, которые играли много матчей в этом сезоне, они успели, наверное, получить неплохую игровую практику совместно. Ну, и вообще по поводу, вот ты отметил средний возраст Москвы, есть ощущение, что Призраки их могут перебегать? Есть, я хотел на это сделать акцент, вполне себе, вот когда говорил, что выпускать ту или иную пятерку, то есть условно в начале можно выпустить ребят поопытнее, чтобы они так поднапрягли, чуть потолкались, а потом там условно во второй четверти выпустить молодых, которые резко взвиндят темп, вот, и Москва не успеет перестроиться, сделать себе там преимущество как раз во второй, в начале третьей четверти и просто удержать его. Вот, я думаю, сценарий примерно такой у Призраков должен быть. За Призрак, точнее против Призраков, говорит только о том, что, наверное, глубина состава у них не такая большая, и объективно, ну там, не дай бог, Грызлов не приедет или там травму получит, или просто, если будет недоезд тоже несколько игроков важных, там Кадур или не будет играть, или Тимохин, ну, по глубине состава Москва точно превосходит Призраков, и в серии из двух матчей это может сказаться, да, спокойно. Ну, интересно. Да. Интересно. Безусловно. Такие игры называем интересные. Окей. 2-6. Ну, почти. Я думаю, Москва при полном доезде должны забирать, а мы их возьмем на массе. У молодых рука не дрогнет. Ну, вот, кстати, да, по поводу нервов и плей-офф, и игры на вылет, может быть, и дрогнет, на самом деле. Рука при равной игре, да, вот в плей-офф психология это решает, на самом деле. У Крызлов есть, есть Тимохин, да, если что на этот случай. Так, да, она у молодых натренированная. Рука, да? Ладно. Да. Так, давайте перейдем к обсуждению, попробуем предсказать, да, сетку, самая наша интересная часть, кого куда будем ставить. Самое интересное, с гостем обсуждать команду, которая вы играете. Так. И так, смотрим. Ну, что, будем как? Давай сверху вниз, а то мы просто сейчас запарим. Помс ждут своего соперника по четвертьфиналу, Москва, South West Ghost, мы на призраков. Я призраков ставлю, да, ты можешь поставить друг. Да, в принципе, я тоже бы на призраков поставил, наверное. Я думаю, будет 1-1 и по разнице. Вот так. Опять же. Ну, нет, призраки, ну, нет, точно призраки пройдут. Ладно, я тоже на призраков поставлю, но это прям близкая серия, понятное дело. Так, Восток и Мугутум. Восток. Окей, согласен. Вершина по Текстарту. Вершина, хорошо, да. Бобкас, 99 проблем. Бобкас. Окей, Кас номер 7, Тим-Тим. Кас. Согласен. DTB Shockers. DTB. Я тоже поставил DTB, но вот тут может случиться, я думаю, ну, даже не знаю, можно ли это апсетом назвать, может случиться, тем более, что это как раз вторые самые близкие команды, да, по позициям. Гроу-баскет, Гонзага. Гроу-баскет. Окей. Даже если приедут ребята из Бифа, все равно Гроу-баскет заберут. Так, четвертьфиналы. 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 Паумс против Призраков. Учитывая, что Призраки выигрывали Майами, там Грызлов как раз затащил. Там был Грызлов и Михей Васин, который тридцатку им положил, и просто, я думаю, ну, уже не секрет, что Майами играют на сигарете. Ну, плей-офф придется, наверное, сигарету уже выкурить, и уже по-серьезному так играть на спорте чисто. Ну, не получится в моменте переключиться. В том году они так делали в ВАИТе. Ну, ладно. У Майами просто есть Егор Усатов. Вот. И Донковца. Там не только есть Егор Усатов и Донковцев. Там еще Якушев есть. Ну, Якушев собирает хорошую статистику среднюю. То есть, у него там, условно, 10 очков, 10 подборов, 5 передач, 5 перехватов. А Усатов собирает 30 очков. Да. Да, и 7 передач, условно. Да, он такой больше первый-второй номер. Донковцев. Это парень, который просто может пройти на вытянутой руке и забить сверху. Похоже по описанию. Ну, с такой фамилией, конечно, вообще. Вот. Призваки Майами. Ну, конечно, Майами. То есть, ну, тут без шанса вообще. Но, смотри, конечно... Не знаю, какое но ты сейчас хочешь сказать. Хочу сказать, что Палмс не играли месяц. Половина состава играет в Нове. не половина. Там только два человека. Ребята из спортшколы, у них практики достаточно, я думаю. Они выпустились же из спортшколы. Да? Я думаю, я до сих пор играю. Я думаю, там почти все выпустились. Там 7-8-18 лет. Ну, ладно, окей. Но даже если не играли, ну, 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 я не вижу за счет чего. Габариты, Палмс, техника, Палмс, опыт, суммарный, наверное, тоже Палмс. Но вот менталка. Менталка, что они вот-вот-вот так, вот так вот. У них были игры, когда они чуть ли не проигрывали за счет того, что три четверти играли еле-еле. Но нет, блин, в серии из двух матчей обыграть Майами при их нормальном доезде, а у них, ну, заявились Сеи, Усатов там и все остальные. Вот. Я думаю, ну, нет, ну, никакого но. Майами и все. Согласен. Хорошо. Майами и все. Хорошо, окей. Палмс и South-West Coast Палмс. Так, восток-вершина. Ну, это, 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 это ради чего мы на подкаст тебя позвали. да, 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 да. Дербаса будет играть? Будет. И Артеменко будет. Дербаса больше двух бросков за игру сделает? Больше. Да, это, конечно, интересно. Ну, ты на вершину, конечно, стоишь, я понимаю. Естественно. Блин, ну, тут, конечно, раскладся немножко и другое, конечно. Ну, вот поговори, я послушаю. Не как в бете. Да, время-то эфирное заканчивается. Ну, давай, давай, давай. Ну, короче, да, сейчас мне надо подумать, поразмышлять. Так, ну, у вас же будет доезд, да, наверное? У нас будет, ну, слушай, с Востоком это настолько принципиально, что у нас приедут все. Те, кто не будут играть, они будут сидеть на трибунах и орать. Поэтому у нас приедут все эти 100%. Ну, без всяких форс-мажоров у нас приедут все. Так, ну, тут-то как раз сказывается отсутствие Ковалевского, который бы точно не помешал Востоку. ну, туда не станет проблемой. Вот, конечно, в матче с вершины станет проблема отсутствие полноразмерного центрового. Так, насчет Морозова тоже непонятно, кстати. Что-то я не уверен насчет формы Геннадия. Он после Нового года, по-моему, не в лучшей форме находится. Плюс Томас постоянно матчи комментирует. Короче, тут все держится на монструозной фигуре Богдана Самойленко. Да, даже не знаю. Но, в отличие от Байта, здесь есть, кому его держать. Да, сложно. Да, сложно. Как говорится, у вас есть Восток, а у нас есть Халк. Так я думаю, в роли Халка Самойленко выступает. Нет. Нет? Под Халком ты Артеменко вот разговариваешь? Ну, конечно. Ладно, хорошо, хорошо. Ну, нет, слушай, мы с ними играли, с Востоком. Да, тогда Самойленко получил травму, вот, и игра тогда уже перевернулась в нашу сторону, вот, но, скажем так, психологически мы хотим победить больше, чем Восток. Это 100%. Ладно, хорошо, убедил, давай, давай, вершину, давай, вершину. Так, ну, ты смотри, у нас есть правило, ты, может, помнишь, у вас в прошлом году очень часто, когда гость приходит, его команда проигрывает, так что, ну, пора менять правила. Согласен. Так, Бобкетс, касс номер 7. Вот это, кстати, классно. Вот это очень интересный будет четверть-финал. Учитывая, что кассы играли с Бобкетс очень ровно, последнюю игру как раз, когда они играли, там, что-то меньше 10 очков как раз они проиграли. Вот тут как раз фактор недоезда Бобкетс скажется максимально. Если он будет, да. Вот именно вот в этой игре. Потому что касс могут, могут напрячь Бобкетс и могут напрячь их на самом деле серьезно. Вот тут опять, они могут забрать первую игру. Они могут, да, немного, 5-10 очков могут себе сделать задел, но реально они могут забрать Бобкетс. Ну, я, конечно, поставлю на Бобкетс, но я бы хотел, чтобы кассы забрали одну. А Бобкетс по разнице выйдут. Вот это будет круто. Ну, реально круто. Бобкетс, которые в том году второе место в Плюсе заняли, здесь ниже третьего не опускались ни разу. И в четверть-финале получить такое сопротивление от них, это будет хорошая встряска для ребят. Согласен. Согласен с тобой. Надо будет посмотреть. Тут как раз действительно фактор недоезда может Бобкетс очень сильно подкосить. Вот, ну, да. Будем надеяться, что Бобкетс соберутся. Касс номер 7 тоже надо собраться стабильно. Они в этом году не сваивались, да. Ставим на Бобкетс. Да. Но возможен размен по победам. По победам. ДТБ, да? ДТБ и Гроу Баскет. Гроу Баскет. Согласен. По Гроу Баскету нет вопросов. Гроу Баскет вообще как катком до полуфинала пройдут без проблем. Есть такое ощущение. Так, что у нас по комментариям. Топ-3. Джонни Вессон пишет, правда, то, что Данковцев Сатов у нас трехкратный чемпионат России, но этим нас не испугайтесь. Наконец-то увидим нормальную дуэль Самоленко и Дербасова. Окей. Если игра будет в воскресенье, то Самоленко может и не приехать. Ну, знаем эти ваши. Мне там Филл тоже говорил. Да-да-да-да. Так что давайте без этого. Топ-3 Вершена Фистеха и Бобкетс пишет Максим Фильков. Ой, это мне нравится. Он топ-1, 2 и 3. Да, это вообще хорошо. Мне тогда нравится. Понятно, понятно. Может, Максим Фильков просто пытается немножко, знаешь, так заранее так прощупать почву. Давайте Москва обыграет призраков, обыграет Майами, и мы с ними в полуфинале встретимся. Да, давайте так сделаем. Изи. Просто вообще изи расклад. Так, хорошо, доходим до полуфинала, где у нас, по нашим прикидкам, будет Вершина и Palms. Вершина. Еще без вариантов. Блин, тут, конечно, сложно. Ну, смотри, да, по ходу сезона мы им проиграли оба раза. Это факт. Первый раз это был какой-то там третий или четвертый тур. Еще все только вот у всех в голове начинает формироваться. Тогда какая-то первая игра Артеменко была, Тохи. И после игры он такой говорит, ну вы хоть предупреждайте, когда против сильных ребят, а то я пришел на расслабоне играть и что-то нормально собраться не мог. А на второй игре он приехал ровно на половину матча, потому что у него там потом свои дела были. И, ну, Palms ничего с ним не могли сделать. Ну, просто он за половину там 20 очков набрал. Ну, я помню статистику. Да. 24 минуты, 20 очков, 10 подборов. Ну, если он будет играть не 30 минут, а там 38-40, ну, не знаю, за счет опыта, габаритов, психологии, я не знаю. Ну, короче, вот он будет камнем преткновения. Я тебе вот так скажу. А в дуэте с Игорем это будет прям очень хорошо. Единственное, ну, это я говорю как раз против Донковцева и Усатого, да? Если так по позициям сравнивать, да, более-менее. А Якушев. Якушев. Опять ты Якушева забываешь. Да, Якушев и Донковцев, да. А вот против Усатого кого ставить, вот это для меня вопрос. Сергеева, может быть? Можно попробовать этого парня, конечно, поставить. Да, с Фомичевым меняться. Вот. Но плохо, что мы с ним именно не пересеклись ни разу. Так вот так сложится. С Фомичевым ты имеешь в виду? Да, ни разу. Вот. Причем ни Фомичев, ни я, получается, не играли против Усатого. И это будет сюрприз, который тоже может вот таки вот стать. Ну, блин, он же не особо высокий парень, насколько я знаю. И набирает больше 35 очков в среднем за матч. Причем у него дальний бросок, мое почтение. Вот-вот. Как-то... Вот это команда, где не за счет одного они вывозят, а где там, блин, каждый может, и каждый может 30-ку положить. Ну, почти каждый. Ну, блин, первые там 4 человека могут. 20 слегка вообще положить. Вот. Тут, я думаю, они уже 100% будут не на сигарете. Это вот прям железный все-таки полуфинал, как-никак. Вот. Это будет реально интересно. Ну, вообще, классический полуфинал — это топ-4 команд. Ну, вот так у нас сейчас получилось. Первый, четвертый будет играть, и второй, третий. Ну, у нас зуб на Майами, потому что мы обыграли Фистех один раз, обыграли Шарлотт один раз, а в Майами мы оба раза проиграли. И как будто бы в плей-офф самое время как раз два раза обыграть и пройти финал. Ты мне пытаешься перебедить, да, чтобы я снова на вершину поставил, да? Я не переубеждаю, я просто говорю факты. Я разговариваю на языке фактов. Ага. Ладно, посмотрим, как будем говорить после вашего противостояния с Помс, если, конечно, обе эти команды идут до полуфинала. Ну. Да. Ну, это интересно. Это я просто пытаюсь вспомнить, как играли, по-моему, в том году в плей-офф Лайта, и... Я вообще так, ну, офигел, что они в Лайте были в том году. И то, что они не взяли чемпионат. Да. Так а как? Я помню, что там была команда, но чтобы эти ребята играли в Лайте и не взяли его, там, по-моему, сейчас я скажу, кто взял в том году, не говори мне, там были Соникс, они, по-моему, третье заняли. Нет. Первое они как раз? Нет. Четвертое? Они проиграли матч в третьем месте. Офигеть. Это было жесткое чокерство. Подожди, подожди, подожди. Одно очко в Майами проиграли. В овертайме. Да. Кому, 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 кому? На лбу? Да. Сюда. А ты хорош. Да. Ну, надо сказать, что они играли почти весь плей-офф без усатого. Он получил травму после первой игры первого раунда. То есть они без усатого играли, а это, понятно, делая лучший игрок команды в нападении. Ну да. Так, да. Ну, тут, конечно, тут, конечно, да. Не, ну, с точки зрения того, кто должен выиграть, точнее, как, за кого бы я болел, я бы, конечно, болел бы за вершину. Ну, потому что, понятное дело, мне всегда нравятся ребята, которые выкладываются в защите, а не те, которые на сигарете играют весь сезон. Но, конечно, уровень, уровень игроков у ПАМС очень... Ну, средний уровень у них явно выше, на самом деле, чем у нас. Не будем вот, как бы, лукавить и говорить. Ну да, да, они чилят, не играют особо. Это все, конечно, факт. Но, блин, это будет полуфинал уже. Конечно, они будут играть серьезно. Но полуфинал — это там не одна восьмая, не одна четвертая. Тут уже две игры выиграл, и ты в финале, и ты с медалями уже. Вот. Я думаю, тут уже не будет на сигарете, и тут будет прям жесткая заруба, где... Ну, победителю может выйти каждый. Но выйдем мы. Ладно, хорошо, поставлю на вершину. Так, поставлю на вершину. Ну, просто мне вершина более симпатична. Честно говоря, вот так есть... Будем ради тебя играть. Если умом выбирать, то тут нельзя выбрать очевидно фаворита. Хорошо. Но чисто так, душой, конечно, больше за вершину, чем за ПАМС. Но при этом, конечно, да, у ПАМС очень сильный состав. Ладно, про это мы поговорили. Вот это тоже интересно. Да, итак, второй полуфинал — Бобкетс и Гроу Баскет. У них, кстати, была невероятно огненная игра регулярного сезона. Они по овертайм сыграли. Они там... Такой накал был. Я смотрел в прямой трансляции. Там матч уровня плавал был. Это вообще было. Причем... Тут как раз репетиция полуфинала была 100%. По сути, да. И причем хочется отметить, что... Хочется отметить, что неполные составы были у обеих команд. А там одна игра, все может быть. Ну, до финала-то мы еще дойдем. Пока до финала мы не добрались. Сейчас мы полуфинал обсуждаем. Я бы поставил на... Ну, хоть я и являюсь формальным игроком Бобкетса. Есть там заявки. Но здесь я более-менее нейтрален. Потому что все-таки я там ни одной игры не сыграл. К тому же это уже другая команда. Это Тим Тим. Бобкетс все знают. Вот поэтому я думаю, что... Это шутка была. Вот поэтому я думаю, если что... Гроу Баскет. Гроу Баскет. Я поставил на Гроу Баскет. Ну, я думаю, Шарлот. Ты думаешь, все-таки будет доест оба матча? Я думаю, Шарлот заберут. За счет чего? Ну, мне кажется, Шарлот, в принципе, сильнее, чем Гроу Баскет. Индивидуально ты имеешь в виду? Индивидуально, сто процентов. Не знаю. Гроу Баскет больше командная игра, согласен. Но как будто бы по персоналиям Шарлот посильнее будет. Но если они вообще все приедут, если у них, допустим, будет связка защитников Гаранин и Кузьмич, да. Но будут ли они? Я уже не рассматриваю в полуфинале недоезды. В полуфинал должны приехать все. А ты рассматривай с Бобкоц. Рассматривай с Бобкоц. У игроков 300 составов, 300 команд. Вот с Бобкоц, понимаешь, чем отличается Бобкоц от всех остальных команд. Не все же эти ребята, кто в других командах, дойдут до полуфиналов у себя. Возможно. Вот. Я думаю, кто-то тут точно отвалится. Ну, я всем побед, конечно, желаю. Но все победить не могут. Вот. И они постараются привести нормальный состав. Да, у Grow Basket есть игроки, которые могут закрыть каждого из них. И это тоже будет сумасшедшая серия, я уверен. Но, не знаю, мне больше симпатизирует Шарлот. Не знаю. Вот хочется с ними в финале сыграть. Вот так я, наверное, скажу. Или матч в третьем месте, да? Нет. Окей, я понял. Михаил Майдан пишет «понял». Но тут может победить любой. Ну, вот, опять же, Михаил Майдан, да, классный, уникальный игрок, который по габаритам может отлично отыгрывать четвертого-пятого номера в плюсе, да, но и при этом, если вы вытесните с краской, он будет поливать трех. Полетит, не полетит, это уже другой вопрос. Вот у него с нами полетело, в следующей игре не полетело. То, на что ты повлиять не можешь. Но то, что он может бросить треху, это факт. То, что он может залезть под кольцо и поймать на себе фолы, это тоже факт. Единственное, вот Сухов Мазнин, он же сейчас у нас в другой лиге будет играть. В медиа-лиге? Да. Сможет ли вот он приехать, тоже такой важный игрок команды. Я просто думаю, что вот он как раз прям под большим вопросом, чем ребята из Шарлотт. Короче, все, я ставлю на Шарлотт. Вот так вот. Ну, если бы, конечно, Шарлотт смогли привести оба состава, да, состав на оба матча, конечно, было бы интересно это посмотреть. Конечно, связка Кузьмич-Гаранин, если оба выходят в старте, это космос, это космос. Но я не уверен, что у Бобкотт получится привести состав на обе игры. Вершина Бобкотт с матча третье место скорее. Понял. Пишет Дмитрий Соколов. Вот. Ну, не знаю, Гроу Баскетт очень мне нравится как команда, но у них все-таки была проблема, что они не собирали косяк основной на протяжении всего сезона. Они за весь сезон только, наверное, может быть, два-три раза собрались полным составом. Раза два, наверное. Это, конечно, проблематично. Тут тоже одни могут не доехать, другие могут не доехать. Но, блин, в полном доезде одной и другой команды я ставлю на Шарлотт. Вот так вот. Понятно, что если чуть-чуть не доедет Шарлотт, а Гроу Баскетт доедет полностью, то Гроу Баскетт пройдут. То же самое и в обратную сторону. Но при абсолютно полном доезде слева и справа Шарлотт... Ну, это мое мнение, опять же. Ну, я бы тоже поставил на Бобкотт, если все-таки Бобкотт будут приезжать полным составом. В двух матчах. И тут, конечно, как я уже сказал, очень большой вопрос именно к подбору и к трехсекундной зоне. Потому что, я говорю, у Гроу Баскетт, очевидно, чуть больше перекос в пользу задней линии. У них очень хороший подбор исполнитель на задней линии. По большим, вот мы с тобой назвали, две фамилии. Ну, да. Всего две фамилии. Один не приезжает или травмируется, или садится за пять фолов, и все. Это очень серьезные проблемы. Слушай, но у них третьи номера такие, которые могут очень хорошо подключиться к подбору. Ну, может быть. Может быть. Тут просто у Бобкотт есть Тимофеев. Ты видел, Никита, как он играл? Тимофеев, Тимофеев. Просто машина на подборах. Не видел, но я тебе поверю на слово. Ну, он очень хороший подбирающий игрок. Так, ну, когда они собирались, Гроу Баскетт выиграл. Это пока речь идет про первый матч. Потому что во второй матч не счет. Так, Майданом свои ноги с волейбольной линии забивал и не раз. Так, интересно будет видеть один круг при максимальном доезде всех команд. Ну, это какие-то такие идеальные тепличные условия. Ну, хочется видеть уже в финале четырех полные доезды, оптимальные составы, все здоровые. Ну, иначе как-то это грустно будет. Ладно, у меня традиция ставить против Бобкеттс в каждом сезоне. Это таким образом дополнительно их мотивирует и раздражает. Поэтому я поставлю против Бобкеттс на Гроу Баскетт, но это будет достойная серия. Итак, финалы. Кстати, возможно, что полуфинальная-финальная серия будет в кампусе или в каком-нибудь другом зале. Ну, это была традиционная история, что финалы проходят не в залах, где проводятся матчи, если это не кампус. Так что надо быть к этому готовым. Матч на третье место и финал в формате одной игры. У нас тут немножко с тобой небольшое расхождение. По твоей версии матч на третье место будет между Паумс и Гроу Баскетт. На кого поставишь? На Паумс. Вот так вот? Да. Вот так вот. Ладно, хорошо. У меня, по моей версии, это Бобкеттс и Паумс. И тут я тоже на Паумс поставил. И тут я поставлю на Бобкеттс. Вот. Да. Теперь давай перейдем к финалу. По твоей версии это вершина и Бобкеттс. Ну, окей. Можно не спрашивать, на кого ты ставишь. По моей версии вершина Гроу Баскетт. И поставлю-ка я на Гроу Баскетт. Но я надеюсь, что они оправдают авансы. Надеюсь, что они авансы оправдают. Потому что слишком большие авансы я им даю. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Мне кажется, что любая команда, дошедшая в полуфинал, в топ-4, любая команда абсолютно заслуженно может взять чемпионат. Конечно. Кроме памс. Эти читеры вообще, спортшкольники, которые в регулярке на сигарете проходили. Ну, и в плей-офф они должны включить менталити. Они должны начать включаться по полной программе. Мы понимаем, что потенциалу они спокойно могут выиграть чемпионат. Но я здесь с тобой согласен с твоим тезисом, что не так-то просто переключиться, да, из режима, ну, мы чилим, играем на сигарете, и мы играем на 100%. Особенно против нас. Да. Это уже перебор. Вечный небо. Да, вечное небо теперь играет в MLB. Я думаю, вечное небо теперь играет где-то на небесах. Ну, шутка про небо, да, и так далее. Ладно. Окей, хорошо. Как говорится, не такой уж и вечный. Да, что не вечно под луной. Окей, хорошо. Такая сетка плей-офф у нас получается в плюсе. Классный сезон. Сезон, получается, сезон гораздо круче, чем предыдущий, потому что в прошлом году все-таки там и часть команд где-то там не добрались. Ну, вечное небо тоже не добралось до конца, но, тем не менее, часть команд там не добралось, и там было парочку команд, которые не дотягивали до уровня. Сейчас, мне кажется, прям плей-офф ожидается очень конкретный, суперконкурентный. Я думаю, что прошлогодние финалисты, Ясенева и Бобкальц, у которых состав сильно проапгрейдился, я думаю, что прошлогодние финалисты бы не добрались даже до полуфинала. Настолько вырос уровень в плюсе по им персоналям. Ты хочешь сказать, что у Шарлотт сейчас состав сильнее, чем с Ваулиным в том году? Намного сильнее. Прикольно. Намного сильнее состав. Камон, там не было ни Гаранина, ни Кузьмича. Это суперсильная задняя линия. Ну ладно. И Бочарникова не было, кстати, тоже. Да, я думаю, на гром. Не было. Конечно, намного сильнее. Тогда ладно. Да. Тогда ладно. Да. Ну что, я думаю, наш подкаст подходит к концу. Четыре часа, даже четыре с половиной. Неплохо получилось. У нас в гостях сегодня был игрок. Тебя же можно игрочным тренером назвать или нет? Как у вас в случае распределения обязанностей происходит в вершине? Да особо так, я не знаю. Распределения как такового нет. Ну тренировки сейчас в основном, кстати, Даня Грибов проводит. Иногда на игры доезжает, помогает. Нет у нас такого там, ты тренер, ты не тренер. Ну скажем так, я больше такой организационной частью занимаюсь. То есть договариваюсь об играх, о цвете, форме, всем таком. Игорь больше на играх работает, заряжает ребят, настраивает, все такое. Ну вот, как-то пытается тащить. Ну а Даня помогает. Такой там небольшой тренерский штаб, если можно это так назвать. Но приятно, когда есть ребята, на которых можно положиться. И я понимаю, что если я не могу приехать на тренировку или на игру, то по-любому найдется кто-то из них, кто приедет, поможет и сделает все. Короче, вершина чемпинг, да? Да, получается так. И все. Закайдывай. Спасибо за участие в подкасте. Михаил Сергеев из Вершины. Мы сегодня предсказали. Возможно, правда, возможно, нет, как у нас пройдет плейл в плюса. Надеюсь на вашу активность, друзья. Хороший был чат. Максим Фельков, Дима Соколов, Джонни Уэссон активизировались, подарили нам хорошие эмоции. Да, даже Джурко и Михаил Майдан по одному комментарию написали. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте, что вы можете писать комментарии даже уже после эфира, потому что у нас отображается все. Если вам есть что добавить, раскрыть секреты, кто у вас будет по составу, всегда можете написать. И завтра у нас будет также эфир, поэтому завтра увидимся. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok